самого доброго времени дорогие слушатели я с удовольствием представляю вам на youtube канале актер кости суханов очень необычный и безумно интересный проект проект создан при поддержке автора автор соло аудиокнигу читает сразу несколько чтецов декламаторов вам еще придется услышать и мой необычный очень в этом проекте голос и конечно голоса моих коллег которым огромное спасибо я горжусь работать с вами ребята и так нам всем предстоит услышать и задуматься ждет ли нас такое будущее не будем откладывать приятного прослушивания поехали виртуальный дневник ронни незнакомец очень-очень не местный он мне понравился я его сразу отметила среди других людей прочих мужчин коротко и откровенно улыбнулась только ему оказала предпочтение ему я выбрала его хоть и видела что чужой а он терял время вместо того чтобы встать и последовать за мной тот сидел за столиком в кафе и продолжал безмятежно глазеть по сторонам он видел меня но глядел словно сквозь будто меня нет и от его невозмутимого взгляда мне становилось неспокойно он что не знает законов не понимает что обязан сделать если женщине нравится да он инопланетный но земной закон знают все без этого нет допуска на землю чужак публично унизил меня оскорбил и я естественно злилась а еще откуда-то возникла липкая неуверенность неужели я совсем не нравлюсь ему так пойдет он со мной или нет несмотря на то что до сих пор сильные чувства обуревают меня имеет смысл начать с истоков этого безобразия а вначале было теперь я это понимаю предчувствие нет я серьезно не шучу нисколько мне очень стыдно это признать поэтому я выплескиваю признание в дневник а не делюсь им с друзьями и коллегами как обычно но я уверена в своей правоте настаиваю дело не в утомлении и загруженности на работе не в том что на протяжении нескольких месяцев у меня не было полового контакта что-то иное вторглась в мою распланированную энергичную жизнь повлияло на нее а до того меня предупредили да я не поняла тогда а вот предчувствие не обманула что-то должно было случиться со мной помню я проснулась слишком рано и до пробуждения мужа и сына сутулилась в темной кухне отдавая себя отчет в том что неизбежно что-то скоро со мной произойдет я не знала что именно не строила предположений сидела в одиночестве и чувствовала себя одновременно беспомощной и сильной как это необычно поймала себя на мысли что отмечаю какую-то ступень в собственном развитии тогда впрочем я не воспринимала бессонницу слишком серьезно понимала что днем захочется смертельно спать но почему-то предпочитала побыть одна а не выпить снотворного например с этого предчувствия все и началось кроме шуток дальше незаметно закрутилась предупреждение ильминау в тот день на следующий или значительно позже не могу сказать не знаю не помню само событие вытеснило дату обычным будним днем я шла темными коридорами нашего древнего университета по служебной надобности как миллионы разделала скажу к слову огромнейшее здание старинного вуза многим внушало благоговейный трепет помимо современных корпусов университет хранил частично планировку прошлых веков и заблудиться в нем не составляла труда байки о пропавших на его просторах самая частая но совершенно неправдоподобная тема среди студентов я современная женщина своего века не подвластна нелепым суевериям и беспричинным страхом какие если верить литературе прошлого одолевали представительниц моего пола я не заблудилась всего лишь угодила в то крыло здания где кор вы развернули ремонт бригада занималась своим делом я мимо не обращая на них внимания ничего особенного и вдруг рык ильминау и перед моим носом огромный страшный корф с оторванной фалангой пальца он переставая то кричит то хрипит только это слово умоляя меня помочь ему вы что нужно врача вызвать нервно вскрикиваю я когда очередной рык выводит меня из оцепения я не в силах отвести глаз от изувеченной руки работяги но корф сдерживаясь от боли лишь резко взмахнул здоровой рукой на мои слова и уже шепчет с мольбой ильминау он знает чего просит понимает что я в силах быстро снять боль остальные корвы не подходят к нам тому не помочь а ко мне с какой стати им приближаться вот тут-то я и поддалась слабости кивнув раскрыла в смятении сумочку и кинула в сторону пострадавшего маленькую коробочку ту вещь которую меня вымаливали ильминау это дорогостоящий современный препарат множественного действия та самая таблетка от всех болезней о которой столько веков назад мечтали но смогли создать лишь в нас корвом такой непосредством мне полноценной землянки он достается за то что я выбрала нелегкий путь самосовершенствования а не сложила лапки мерясь тем что предлагала жизнь нет я не испугалась изувеченного я пожалела не стоило так делать но что сделано то сделано в конце концов это слабость но не нарушение законов так я мысленно корила и оправдывала свою оплошность когда удирала оттуда а вслед приглашен нанесся гул одобрения конечно корову несказанно повезло я не жалела лекарстве хоть многие интеллектуалы я знала использовали его как витамин наркотик слово устаревшее и пахнет беззаконием но в моей сумочке он лежал без дела я носила его как и носовой платок и то и другое и много чего еще мне необходимо чтобы выразить собственную неповторимую индивидуальность продемонстрировать подчеркнуть каких высот в своем развитии я достигла я раскаивалась в совершенном поступке нашла о ком беспокоиться корвы не люди нет конечно люди земляне но не такие как я те сами виноваты вместо учебы и образования выбрали неквалифицированный труд вот и не звели их на положение массы работают много и тяжело но платят им мало конкуренции с роботами не выдерживают учить их сложно те умом не поворотливы переучивать их никто не пытался экономически невыгодно так что корв сыт пока здоров то есть может работать оторванный палец для него пустяк оторван то не весь только фаланга зря я разнервничалась просто все так неожиданно получилось а корв быстро сообразил кому обратиться мол помоги белая кость голубая кровь ему то что принял чудо обезболивающие и думать забыл а у меня до сих пор в голове на все лады отзывается ильминау ильминау мужлан культурно вести себя и то не в силах позже много позже я поняла не умом нет нутром что все случилось неспроста это была присказка сказка впереди какая сказка ненормальный душный жанр вся моя жизнь полетела под откос а я-то думала в космос испытания от унижения никуда не скрыться она везде кругом улыбаются а то и хихикают начали в тот же день мои домашние не успела порог квартиры переступить а муж уже поздравляет и показывает сколько друзья коллеги прислали ему моих фото из кафе читают удачные комменты под мое недоуменное выражение лица тебе никто никогда не отказывал резюмировал сергей первый отказ всегда заставляет искать причину в себе но поверь это всего лишь отрицательный ответ не накручивай себя ронни я подавила раздражение не тебе милый меня учить тот гордился своим старомодным именем мужское мол пожалуй больше ничего мужского в моем муже не было любил не отсвечивать да перекладывать все на чужие плечи то есть на мои нет партнерскими отношениями в нашей семье не пахло полноценного партнера не имелось у меня я была признанная глава зачем я вышла замуж за такого хороший вопрос совсем не для того чтобы выслушивать его насмешки и советы в интимной сфере муж все расспрашивал меня кто такой мой незнакомец да что я могла ответить сын выразился кратко но обидел сильнее из-за какого-то любовника 14-летний негодяй как смеет он говорить такие пошлости я его пасынком не называю любовник слово то какое нечистое я ничьей любви не ищу я выбрала партнера для здоровья для удовольствия получая отдаю никакой любви взаимовыгодный обмен вместо того чтобы выспаться и проснуться свежей и счастливой я всю ночь копалась в статьях закона у моего обидчика в распоряжении имелись сутки чтобы определиться а затем он подпадал под суд за нарушение закона если так и не сможет дать в разумительный ответ утром же муж протянул мне руку помощи по фотографии нашел твоего героя ронни инопланетный человек планетка 054 к аэр дроп 7 там роботы рулят так что не переживай парень просто растерялся или не привык к земным оборотам у них там все еле-еле душа в теле кстати у роботов кнопка на плече сын смотрел с досадой мол нашли о чем поговорить если родные соседи принимали во мне участие то почему коллегам и студентам надо молчать появившись на рабочем месте я мысленно держалась за голову слушая бесконечные подколки шутки и советы преподаватель ронни не теряйте надежды не в попад советовали мои студенты пряча ухмылки может ваш избранник близорук возможно болен тогда все объяснимо я криво улыбалась по-другому не получалось и кивала понимая что вспылить или садить не имею права выльется в конфликт и обвинят меня неудовлетворенная женщина спустила пар на студентах мы и так в этом году с пеной урта отстояли нашу кафедру несовременной литературы в полном составе а после любого инцидента преподавателей сократят решив что вполне достаточно лектора робота и дешевле и спокойней меня с позором выгонят из университета и будут правы а я так горжусь своей успешной карьерой еще нет 30 а я преподаватель престижного столичного вуза без покровительства связи и женского кокетства принципиально и честно и это только начало я никогда не пасовала перед трудностями знаю что займу свое место потому что вложу всю себя ради цели я не страдала и не плакала потихоньку если меня обходили мне не нужно ни людских подачек ни милостей судьбы как выражались в прошлом я безоговорочно верила в себя и это помогало даже в тоскливейший свой день я вылетала как пробка из бутылки полная энтузиазма со студентами я сразу взяла равный доверительный тон умело тыча в их пробелы и приоткрывая чуть-чуть завесу своих познаний рабочие уважения так бы я назвала наши отношения до сего дня мне не приходилось о том жалеть но случай в кафе взорвал всех комменты порой были невыносимы и он с другой планеты вероятно связь земной у них иначе выглядит он инопланетянин но человек мы верим в вас иронии весь день ободряли меня и парни и девушки с сочувственными лицами вы своего добьетесь по закону у него есть сутки на раздумье пусть ему будет стыдно за свое промедление нет я не озабоченная ни собственной персоной не сексом но я не могу взять в толк почему почему меня подвергли публичному позору вместо того чтобы открыто заявить об отказе если уж я не подхожу если болен то тем более мог кратко отклонить приглашение нет больных не пропустил бы санитарный контроль все-таки не подошла а чем интересно кошмар какой-то никогда со мной ничего подобного не случалось я не ношусь со своей красотой стараюсь не делать глупых вещей я не секс-бомба но проблем с партнерами не было когда мужчина делал мне предложение я случалась отказывала но всегда это было корректно честно и открыто у меня все же обручальное кольцо на пальце по закону достаточно напомнить о том никто не имеет права склонять на супружескую измену женщину если она открыто отказывается брак первичен но современная женщина не должна зацикливаться на единственном мужчине по разным причинам мужчину тоже может остановить брак но неужели человеку нужны сутки чтобы вспомнить что он женат и отказать я читала что в двадцатом даже в двадцать первом веке наши предки верили в инопланетян пришельцев и инопланетный вселенский разум мы люди светлого будущего изучив за несколько столетий просторы космоса твердо знаем что инопланетяне существуют а вот разум них не лучше нашего а подчас примитивнее по-прежнему жители земли самые здоровые плодовитые красивые сильные и умные и адекватные не то что элементарного не понимают давно бы уже познакомились и расстались инопланетный разум вероника он появился в том же кафе я ждала нашей встречи и никакие гордые мысли о том что закон на моей стороне не грели со страхом в душе я прибрела после трудового дня и робко встретилась с насмешливыми голубыми глазами скотина замешкавшись он пригласил меня за свой столик он предлагает мне я зарделась от смущения честное слово клянусь покраснела никогда со мной таких реакций не происходило ко вниманию мужчин я относилась как само собой разумеющемуся когда я подошла инопланетянин вскочил и отодвинул передо мной стул я от удивления воззрилась на него чего это он позвольте заказать вам голос не раздражает не позволю после работы я им много как коров на обеде разоришься меня угощая я смущенно сделала отрицательный жест головой почему-то я не могла открыть рот наверное язык от счастья проглотила нет радости удовлетворения я не чувствовала была не в своей тарелке какое-то подневольное состояние как вас зовут ронни наконец я что-то промямлила нет-нет мягко улыбнулся землянин с другой планеты и я вытаращилась на его лицо настолько его изменила улыбка вас должны звать полина или вероника я затравленно смотрела на мужчину и понимала что все закончилось не начавшись неправильно началось скомкалась и оборвалась кроме скованности я не чувствовала ничего к своему визави мной владела безрассудное но сильное желание бежать от него без оглядки и мечтать о том чтобы он никогда больше мне не встретился почему не знаю и не хочу знать не хочу думать я вероника в моих ушах свистел ветер на такой скорости я мчалась от него в своих мечтах на деле же сидела монолитом и о бегстве не помышляла даже не пыталась пошевелиться ильминау чуть слышно процедила я сквозь зубы вспомнив молитву пострадавшего корва почему я так сказала не знаю может быть и имела смысл в таком состоянии принять чудо снадобье молившемуся корву я помогла мне на помощь никто не спешил себе или мужчине произнесла не представляю но инопланетный вдруг откликнулся можно просто ильм он протянул мне руку не знаю как мне удалось вложить в нее свои пальцы но от прикосновения легче не стало чувство было такое будто я нахожусь в чьей-то власти как какая-нибудь муха в компоте если убрать красивости речи я попросту потерялась утратила свое самостоятельное я для меня нет ничего хуже я вскинула голову и зло посмотрела обидчику в глаза я дернула руку так что прокинула посуду и вскочила на ноги часть содержимого разлилась на стол а меньшее на одежду моего кавалера пока тот приводил себя в порядок я решила действовать прошу простить спешу всего хорошего я боком двинулась к выходу оказавшись на улице силилась не припустить бегом нельзя собрав остатки достоинства я вышагивала сама не знаю куда я отказала ему корявенька но надеюсь инопланетянин поймет что это отказ неудобство заглажено закон не нарушен только я была растеряна надо поскорее выбросить эту историю из головы и идти дальше именно так я делала всегда только никогда я не чувствовала себя в смятении словно шла голой на глазах множество людей вот как примерно было у меня на душе и приходилось внушать себе что к вечеру завтра утром все будет по-прежнему скорей бы я не весело улыбнулась он тоже ильминау надо же по моему мнению человеческое имя это пережиток прошлого одно слово ничего не скажет о человеке если уж иметь имя то самое нейтральное вероника ягоды или растения кажется но что-то такое мягкое нежное на ветру колеблющиеся нет я ронни самостоятельная сильная волевая женщина не стоит меня путать ни с кем тем более придумывать ильминау чудо лекарства а не голубоглазая моя досадная ошибка не продолжается еще один ильминау тот день и следующий я дергалась от каждого намека скрипя сердце шла на контакты живой и виртуальный со всеми желающими пообщаться со мной чего бы мне избегать кого бы то ни было на третий день я почувствовала себя выздоравливающий и грамотно осадила наглеца вспомнившего мой конфуз после работы я как всегда приходила обедать в кафе но инопланетный не заворачивал сюда больше впечатленный нашим прошлым свиданием сознаюсь с тревогой ждала что он объявится когда же выяснялось что его в зале кафе нет а я не сразу позволяла себе оглядеться я старалась скрыть разочарование нет я не ждала его специально придерживалась своих прежних привычек считая что ничего не произошло да так оно и было совсем чуть-чуть и выкину ледяного из головы в четверг я была не в университете на реконструкции это не только работа но и очень затягивающее увлечение каждый из нашей группы отвечал за свою область я в частности реконструировала одежду прошлого на людях рациональные личности скажут что длительная подготовка не стоит нескольких минут съемки готовой картины но они совершенно не учитывают атмосферу и обстановку реконструкции хотите верьте хотите нет когда находишься внутри реконструкции они снаружи она становится реальностью в том ее притягательность и прелесть ты своей реальности на секунды и минуты коллективно переходишь в прошлое может ли такое быть очень даже если единомышленники заинтересована и скрупулезно восстанавливают подробности прошлого в четверг мы подобрались к финалу не один месяц по кусочкам собирали картинку и предвкушали возможность окунуться в непохожую атмосферу прошлого всегда возникала тревога получится ли может это просто показалось разок-другой но когда удавалось мы единодушно молчали унося в душе бесценный дар съемка фиксировала наши усилия но не могла передать в полной мере внутренней атмосферы нам дали сигнал тишина начинаем и все обратились вслух и зрение убранство одноэтажного старого жилища деревянные скрипучие полы с широкими половицами стены оклеенные цветной бумагой с узором несколько небольших окон в деревянных рамах невысокие потолки белая громоздкая печь неужели кто-то когда-то жил в таких условиях и считал их приемлемыми в небольших комнатах оглядывались две женщины они впервые оказались здесь одна была в пальто длинном с меховым воротником когда-то женщины их носили другая в куртке они не раздевались в доме было холодно и пахло что это за запах спросила молодая и глазастая ей было здесь неловко словно наждала что сейчас придет хозяин и выгонит их когда папина тетя умерла во дворе была оттепель ее тело держали дома вот запах и сохранился ответила постарше смотри сундук ты никогда и не видела здесь как лавка чудес грустно заметила девушка будто время остановилось мама почему вся стенка в гвоздях действительно одна из стен была усеяна короткими гвоздями папа говорит что иконы висели соседи после похорон попросили на память как тебе здесь спросила дочь как в свое детство попала у нас такие же стулья были кровать за навесочками и подзорами женщина вздохнула куда отец то твой запропастился на минуту к соседу забежал называется дочь с удивлением разглядывала через стеклянную дверцу старого шкафа для посуды его содержимое потом аккуратно приоткрыла ее на полках застеленных светлой бумагой в перемешку стояли стопки и фужеры стеклянные пивные кружки с рисунком чашки и чашечки тарелки и вазочки граненые стаканы и графины не было ни одной вещи парной и это богатство индивидуальностей создавала уникальность девушка позвала мать и обе они с удивлением и восхищением стали перебирать вещицы в руках откуда столько немецкой посуды спросила дочь не знаю вот еще немка переворачивая чашку с розочками сказала девушка и прочитала ильминау красивая только с трещиной заметила мать обе они услышали шаги клопнула сильно дверь женщины повернулись на появление мужчины ну и где ты был спросила его жена мы в твоем добре копаемся тот на их слова отмахнулся в общем я остаюсь сказали с работой помогут мне надо жить здесь иначе в права наследования не смогу вступить возясь у печки он уговаривал женщину но обращался к печке жена молчала чужденно оставайся мы поедем это твой дом ты о нем мечтал хозяин не обращая на нее внимания дождался пока не загудит огонь в печи только тогда он опустился на табурет и выдохнул сказал удовлетворенно скоро будет тепло ты не одна у тебя есть дочь может он что-то еще хотел сказать но вновь дали сигнал стоп и мы вновь оказались в своем времени около созданных декораций я забыла сказать что съемка реконструкции ограничена всего несколько минут поэтому как правило она отрывочна чья-то жизнь выхваченная ненадолго мы никогда не знали что у нас выйдет и выйдет ли каждый отвечал только за свою сферу поэтому ни у кого из нас не было даже приблизительной картинки результата это всегда было открытие проникновение но в этот раз кажется вышло исключительно правдиво и просто об этом говорила наше молчание не только восхищенное но и подавленное подсмотренной историей а что было дальше спросила молоденькая девочка новенькая в нашей компании мы улыбнулись кривовато но не отмерли до конца наверняка у каждого из нас в душе шевельнулся тот же вопрос думаю никого не интересовало что происходило до мы не искали ляпов в реконструкции и не восхищались точностью воспроизведения потихоньку собираясь и односложно переговариваясь между собой мы думали о самом эпизоде чужой жизни и в который раз приходили к выводу нет ничего нового ни на земле не в человеческих отношениях впрочем меня интересовал еще один вопрос собравшись я отыскала женщину отвечавшую за посуду и спросила про чашку с трещинкой коллега с удовольствием показала правда и розочки и трещинка и надпись ильминау в моих руках она была чужой бесполезной вещью не такой уж и красивой то есть это название производства спросила я название города где работала древняя фабрика чашку реконструировала по сохранившимся рисункам и мы углубились в трудности поиска подданных подробностей прошлого я возвращалась домой чувствуя свое одиночество своим годам я не бегал от него знала уже что умный человек должен быть одинок это нормально мое одиночество позволяло мне отфильтровать впечатление дня не бывало удачную реконструкцию такую что до сих пор думаешь о мужчине и двух женщинах как о живых открытие что ильминау оказывается раньше мог называться и город и фабрика и сама посуда а теперь супер современные лекарства и инопланетянин я подумала о нем без тревоги и опаски вот что значит на день вырваться из рутины и заняться тем чем тебе за что простить нельзя появляясь в классе я ждал выпадов из аронии но руэ несомненный лидер нашей литеры и параллели изогнув правую тонкую бровь задал атон всем привет эру не обращай внимание на сплетни ронни тебе не мать опекун руэ за два года учебы в новой школе я составил мнение о каждом из класса как и они обо мне красивых девчонок было навалом все мы парни и девчонки принимались в школу по высокому статусу родителей но среди нас руэ отличалась редкой самоуверенностью и за ней тянулись явный и тайный шлейф и обожателей восхищение избаловала ладно сформировавшуюся девчонку поэтому одноклассница не всегда проявляла вежливость с окружающими я имею ввиду только ровесников не взрослых и уж конечно не учителей руэ перед ними часто заискивала дома с нее за учебу строго спрашивали почти с первой встречи девчонка хотела и меня причислить к сонму молчаливых ее обожателей я отговорился ежедневными тренировками по йоге ронни записала меня сразу в несколько секций как только перевела в престижную школу и я тот год после учебы только успевал бегать с йоги на растяжку затем на общую укрепляющую физкультуру и плавание меня не радовала моя занятость я привык к обратному всю свою жизнь до появления ронни я жил толком не вылезая из дома сколько себя помню мы подружились с ней с первой встречи я согласился чтобы удивительная женщина вышла замуж за сергея то что ронни заставила меня целый день находиться вне дома я поначалу воспринимал с обидой она мой друг не хотела со мной дружить новый распорядок требовал привычки очень не было не здорово но я терпел приползал домой выжатый как лимон зато остался вне орбиты вращения парней вокруг самовлюбленная руая услышав о моей занятости недоверчиво переспросила на йогу как я в ту минуту был рад что ронни настояла на своем я не хотел никуда ходить привыкший сидеть дома под лианны но опекун строго заявила пока не проверишь не говори что не твое до того она общалась со мной ласково дружески я не подчинился послушался у меня никогда не было друзей мнение первого в жизни стоило учесть на небрежно ответил я руя не современно но мне нравится красавица подняла фигурные брови и одернула за ворот белоснежную блузку на себе весной того же года не все из класса но большинство собирались выехать на природу то есть в закрытую зону на пару дней пожить вдали от цивилизации попробовать натуральной воды которую самому придется доставать из естественного водоема может даже повстречаться нос к носу с диким животным удовольствие не дешевое но шестой класс раз в жизни заканчивают поедешь может или ты занят спросил меня один из открытых воздыхателей руя мой одноклассник кит между прочим умный парень когда он выходил к доске и начинал вычисления перед нами открывалась вселенная чисел одноклассник неведомыми порой дальними тропами используя всего четыре действия приводил нас к верному ответу учитель журел его за чрезмерно нерациональный подход но гордился своим учеником это были не мы болото и ты мне не раз помогал а вот же попался на удочку ру и все верно занят подтвердил я хоть был свободен хватало мне одноклассников и в школе поехал бы без уговоров если б не они но за приглашение спасибо на следующий год уже мог выбирать ронни оказалась права я чувствовал себя иначе чем раньше увереннее подроса креп стал больше похож на сверстников парня не на утонченных девочек из прежнего остался при йоге интересно и в плавании понравилось опекун согласилась но потребовала чтобы днем дополнительно питался я привык и к тому что ронни главное в нашей семье секции плавания у меня появились первые друзья сверстники не все из них имели высокий статус зато способны были побеждать по-честному прозрачной воде не смухлюешь классика мне привыкли ронни произвела неизгладимое впечатление своим единственным визитом на всех от директора до родителей моих одноклассников это был тыл какому позавидует любой звезд я с неба не хватал ни в учебе не в жизни школы но и в последнюю удавалось не попадать мои интересы крутились вокруг тренировок на следующий год собирался выступать на соревнованиях ронни записала на ежедневный массаж начали болеть мышцы спины и плеч руки от нагрузок в этом учебном году когда мы стали восьмиклассниками руя старалась меня всячески задеть я тебе вчера раз пять звонил и хотел узнать что по истории задано ты трубку не взял при всех своих поклонниках ядовито замечала руя поглядывая на меня свысока был на тренировке я не беру телефон с собой извини бурчал я себе под нос надеюсь все обошлось да пришлось звонить стоку одноклассница ободрял улыбкой своего спасителя этот в ответ расцветал я морщился как от зубной боли сколько помню себя все вижу одно и то же женщины вертят мужчинами а те послушно следует их капризом почему так я не знал но мне это не нравилось руя без устали донимала меня один раз ронни за ужином сказала звонила твоя одноклассница руя извини парень что я без спроса приняла звонок я думала что-то срочное но девочка услышав не тебя извинилась и прервала разговор я смущенно заверил ронни что не в претензии мой самый надежный друг старалась не врать но наверное она все-таки поговорила с руя потому что красавица больше месяца меня не теребила а потом опять принялась за свое пожалел бы ты и ру вздохнул тихонько кит сам переживая из-за изменчивости руя нравишься ты ей я друга не понимал она же нравится тебе как ты можешь мне такое говорить ты кит мой друг нравится грустно соглашался парень я-то ей не подхожу неужели чем же ты умнее ее учишься лучше причем тут учебы и ру вздыхал друг тут сложнее вот потому такие пустые командуют вами умными потому что сами стелитесь перед дурачем нравлюсь я ей всего лишь каприз мало ей вас ось десятиклассники развлекают сердито говорил я не желаю слушать доводов кита если верить слухам все девочки нашего класса водили дружбу с парнями постарше мы для них дураки так это или нет не берусь судить в открытую только руя демонстрировала отношения остальные в школу ходили учиться если кто когда и перемеялся со старшаками или в столовой кто-то кому-то проводил ладонью пониже спины это ж не означает что между ними отношения старшеклассник разумеется имелся в коллекции руя дарил ей нехилые подарки имел исключительные планы на будущее его и руя чего же я еще не хватает вдруг красотка вместо пухлых придирок замолчала словно надулась и встречая провожая меня глазами не говорила ни слова мне было не до нее я попал в конец списка из-за математики из-за тренировок я бы лоткнулся киту за помощью но тот отговорился занятостью и тут же позвал драда можно тебя на минутку тут же подошла сердитое с виду одноклассница отличница зануда тихоня позанимайся с ним чтобы эру смог сдать тесты попросил ее кит это серьезно кивнула сегодня после уроков никогда не забуду эти муки драда в отличие от кита совершенно не умела объяснять барабанила теорию показывала пример и спрашивала понятно нет конечно пришлось мне бедному дома заниматься привлек ронни а хоть и задумывалась часто будто улетала объяснял замечательный радовался что я занят учебой радости и и я разделить не мог мечтал освободиться от учебы и от наставницы которую мне подсунул кит она тебе не мать слова рв я принял как пощечину и не сразу нашелся чем ответить кину в принадлежности на свой стол я повернулся к красотке я благодарен тебе рв за понимание я увидел как та побледнела на мой тон я всегда разговаривал с ней снизу вверх не мешая той наслаждаться своей ролью сейчас мои слова надеюсь выражение лица и тембр голоса выражали одно я ставил на красотку клеймо ты ошибаешься она мне мать я пользуюсь ее высоким статусом ты знаешь как она заботиться обо мне кто-нибудь что-нибудь хочет сказать о ней я бил взглядом всех в классе но никто мне не ответил я был самым высоким и широкоплечьем в классе вылитый старшеклассник это тебе во мне нравится рв зато ты мне никогда не нравилась не ты сама не твои ужимки я посмотрел на нее давая понять никогда ни за что даже случайно и нечаянно мы не будем с ней вместе потому что я не прощу унижение унижение моей матери моего лучшего друга женщины во всей красе закончились наконец-то бесполезные математические занятия с моей заумной одноклассницей когда вышел из кабинета где все мы выполняли тесты она в коридоре налетела на меня но как справился какой у тебя ответ в шестом задании а третье ты решил еле отделался от зануды каково же было мое изумление когда я увидел драду в кафе в выходной глазам не поверил думала она безвылазно над уроками карпит мы с ребятами нагрянули в шумную забегаловку после тренировки после плавания всегда есть хочется там кормили сытно мы ввалились подкрепиться сославшись на баланс ронни раз в неделю она разрешала оторваться и угостить всю мою компанию те не всегда были при деньгах захожу и смотрю одноклассница с подружками но какая не узнать совсем не прилизанная не в костюме обычный нормальный человек увидев меня та подскочила к нам эру привет здравствуй здравствуй милая забасили мои друзья обычно сдержанные щеки драды залили она обернулась к девочкам потом к нам очень рада что ты сдал все тесты я чуть не застанал с досады не могла бы что-нибудь другое сказать мои друзья шутку тотчас оценили как раз отмечаем результат эру заметил наш хохмач голосом от которого мы умирали со смеху садитесь к нам выпить из-за его успехи молочный коктейль от смеха веселые выкрики мы с драдой уходили из кафе я решил что она торопится я тебя еле узнал сказал я с удовольствием разглядывая девчонку ты на такси нет я близко живу ей на плечо упал листок с дерева маленький сморщенный но мне словно его не хватало чтобы порывисто обнять драду она замерла после поцелуя заметила виновата у меня есть парень кит я помнил как она беспрекословно подчинялась просьбе друга нет из десятого домаран обещалась ему нет мы долго провожались хотя драда действительно жила в двух шагах от кафе мы договорились в школе вести себя как обычно а вне ее друзьями навек моя любовь длилась недолго в коридоре верхнего этажа на котором учились старшие классы я случайно заметил драду в обнимку со старшаком меня отправили наверх с поручением к учителю опомнившись я трусливо юркнул в кабинет пока меня не заметила одноклассница несколько дней я мучился с сомнениями но не выдержав спросил драду в лоб ты по-прежнему встречаешься с этим дурабаном подруга моя забеспокоилась с чего ты взял руэ насплетничала не поймала тебя в свою коллекцию вот и злиться не руэ я сам все видел а драда вздохнула свободнее а я затаил обиду руэ она боится больше чем меня он следующем году окончит школу уедет то есть я должен подождать я шалил уставился на подругу не верю шам это самый разумный вариант она приняла на себя вид заучки по закону женщина выбирает партнеров а ты драда уже женщина а покраснела ты понимаешь и ру о чем я по закону с 18 отрезал я знаю закон учили тебе 14 и на тебя он не распространяет сам то как набирается жизненного опыта безмятежно улыбалась девочка не только ура коллекция у меня поскромнее зато да ты хуже ее сто раз задыхаясь оборвал драду я не желаю слушать об экземплярах коллекции довольно того что я попал по глупости в нее не распыляйся милая такая мне не нужно я назвал одноклассницу древним ругательством похожим на проклятие драда ответила мне не менее неприличным словом на штрафовали за оскорбление только меня когда ронни спросила я кое-как выцедил словам помолчав мама кивнула девочка значит репетирует свой выход во взрослую жизнь не вздумай подраться из-за этой она назвала мою любовь тем словом за которые со счета ронни сняли деньги на штраф подымешь ее самооценку до небес как там твоя девочка руя кажется она мне не нравится совсем тогда не надо согласилась мама почему они все дуры вырвалась у меня ну видишь ли дура или нет а без них никак это не просчитаешь только закон рассудит поэтому строго по нему обращайся с девками ничего таких у тебя будет полно сейчас правда для тебя это слабое утешение зато ты наверное немножко меня понимаешь да мама не весело улыбнулась глядя на меня я знал что мама имеет в виду ее связь с инопланетным изменила ее он не часто сидела с отсутствующим выражением лица далеко не все контролировала и случавшиеся неприятности заставляли ее чувствовать свою вину я тебя никогда не пойму признался я ты такая разная мама засмеялась от души можно подумать вы мужчины сама простота почему так ты знаешь с ней было легко не стыдно задавать вопросы которые меня интересовали и ты знаешь на истории вам объясняли что первоначально в человеческом обществе первым был мужчина стараясь уравнять шансы мужчин и женщин был принят закон выбирать партнеров женщине и это по-твоему справедливо тысячелетиями на женщин смотрели как на ценный товар случаев в истории не сосчитать долг простить отдай дочь богаче стать ищи невесту с приданным переговоры не клеятся добро пожаловать к женщинам выбирай любую дарю во все века и времена женщинами так или иначе торговали настало время дать возможность почувствовать мужчинам каково было женщина заметь женщины пользуются своим правом но никогда не платят мужчинам за свои шалости и ими не расплачиваются закон задевает только гордость мужчин но это предрассудок надеюсь в этом справедливость закона и равенство между полами он касается только интимных отношений семейного права в остальном же мужчины равны женщинам а кое-где им нет равных а ты ронни зачем ты пользуешься этим правом из отца мама коротко рассмеялась оставь сергея в покое эру тебя ведь интересует суть женского права не то что женщина смеет выбирать по своему усмотрению мужчин насмешливо покосилась на меня мама мне не пришлось отвечать на мой сумрачный взгляд ронни захихикала мы с твоим отцом взрослые люди понимаем чего хотим я тебя сейчас расстрою парень сильнее той девки которая пренебрегла тобой я делаю это ради разрядки для взрослых это самый легкий способ снять стресс в университете напряжение дома никто пятую точку не подымет а силы брать откуда я не хочу выгореть до срока раньше кстати подобное поведение женщин считалось позорным и каралась хотя никогда не истреблялась полностью в наше время оказалось что психическое здоровье важней я не понимаю этого никогда не пойму непримиримо сказал я а ты парень подумай смог бы ты всю жизнь прожить но предположим здрадой не всегда она красавица не вечно в хорошем настроении не сможешь убежишь тренировки учеба работа еще что-нибудь потому что надоедите друг другу если повезет все равно не сможете сидя бок о бок статус не повысишь а в корвы попадать никто не хочет ни у кого не выйдет беда в том что нет гармонии в человеке на редкость мы уродливы баланс с разума и желаний нужно ловить а то и ждать годами не удивлюсь если из всего ты уяснишь всего несколько слов но уж если выглядишь старше своих четырнадцати шевели понемногу мозгами мама помолчала опустив голову гармония это миг а жить хочется вечно и жить хорошо так что горюй парень но имей в виду после восемнадцати трудностей будет больше хотя конечно твоя история поможет тебе поумнеть почему ты никогда не зовешь меня по имени ронни пожалуй плечами ты живой мальчишка имя у тебя искусственное да еще и незаконченное как обрубок станешь старше перестанешь задумываться пустишь все на самотек тогда может она тебе подойдет о чем вы тут говорите в темной темной комнате из своего кабинета появился безупречный сергей о мудрости ответил ронни нет ли в твоем арсенале подходящих строк изволь на мгновение задумался тот и продекламировал все что видим мы видимость только одна далеко от поверхности мира до дна полагай несущественным явное в мире ибо тайная сущность вещей не видна поклонившись тот покинул нас удивительный человек серьезно сказал ронни впервые вижу мужчину который знает мировую поэзию так тонко чувствует ее и не боится свою жизнь связать с ней твой отец парень несмотря на все его недостатки поразителен второго такого нет я слушал ронни которая случайно или нарочно выболтала причину почему она вышла замуж за моего отца полюбить мужчину из-за стихов что может быть глупее но теперь то я знал что полюбить можно из-за любой мелочи как и оттолкнуть как можно любить мужа но спать с другими чужими неужели все женщины таковы я вспомнил объяснение мамы разрядка разве любящая жена не должна доверять все мужу они пачкаться с другими муть какая-то как бы мы с ронни не поговорили я остался при своем у каждого даже самого лучшего человека есть недостатки у моей мамы он такой познай себя поздняя осень сырую и стылую осень я всегда переношу нелегко не укладывается у меня в голове что природа с ее многообразием и жизнелюбием вдруг надолго принимает одни и те же унылые образы но этот октябрь и ноябрь я замечала только когда меня будил говорящий бот доброе утро сегодня такой-то октября я невольно смотрела за окно видела только темноту которую рассекали огни наземных машин и думала и правда уже октябрь или ничего себе ноябрь идет а я только заметила чтобы отметить разницу осенних месяцев я с приходом ноября переоделась в пальто потемнее да в сапожки повыше каких-то температурных перепадов погода давно не приносит ее подчинили настроение впрочем у меня было самое ноябрьское на работе царил застой дома сергей без конца сыпал ироничными советами и классическими стихами об осени и одиночестве стоило ему увидеть меня сын наоборот помалкивал и узнать о его делах в доверительной беседе не представлялось ни повода невозможности на личном ох уж это личное сколько раз я пожалела что остановила в конце сентября взгляд на эльминау формально закончена история в очередную встречу мы все-таки реализовали наше желание выполнив при этом букву закона и помню я уходя тогда была уверена что теперь то все между нами завершилась наше личное дело повторяю повисло и превращалась в интрижку слово то какое а а другого у меня нет кто из нас в этом был виноват я не могла сообразить от долгожданного сближения я не получила удовольствия пожалуй впервые я исполняла долг довольно унизительное чувство надо признать полагаю партнер мой долгожданный тоже не испытал ничего особенного ни одной эмоции я не прочитала на его лице как был нордически спокоен так и остался не скрою меня это задело и все-таки это был итог который позволял нам обоим при случае встречаясь оставаться посторонними или если бы нам хотелось вновь воспользоваться друг другом напомнить мы уже были вместе однажды не хочешь ли составить мне компанию снова в таких связях есть свое преимущество не тратить время на знакомство каждый в паре уже давно оценил партнера и мужчинам нравится что они имеют право первыми сделать предложение женщина только выбирает до сих пор мне хватало одноразовых свиданий и отношения с бывшими партнерами я не поддерживала но то что происходило весь октябрь и начало ноября не укладывалось в рамки статей закона касающихся личных отношений землян на протяжении месяца после заключительного аккорда наших внешних отношений я каждый день а то и несколько раз на дню сталкивалась с ильмом и могу поклясться с обеих сторон это выходило случайно я уже имею представление о нем инопланетному не хватило бы ума так плотно обложить меня но я бегал от него как заяц от охотника путая следы и меняя привычные маршруты это ничуть не мешало мне натыкаться на эльминау когда я уверяла себя что сейчас то я справилась задачей не знаю почему этот факт не стал достоянием общественности возможно как раз потому что наши встречи не замыкались университетским кафе мы налетали друг на друга повсюду на улице в магазинах в случайных местах куда я забредала не знаю что через минуту там окажусь и там где бывало ежедневно всякий раз или или появлялся в поле моего зрения или я нарушала его личное пространство это не были встречи наедине кругом хватало народа и тем эти столкновения имели окраску обыденности а на душу ложились уверенностью нет это все неспроста сперва мы растерянно здоровались перекидывались вопросами ты как здесь ты уже тут и расходились по своим делам потом мы смущенно молчали и торопились разойтись последние дни я откровенно пряталась от него прежде чем выйти куда-нибудь проверяла местность ничего не помогало кто же шутил надо мной я не хочу думать что судьба я современная женщина и суеверия прошлого не для меня стечение дурацких обстоятельств вот и все затяжная случайность все происходящее издергало меня но самое страшное было не это а внезапно пришедшие однажды понимание что я терпя от навязчивости своего бывшего партнера жду его и уже привыкла видеть ежедневно что будет если он перестанет появляться я сейчас объясню вот уже несколько дней я хожу своими привычными тропами где на каждом ходу видела непонятного мужчину только теперь его нигде нет улетел я должна была испытать облегчение и спокойствие мне же было дурно я вела лекции сидела над книгами слушала бесконечные астроумия сергея и молчание эру занималась привычными делами чтобы ненароком не вскочить и не начать бегать по улицам в поисках ильминау никогда не думала что так слабо эта мысль давит сильнее чем опасения что могут понизить социальный статус в вип-клубе роясь в визитках я случайно обнаружила неактивированную карту закрытого клуба все по науке в которой получила доступ в прошлом году благодаря повышенному статусу вертя ее в руках в своем лихорадочном осеннем настроении я решила что закрытый клуб это то что мне сейчас нужно тем более стоит посетить на случай если мне понизит статус и больше не придется там оказаться закрытый клуб в моем обывательском представлении должно быть означало что-то небольшое и роскошно уютное изредка я посещала именно такие когда я приехала по указанному адресу то увидела залитой огнями огромный центр не меньше здания родного университета клуба было не протолкнуться изоляционно не успел я подумать что в своем открытом платье пальто я решила не надевать скоро вспотею дрожавши как уже подходила к дверям клуба и молча протягивала визитку мгновенная активация и передо мной вручную какая прелесть распахнули створы массивных дверей добро пожаловать ронни громко приветствовал меня зычный голос желаем хорошо провести время вы не забудете свой первый визит в наш клуб посмотрим я счастливо вдохнула неуловимо душистый воздух для избранных легко поднялась по высокой беломраморной лестнице невольно держа спину еще прямее чтобы попасть в местами освещенную а больше притененную клубную атмосферу именно такую как я представляла зазывно играла музыка напоминая об одиночестве вдоль стен располагались столики за ними сидели переговаривались люди ни те ни другие не бросались в глаза я слышала лишний громкий шум человеческого говора прибой успокоившегося людского моря и посреди огромного пространства я ослепительным пятном светилась барная стойка к ней я и устремилась для начала ронни позвала меня барменша ставя высокий стакан с коктейлем я удивилась ведь еще не сделала заказ здесь другие правила познай себя сказала барменша это была молодая яркая девчонка с множеством колец на пальцах только этим и занимаюсь буркнула я смущенно кроме меня у стойки находился какой-то тип на редкость безвкусно и крикливо наряженный до моего прихода я видела он разговаривал с барменшей я им помешала когда я подошла тот отвернулся и отошел в сторону вы не поняли ронни улыбнулась девчонка познай себя это наш фирменный коктейль мы угощаем им только в первый визит вы такое еще не пробовали я с предубеждением уставилась на ярко бордовый цвет коктейля такого я точно не пила если не хотите разумеется можете не пить заметила барменша как и везде вы свободны в своем выборе мужчина обернулся ко мне рекомендую очень вкусный и без алкоголя верно он посмотрел на барменшу как вам нравится улыбнулась она ему я узнав по голосу ильма разглядывала его не веря глазам нет это не он испытывая боль я невольно задержала дыхание да нет же он те же холодные голубые глаза медлительные манеры сейчас он узнает меня и подумает что я за ним бегаю незаметно не уйти я сунула в рот трубочку и втянула в себя коктейль ильм скользнул по мне посторонним взглядом вернулся остановил на мне глаза привет сказала я первой улыбаясь изо всех сил хоть в чем-то преимущество здравствуй ну ну ильм ронни или вероника сюда я вошла ронни ты меня зовешь вероникой поставь меня в ложное положение у тебя это отлично выходит я выжидательно вперила в него глаза не собираюсь помогать думай сам тормоз дорогая услышала я а ты дипломат желая усмехнуться поперхнулась закашлялась коктейль познания напоследок застрял в горле приходила я в норму под ритмичное постукивание теплой ладони между моих лопаток не зря же я надела платье под старину из тяжелой ткани ручного производства с голой спиной ну ты и приоделся не выдержав выразил я ему свое недовольство его безвкусным костюмом или в ответ провел ладонью по моей открытой спине я не знала являлась ли это знаком восхищения или ответным неодобрением на мой внешний вид но дискомфорта я не почувствовала все-таки я знаю кого выбирать как ты сюда попал с высока спросила я а это было непросто ведь меня приобняли необычная горячность для моего бывшего партнера похоже на него благотворно влияет обстановка клуба прислали карту интимно ответил голубоглазый без раздумий и я не нашла в нем обычной холодности разве что щеками не соприкасались а ты не тот кто бегает от трудностей съязвила я метну в него дразнящий взгляд проверял ходишь ли ты сюда усмехнулся ильм и от того что тот легко выразил простую эмоцию я впала в ступор ты так следишь за своим положением я был уверен что ты здесь постоянная посетительница который день здесь безвылазно торчу врешь это у меня вырвалось в ответ ильм улыбнулся мне так что я чуть туфли не потеряла как раз собеседник поддержал что-то нынче он не просто горяч огнеопасен я легко рассмеялась своим мыслям и приятным ощущениям музыка одиночество и стекла испарилась безвозвратно зазвучала призывная страстная музыка ильм поддаваясь настроению и мелодии легко завернул меня к себе я положила ему руки на безвкусный костюм и старалась не отрывать от него глаз не каждый день такое чудо увидишь ильменау оказывает знаки внимания вероники не вру вероника ты меня удивила появилась в таком зачетном месте впервые почему-то сегодня я знал что ты придешь что забыла ты здесь дорогая хотела выгулить свое платье в нем нигде больше не появишься и все неужели ты не думала обо мне мы столько не виделись он опять приблизил свое лицо к моему я засмеялась как от шутки думала еще как хотела скрыться здесь от тебя я уже надоел тебе вероника шепнул он мне на ухо я невольно задержала дыхание ты замучил меня ильм я так не могу я чувствовала себя рыбой без воды когда в тесном взаимодействии заставляют меня трезво мыслить и говорить правильные вещи в танце он отклонился от меня стало легче что-то у нас не то ильм он кружил меня вертел я без сопротивления подчинялась и ему и ритму танца и музыки не ожидала что тот умеет танцевать да еще так хорошо ильм прекрасно чувствовал не только ритм но и понимал красоту движений я давно расслабилась и не жалела что пришла в клуб что не то вероника я слышала его слова везде было бы смешно утверждать что у меня подкашивались ноги и кружилась голова с головой у меня всегда все было в порядке и с ногами все в норме иначе как бы мы танцевали что-то тем не менее со мной происходило наверное я незаметно потеряла себя ничего не хотелось не шевелиться не отвечать но ильм снова спросил я тряхнула головой на чистоту так на чистоту все не так ответила не задумываясь как сейчас нереально и несерьезно словно во сне мои слова растаяли в движениях музыки совершенно незнакомых глазах ильма я не могла расшифровать его вопрошающий серьезный взгляд я прикрыла глаза положила свою голову ему на плечо и пустила все на самотек избирательная память эпизод 1 приземление до стыковки с планетой земля осталось 15 минут 10 секунд проинформировала автоматическая система пилотирования сообщение повторялось до тех пор пока я не нажал в ответ кнопку принял продолжайте полет проснувшаяся вероника испуганно закрывалась до плеч простыней какой полет мы что в космосе это чего натворил женщина говорила испуганно и без пауз голос ее панически снижался и повышался но не срывался в крик я ладонью закрыл ей рот так быстрее успокоиться мы уже почти на земле оденься хотел бы я знать где моя-то одежда не прекращая поисков достал из шкафа комплект запасной вероника одной рукой придерживая на себе простыню другой разглаживала свое платье я представил как она в нем при свете дня будет светить перед таможенниками и невольно улыбнулся надень это я протянул ей комплект мужской одежды откуда бы я взял женскую да еще земного кроя время не в обрез нам еще шлюз пройти шлюз таможню чтобы сесть на корабль мы должны были ее пройти обратно та же процедура мы проходили таможню ты уверен голос женщины становился все тише она была потрясена я в страхе отвернулся не начала бы плакать значит она тоже ничего не помнит ну земляне вы ответите за свои шуточки нашла сумочку некогда было паниковать вместо ответа вероника судорожно начала шарить кругом потом подняла сумку с пола показывая позвонить нельзя жалко спросила женщина на земле я понимал ее беспокойство не знаю в котором часу она вышла вчера из дома но сейчас земное время клонилась к полудню ее могли искать я старался успокоиться и разобраться вырубили нас обоих на раз голова не болит а с чего и болеть не было алкоголя ничего не болит отличное самочувствие одно беспокоит чем же нас вчера угостили от известных мне веществ должен быть хотя бы минимальный побочный эффект я с досадой посмотрел на потерявшуюся женщину опять ты проявил инициативу до чего распущены землянки свое право выбора они рассматривают настолько широко что мужчинам приходится забывать о своих правах я боюсь невесомости вспомнила вероника упавшим голосом хотел бы я знать откуда она здесь возьмется буркнул я и не выдержав спросил зачем ты сюда-то нас приволокла я изумилась вероника так что я испугался не тронулась ли она настолько не походила на высокомерную землянку которая не давала мне проходу в ней вообще эмоции были очень яркие но сейчас я ее ошеломил я выдохнула она снова вглядываясь в меня словно пытаясь прочитать мои мысли я сама пришла сюда без тебя не обошлось уверенно заметил я это пожалуй было единственное в чем я не сомневался как раз в ее стиле совершать резкие необдуманные поступки я невольно оглядываясь переспросила вероника пришла на твой корабль не зная какой он и где находится а как я вошла на борт открыла его ногтем покричала и меня впустили где же в это время был ты или я только хотел признаться что совершенно не помню вчерашнего за исключением отрывочных эпизодов могу лишь по явным признакам констатировать случившееся в очередной раз разнузданная землянка активировала свое партнерское право но почему здесь ничего не понимаю я только открыл рот как безостановочно завыли сирены женщина нервно вскочила я перехватил ее и усадил это стыковка крикнул я скоро бот после выключения сирен объявил что полет окончен прилетели эпизод 2 избирательная память женщина не отставая спешила за мной мы договорились что я пойду первым говорить буду тоже я она помалкивать я выдал ей комплект одежды не только потому что он потеплее будет чем ее шикарное платье понимал что в своем наряде вероника сильно отвлечет таможенника а нам надо было по-быстрому пройти контроль увидев ее в мужском невыразительном костюме спортивного типа я только вздохнул ничего не выйдет не знаю как и почему но вероника выглядела в нем исключительно мне не приходило в голову что мужская одежда моей планеты настолько способна украсить землянок мы приблизились к окошечку нам не удивились словно поджидали ваши документы посмотрев офицер таможни вернул их нам ронни ильминау с возвращением как звезды таможенник улыбнулся нам как родным особенно вероники я напрягся без разговора не уйдешь землянка сперва спрятала документы в сумочку потом улыбнулась и мечтательно повторила звезды а ты актриса вероника и тут я вспомнил глядя в лицо таможеннику всплыла картинка будто я видел со стороны обнимаясь и пересмеиваясь мы стояли с вероникой на этом самом месте и подробно объясняли этому офицеру почему нам необходимо именно теперь быть на космическом корабле говорил я а женщина красноречиво дополнял рассказывая о своей мечте ильминау вчера говорил что они совсем другие если от земли чуть-чуть отлететь напомнил таможенник выжидая да да подхватила вероника и я вновь отметил это было ее поспешные ответы вчера здесь я разглагольствовал доказывая а женщина затаенно улыбалась и молчала так это я был зачинщиком авантюры нет не верю я проходил все проверки снова подумала в элитном подозрительном клубе вероника легко поддерживая беседу с таможенником не обращала на меня внимание я был благодарен ей за это воплотили свою мечту посмеивая спросил ее таможенник кивая на меня надеюсь ваше изумительное платье не пострадало мы обязательно посмотрим на звезды вспомнил я слова вероники но сперва я растворю в кислоте твой ужасный костюм да да как только мы пришли на корабль я сам показал ей контейнер с кислотой я сжался не знаю что и думать ясно одно вчера я вел себя будто не я что еще я вспомню молодцы аккурат уложились на прощание сказал офицер сказали максимум до полудня и прибыли в точности остановив автономное такси я посадил назад веронику то сразу начала проверять сообщение набрал на поле название города улицу и цель поездки клуб все по науке когда женщина оторвалась от переписки мы находились на пол дороги вероники хотелось поскорее оказаться дома но я возразил предлагаю узнать пока не поздно что подмешивают в клубе в коктейль алкоголя в нем не было знать что то другое посильнее что ты помнишь мы танцевали в клубе танцевали еще как и опять трудно тебя заподозрить в распущенности я почувствовал себя в ловушке в которую сам себя загнал скоро выясним что на меня нашло нас и здесь словно ждали ничуть не удивились нашему визиту клуб был не клуб никаких огней реклам вывесок с виду скучный научный центр ильминау иронии возгласил тот же голос без человека что и накануне у вас жалоба понимающий подошла к нам девушка в белом халате сюда мы оба прошли медицинский осмотр у нас взяли на анализ кровь проверили работу жизненно важных органов и только после этого провели в кабинет где нас ждал мужчина в халате у вас обоих все в норме подытожил мужчина ознакомившись с результатами осмотра на что вы жалуетесь на состояние памяти кроме вашего коктейля мы ничего не пили озвучьте нам состав вашего фирменного напитка это наша тайна могу сказать что все составляющие подобраны по последнему слову науки это обычный тонизирующий напиток в нем только натуральные растительные компоненты сильно действующие молодой человек в вашей крови нет никаких онородных веществ и у вас ронит тоже тогда это непонятно видите ли вы не первые кто приходится своим непониманием если вы готовы слушать то я объясню мы с вероникой настроились слушать наш клуб задуман местом отдыха для человека мы знаем как добиться успеха славы быстроты задуманного воплощение идей но совершенно забыли о себе то что вы почувствовали вчера здесь и есть цель нашего клуба я рад что вы пришли и рассказали о том сотрудник клуба был серьезен вы почувствовали себя просто людьми я прав вам хотелось элементарного поговорить посидеть потанцевать принесите записи крикнула в микрофон экран включился и я увидел как вхожу в клуб позже вероника наш танец я торопел от собственной раскованности даже развязности не женщина проявляла инициативу совсем не она вероника только танцевала вот мое поведение тянуло на статью земного закона если бы ты была первая наша встреча после танца мы обнявшись ушли из клуба это отлично было видно на записи уличные камеры сняли как мы садились в такси вот видите вновь заговорил мужчина в халате проведенное время у нас чуть больше получаса вам не хватало в своей жизни интимного разговора и танца в хорошем месте под хорошую музыку у нас все по науке определенная на расправил плечи хвоя свобода развлечения я не гожусь для такого засти целого не выполнить да да как только мы пришли на корабль я сам показал ей контейнер с кислотой я сжался не знаю что память выключение от полноты ощущения редко но бывает у вас такое впервые да если не секрет что вы натворили научный интерес я поведал сухо что мы очутились на борту космического корабля с которого будто бы любовали звездами ученый от души рассмеялся и спросил звездами то любовались я подтвердил но заметил что память почему-то выдает все задним числом сотрудник клуба посмотрел на меня с завистью знаете кто-то из наших постоянных клиентов уверяет что наша атмосфера затрагивает древние инстинкты говорят много веков назад люди были до неприличия чувствительны и романтичны упивались сексуальной энергетикой и очень высоко ее ставили особенно женскую представляете ценили ее больше разума вы нормальные люди конечно не могли себя так вести да кто знает что выкинет генетическая память торможение памяти думаю связано с тем что вчера вероятно вы оба вели себя нетипично и мозг защитился мы же всего лишь танцевали насмешливо напомнила вероника на ученый не согласился роли и мы с вероникой переглянулись понимая вчера у вас были нетипичные для вас роли у обоих я увидел что вероника встала больше ничего не выяснить вы настаиваете что никаких веществ не использовали на прощание уточнил я когда женщина выскользнула из кабинета врач пожал плечами если хотите пройдите осмотр в любой клинике потеряете время и деньги мы не уничтожаем свою клиентуру вы ищите не там иль минау ваша спутница посильнее будет любого бодрящего средства вам повезло что она выбрала вас я ловил автономное такси но на всех горела табличка занята вероника безучастно стояла рядом ее настроение менялась как погода в кабинете она жила на улице снова сникла знаешь фильм вдруг негромко сказала она не меня будто не ко мне обращалась хорошо что мы были у тебя на корабле а не в номерах клуба я тебе очень благодарна если бы он еще кроме танцев показал запись где мы я провел ладонью по ее щеке беспокойная ты вероника непоследовательная с чего бы тебя начали волновать такие мелочи сперва сделаешь потом мысленно я себя одернул виноват то я но это только в этот раз а до того кто настаивал на тесном контакте кто мне проходу не давал кто потом исчез и избегал меня а если бы ты знала как меня бесила твоя уверенность своем праве это при том что я приехал с определенной целью не так уж удивительно произошедшая потому что несколько недель подряд я был занят только тем как тебя залучить в камерной обстановке чтобы у тебя не было возможности отвлечься на свой статус достижение чтобы ты посмотрела только на себя и ужаснулась я хотел чтобы ты знала о себе ты всего лишь красивая заносчивая тщеславная землянка воображавшая о себе как о чуде света ты говоришь любви с университетской кафедры но ты не знаешь ее ты жалко в своем высокомерии не достойно называться человеком вот что я хотел чтобы ты поняла себе именно так я мысленно аттестовал тебя в продолжение всего нашего знакомства вчера все изменилось врач прав мы поменялись ролями хорошо я поменял их но из-за тебя вероника я прекрасно помню что ты можешь быть другой и я уже совершенно ничего не понимаю потому что ты запутала меня окончательно я смотрел на бледное лицо и с ужасом ловил себя на мысли что вероника мне не чужая что дома нашли спросила я поглубже пряча нездоровые мысли женщина невесело вздохнула муж своими рукописями занят сын с компанией привыкли что днем меня дома не бывает обычно правда я ночую за улыбкой она скрыла неловкость за вчерашнее ничего приеду муж увидит меня в твоей одежде посмеется зайди в магазин и переоденься посоветовал я в душе задеты и частым упоминанием о муже и возможными насмешками над вероникой наконец-то подъехала пустое такси не подходи ко мне больше целую меня в щеку попросила женщина отказ и поцелуй для меня были вещи взаимоисключающие а вероника совместила их без проблем уверен следующий раз ты прицепишься ко мне пошутил я на прощание женщина из машины улыбнулась мне понимая шутку такси мелькнуло среди других я вздохнул словно рабочий день закончил расправил плечи хватит с меня древних инстинктов я не гожусь для такого задания мне его не выполнить ожившая реконструкция начался умеренно снежный декабрь я вновь произвела смену гардероба кутаясь от ветра высоко поднятый шалевый воротник зимнего короткого пальто я не считала сколько дней или недель прошло с момента расставания с туристом с далекой планеты имевшим для меня свойство магнита я не думала что мы больше не увидимся как не загадывала и противоположного не знаю хотела ли я его видеть но последние его слова забыть не могла я как замерзшая дула теплым дыханием на его реплику следующий раз ты ко мне прицепишься и каждый раз в словах выпукло проступала то прицепишься то в следующий раз то интимное ты я то обижалась на грубость я не репей все же или затаенно улыбалась на обещание но потом всегда все словно пропадало под слоем иния и я оставалась наедине со студентами эру сергеем последнего было не унять тот близко к сердцу принял мое увлечение и на все лады поддерживал меня поэтически бежит изменница любовь светильник дней моих бледнеет его дыхание не согреет мою холодеющую кровь выразительно декламировал муж насмешливо улыбаясь мне и становилось неприятно от того что сергей так точно с помощью чужих стихов передал мое состояние что я перед ним как на ладони и не спрятаться от пирасы бесполезно приходилось отмалчиваться или вступать в поэтическую перепалку луна или утренний снег любуюсь прекрасным я жил как хотел вот так и кончаю год взгляни на эту зыбь на эти стены ты стал другим они же неизменны без напора продолжал муж просмаковав мой ответ живи для радости для дружбы для любви вовремя вспомнила я любимая цветок нашел скорей сорви я легковерен был надежды наслаждения меня с улыбкой манили в темную даль я встретить радость мнил нашел одну печаль и сердцу милое исчезло заблуждение но для чего грустить мой друг еще со мной мигом перестроился сергей ответив строками стихотворения того же поэта поэзия была его коньком муж утешался ею с первой нашей встречи тоскуя по умершей жене я признавала превосходство мужчины в знании мировой поэзии но вот уже которую неделю она лилась на мою голову беспощадным ливнем укоряя меня в том что я свое увлечение не смогла оставить за порогом нашего дома как делала всегда то есть мой муж уличал меня в измене человек за которого я вышла замуж по договору не любил меня мы никогда не делили одну постель даже случайно но который считал что имеет право бесконечное количество раз указывать мне на мой проступок в боевом настроении я поэтически отбрехивалась в уставшем состоянии отмалчивалась сын смотрел на нас во время поэтических выпадов с сомнением и однажды выдал печально я смотрю на ваше поколение я засмеялась что еще я могла сделать во всяком случае эру полезно знакомство с древней классикой где еще он ее услышит в живую сегодня был четверг то есть очередная реконструкция появившись по нужному адресу я поскорее сняла пальто и шапку и потирая зазябшие руки окунулась в атмосферу приготовлений встречи с прошлым наладили небольшое освещение последний штрих и знакомое предупреждение начали заставило превратиться в зрение и слух небольшое помещение где за столиками пьют едят а между посетителями снуют официанты и официантки слышен небольшой гул смешки звон посуды и шарканье ног извините где я могу найти преподавателя ронни в центре живой картины прошлого появился ильм и все кругом стали прежними поспешно засобирались и гурьбой вышли таково наше неписанное правило если реконструкции помешали или сразу не заладилось не начинать снова все равно не выйдет толку следующий раз я быстро осталась одна непрошенному гостю не пришлось меня разыскивать я помешал ильм растерянно оглядывался на наше одиночество помешал согласилась я подходя мне сказали что ты здесь кто сказал не помню я позвонил тебе на работу мне сказали чтобы я искал тебя здесь нашел подытожила я я не сердилась и не чувствовала раздражения но не было и радости от встречи что-то я будто выжидала это что пианино удивился мужчина настоящие я кивнула каково же было мое изумление когда ильм открыл осторожно крышку и заиграл это были аккорды вступление к песне старой забытой но я знала слова учила их пару лет назад ильм запел по-домашнему не стараясь бодро и уверенно как пели люди прошлого и атмосфера словно произошла реконструкция изменилась я стояла рядом и не заметила как стала подпевать чувствуя что пою не только я а все мое существо ильм стал понятен и ближе всех я выпала из современной жизни но не одна а с ильмом и это была лучшая новость с того декабрьского четверга прекратились недоразумения мы встречались ежедневно вечером я уходила домой чтобы позаботиться о мужа и сыне а также о завтрашнем рабочем дне со стихами прошлого которые извергались с уст моего мужа было покончено при первой попытке стихотворно меня уколоть я ушла в свою комнату хлопнув дверью сергей меня понял хозяйка оставалась главной в доме он замолчал но это было не прежнее молчание я поняла это но не придала значения все было неважно кроме одного только она имела цену и измерялась не в деньгах или статусе нежданно-негаданно ко мне пришло счастье у нас на планете редко случались осадки состав атмосферы неземной периодически появлялась влажная все на земле дождь ветер снег туман и не имели масштаб катастрофические я стал вспоминать древние легенды о потопах ураганах и перестал их воспринимать большим преувеличением оказывается такое вполне возможно если дождь это безостановочный ливень и на твоих глазах все вокруг мокнет и наполняется водой ветер не всегда имеет единственное и постоянное направление туман живой мираж появлявшийся в современной жизни и исчезавший когда ему того хотелось сколько раз я был на земле но только сейчас обратил на земные осадки внимание все из-за безделия будь я занят чем-то серьезным мне бы не пришло на ум восхищаться или опасаться природных явлений впрочем я цеплялся за все что угодно лишь бы не возвращаться мыслью к веронике не подходи ко мне больше попросила она да и не собирался мысленно ответил я наконец-то я освободился от нее назойливее землянки не встречал на своем пути и притягательнее это я почувствовал через несколько дней мне явно чего то не хватало неужели нездоровых поисков тех местах где вероника может оказаться память моя которая однажды дала странный сбой пошутила надо мной наоборот теперь я вспоминал в мельчайших подробностях все наши встречи от самой бестолковой невнятной до продуктивной с вероникой я чувствовал себя уязвимым никогда не знаю что выкинет это землянка в ее глазах я часто читал насмешку и высокомерие мне этого не хватает нет так я задание не выполню вдали от женщины я остыл и передумал сообщать о невозможности требуемого не прервал командировку посылали меня с миссии должен выполнить значит хочешь не хочешь иди на контакт с вероникой на расстоянии я не способен разбудить в ней любовь можно подумать в тесном общении в состоянии неужели необходимо было меня посылать с такой миссии в который раз я клял себя что поддался уговором выйдя на улицу с определенной целью я потерялся с бессветного неба валил будто сверху кто-то большими горстями резко кидал снег много чего я повидал а такое пропустил огромные хлопья и эта вода кружились по собственной извилистой траектории не спеша падать не удивлюсь если они замирали или держались на весу такой плотный снегопад шел не видно было города не слышно людей и уличного движения я был один на один с необыкновенными осадками которые шли стеной и острее прежнего заставили меня ощутить собственное несовершенство и одиночество сколько я стоял в растерянности не знаю вполне достаточно чтобы начать действовать из кафе позвонил в университет где мне сообщили что сегодня ронни не будет она оставила адрес на случай если вне окажется нужда из-за непрекращавшегося снега воздушные такси отдыхали автономное было не достать пришлось преодолевать расстояние старинным способом пешком все словно попрятались я во всяком случае никого не встретил разгуливая в первой половине дня хорошо хоть навигатор работал нашел адрес сразу в последний раз мы виделись с вероникой в престижном закрытом клубе теперь же я вошел в дом явно ниже среднего земного уровня увидев людей поздоровался и спросил о женщине окружающие молча начали уходить оставшаяся вероника подошла мы заговорили ни о чем не трудно и коротко но слова наши пытались приобрести значение с первого взгляда я увидел что женщина опять изменилась бывает ли она когда-нибудь сама собой при нашем знакомстве вероника была гордой дамой потом вечно спешивший горожанкой в клубе ослепительной красоткой а нынче я нашел ее в небрежном рабочем виде который ей подходил не меньше формального или вечернего волосы собранные в копну на макушке невыразительный костюм вроде того который я подарил ей после космического звездного нашего вояжа отсутствующее выражение лица но я все равно видел в ней веронику и тянулся к ней мне повезло я нашел подспорье старого знакомого пианино в нашем дуэте притяжение стало осязаемым закончив лирический эпизод мы заперли помещение и пошли под снег который все так же неустанно валил сверху одевшись для улицы вероника вновь стала дамой короткое пальто по фигуре голова замотана в платок но подвело меня не это нисколько не пугаясь природного катаклизма вероника скрыла за стеной снегопада и я уверенный в тот миг что она в самом деле исчезнет схватил ее за руку и потянул к себе помню как медленно обернулась ко мне женщина какое у нее было выражение лица в следующее мгновение мне было все равно я устал думать ушел в ощущение оторвавшись от вероники на мгновение я сдвинул платок с ее головы чтобы видеть растрепанные волосы на них ее плечи щеки ресницы падал прекрасный и проклятый снег мгновение не служебный разговор окончание календарного года и начало следующего как всегда принесли шумные выходные ильм улетел за два дня до нового года так поспешно словно боялся что останется на земле из-за переполненных шлюзов когда я заикнулась было предстоящих праздниках инопланетный лишь пожал плечами командировка и стекла дома заждались пора в путь я не стала настаивать и упрашивать смотрела как на моих глазах ильм пропадал мыслями надеждами был уже не со мной я ушла как обычно только не напомнила как всегда делала увидимся завтра ильм в последние рабочие дни года всегда дел не в проворот вот и я в день отъезда дружка вела семинары со студентами перепроверяла отчетность перед сдачей присутствовала на бесконечной итоговой планерке коллектива нет я не хотела его проводить к чему я знала чем все закончится сколько раз мы в шутку или насмешку затрагивали тему увидимся когда-нибудь от моей планеты до земли добираться неполных три месяца заметил космический турист давая понять что не налетаешься овчинка выделки не стоит это если верно выстроить маршрут если он считал моим недостатком любовь поговорить уверял что я и во сне с кем-то разговариваю то меня морально убивали его отношения с космосом когда им говорила космических перелетах у меня складывалось впечатление что это все равно как мне пользоваться такси в земной жизни космос не был для него тайной угрозой чем-то непонятным главное не попасть в пробку бурчала я насупившись космос это не мое на него я предпочитаю любоваться стоя на твердой земной почве или читать в книгах видеть на картинах но не в живую то что мы однажды с ильмом проснулись на космическом корабле который летел до сих пор для меня самое страшное воспоминание моей жизни я приземленный человек по колено ты права вероника улыбался ильм в космосе такие же дороги повороты топики и обходы только их нужно разглядеть и изучить а сколько ям этот космический бродяга он сам выдал себя некоторыми словами на земле оказался с туристической командировкой я сперва поправила с туристической целью но ильм сердито настаивал даже электронные документы показал так именно и было написано в них туристическая командировка да уж и на таможне пропустили инопланетный объяснил цель своего визита на землю поскольку он не впервые на нашей планете его отправили посетить значимые достопримечательности земли ради просвещения людей их планеты не знаю что ему удалось лично увидеть бегая за мной подозреваю что тот воспользовался открытыми источниками я не замечала чтобы он хоть чем-то интересовался то ли дело космос горжусь собой мне удалось связаться с космическим путешественником пиратом авантюристом по виду и не скажешь педантичный молчаливый еле заметно стал на землянина то походить а то движения были как у робота до эмоций не достучишься когда ильм порывался представить находила порой и на него как появится на земле в следующий раз я неприятно усмехалась ты будешь неудел я ждать у моря погоды не стану до последнего я ждала от инопланетного прощального жеста звонка пустого сувенира слов не ждала тут не мостах был на них предпочитал действие но и тут тормозил не было ничего такого бестолковый и тугодобный любимый мой позволил считать наши отношения временно прерванными и не успел его космический корабль выйти из атмосферы земли как в моей душе поселилась надежда странная и неразумная что ильм обязательно вернется эта мысль позволяла мне улыбаться как прежде быть уверенной и не теряться когда глушительная праздничная музыка по случаю вхождения человечества в очередной год умолкла а огни отсветили свое знакомые и незнакомые понемногу рассеялись вокруг меня я с усилием окунулась в работу на третьей лекции я разглядела среди присутствующих слушателей легендарную личность кризисного психолога лару одной из великих женщин нашего времени чей талант и карьера находились прямой зависимости друг от друга а итогом являлся неизменно высокий статус я всегда восхищалась ею но лично никогда не встречалась и вдруг та которая являлась для меня образцом все мои сознательные годы тихонечко пробралась в аудиторию и слушает мои речи лара прекрасно выглядела в этом я тоже равнялась на нее но меня поразило что она почти моя ровесница я была уверена что она солидного возраста столько достижений встретившись со мной глазами она незаметно кивнула и отвела их после лекции удивительный человек терпеливо ждал пока меня не закончит осаждать вопросами любопытствующие студенты когда мы остались одни лара подошла ко мне получила огромное удовольствие спасибо сказала она пресекая мои словословия по поводу ее неожиданного для меня появления у меня к вам разговор ронни служебный вот так новость нас могут связывать дела неужели мы коллеги я почувствовала как мой статус взлетел до небес я молча привела лару в кабинет здесь удобнее вести разговоры пригласив сесть примастилась неподалеку меня нанял ваш университет пояснила психолог с именем поговорить с вами со мной я не поверила зачем руководству такие траты гонорары лары были космическими не только с вами и с другими я стала подозревать неприятности внутреннее расследование я слушаю вас лара сказала я пряча глаза женщина помедлила больше для проформы чем по необходимости кафедру не современной литературы намерены закрыть вот как я мигом проснулась и сменила позу с расслабленной на боевую лара улыбнулась глазами моей реакции я спохватилась и более спокойный вид на следующий год финансирование не предполагается мягко сообщила лара помолчав будто мы не сокращение говорим о погоде робот лектор хмуро кивнула я понимая еще в том году шептались что он бедняга стоит без дела я невольно посмотрела на высокого класса психолога иначе ей значит на баснословный гонорар на скребли а нескольким преподавателям на невеликую зарплату я уже поговорила с другими думаю они рады как и я услышать что совет университета игнорирует очевидные факты и достижения нашей кафедры лара тонко улыбнулась ваши коллеги расстроены но восприняли новость как неприятную данность все к тому и шло не то что вы мне были неприятные откровенные реверансы я понимала что лара старается меня успокоить они разговаривать как с равной куда мне до нее я почти сокращена просто они лучше воспитаны лара уверяю для них это удар вы вероятно ждете что я сильно выскажусь о начальстве я выпрямилась не давая ей возможности подозревать во мне неудачницу можете передать мое мнение если оно им важно что это как минимум недальновидно наши кафедры перспективно если не сказать больше прони вам предлагали место на кафедре не у литературы верно сколько раз меня на нее сладали если сократят вашу кафедру вы без места не останетесь мне хватило одной лекции чтобы понять ваш уровень вас ценят не сомневайтесь что вас здесь может держать не хочу быть посредственностью я сказала это тихо как признание мне было не до высокомерия дело в статусе уточнила лара а я невольно удивилась узости ее мысли ничего себе великий кризисный психолог простого не понимает не ожидала невысокого мнения большая величина о людях куда уж нам до ее статуса я ознакомилась с вашим личным делом уже и до этого дошло вообще-то не имеют права без моего согласия копаться я служебные обязанности не нарушала послушала людей лара говорила задумчиво а я думала улетел ильм и начинаются неприятности вам нечего опасаться ронни услышала я вы умеете принимать решения всегда добиваетесь своего я намерена настаивать на сохранение нашей кафедры можете передать это совета университета не сомневаюсь вы умеете обрабатывать мужчин улыбнулась лара то же самое я подумала о ней кое в чем мы похожи ронни она опасна мелькнула у меня начала работе и плавно перешла на личное служебный разговор извините продолжала психолог но у всех в памяти ваши любовные приключения теперь-то я думаю все в порядке в полном лара усмехнулась я он улетел я беременна а вы сообщаете мне что на следующий год я останусь без места не кажется ли вам что подобное заслуживает более эмоциональной оценки чем ваше корректное все в порядке в ответ моя собеседница продемонстрировала свою эмоциональную оценку на высказанное мной залилась смехом я не выдам вашу личную информацию иронии а вас благодарю за доверие не только глаза а вся женщина улыбалась от волос до обуви вы восхищаете меня чувством юмора и им тоже скажите лара а у вашего восхищения есть свои причины она не смутилась разумеется ронни я очень признательна вам раз уж мы заговорили доверительно признаюсь я тетя руя я растерянно смотрела на женщину тут а знакомая ваш сын и ру ее одноклассник подсказала лара руя да да промямлила я не в состоянии найти связь между ее племянницей и мной пряча глаза женщина заговорила девочка воспитана лидером я развивала в ней эту социальную модель познакомившись с вами ронни я не могу взять в толк почему ваш сын пренебрег роя и выбрал мнимую тихоню драду в личную жизнь сына я не лезу почему иначе мужчину не воспитаешь торговать сыном я не намерена даже за место на собственной кафедре извините лара этот аспект в мой отчет не войдет качнула головой психолог с именем я не могу найти разумного объяснения подростки следуют моделям которые у них перед глазами ваш сын любит вас вы и моя племянница действуете по одной и той же модели почему же девочку он воспринимает негативно не знаю чем вам помочь любовь подростка довольно непостоянная величина не стоит преувеличивать мое влияние на сына всегда существует опасность что все пойдет не по задуманному я вас не понимаю ронни без перехода психолог вновь взялась за меня на вашем месте я бы сделала все не так как же женщина недолго думала я бы бросила вашего никчемного мужа и вышла замуж за инопланетного удачным замужеством повысив свой статус а беременностью и рождением ребенка закрепив я не могу так сделать почему на меня посмотрели как на моху под стеклом это не по мне тщедушно очень в рамках закона нет это не вариант не современная литература научила вас так смотреть на вещи и искать свои варианты не знаю может быть разве вы не знаете ронни что литература любая всего лишь человеческая выдумка настоящая человеческая выдумка живая поправила я лару как реконструкции как любовь разговор не служебный непонятный оборвался кивнув мне кризис психолог направилась к дверям там она остановилась но он же вернется и что тогда чего вы взяли что вернется нервно откликнулась я статистика пояснила женщина землянки самые привлекательные особи во всей галактике спасибо лара мне словно не хватало поддержки постороннего человека там ахнула рукой оставь своей нелепой откровенностью я подписала приговор кафедре несовременной литературы но это уже было неважно робот моего счастья эпизод 1 необыкновенный случай неслыханное дело произошло у паров так мы презрительно называли знать нашего общества между собой отец неоднократно бил своего 14-летнего сына до синяков и тот молчала по боях мать случайно обратила внимание на синеву на коже сына и подумала на школу там оскорбились как вы можете так думать и обратились к нам в полицию мать тоже вызвала нас под ее нажимом признался и муж в том что подымал руку на ребенка и мальчишка в том что терпел как-то не по-пацански ответил он не смутившись на вопрос матери почему тот не пожаловался ей мы оформили протокол арестовали сергея так звали задержанного худощавый с бородкой нейтральные черты лица ручки нетрудовые белые культурный в словах и тщательно одеты как все они пары и привезли к нам на утро пришло сообщение от его жены та развелась ним не желая иметь ничего общего с преступником этого следовало ожидать пары всегда думаю только о себе и легко расстаются с людьми которые оступились или попали в неприятность в соответствии с законом мы поставили в известность сергея как только получили от пары известия в камере размером со спичный коробок он ссутулился и был не в себе еще бы это не просторные светлые квартиры паров первая ночь в камере всех впечатляет выслушав нас задержанный не проронил ни слова и мы ушли напомнив что сегодня после обеда вызовем его для беседы само собой мы сразу после его ареста строили предположение о мотивах противозаконного поведения злоупотребил альминау усмехнулся дерк он всегда делал поспешные выводы диркачев от таблетки расслабона не агрессия и хитно напомнил кавров бедненькие пары треплют свои нежные нервы поэтому и ищут успокоение с помощью витамина дегенераты что тогда спросил я голова отказывалась работать не укладывалось в ней что цивилизованные пары могут вести себя подобным образом телесные наказания это какой век сорваться на оскорбление очень плохая статья а тут домашнее насилие звучит как-то несовременно на память и не назову номер статьи срыв предположил элементарная коллега на работе в социуме в семье жену его видал блестящая выскочка с ней постоять уже за счастье а он старший голос тихий никакой мускулатуры на которую падки женщины так он ты с ней не только рядом стоял возразил я не пары ему это пары неужели не видишь с усмешкой смотрел на меня кавров отцыпись ты от нет подал голос дерк он кроме нашей прекрасной эммы не видит никого и уроды начали тему развивать я промолчал что взять ты с дурачья понимая что им самим нравится новый секретарь нашего шефа прежний не справился с обилием информационного потока и досрочно покинул нас энергичная блондиночка с мягкими женственными формами и лучистыми глазами всех привлекала ее появление в нашем гадюшнике было сродни чуду женщину взяли с испытательным сроком но как-то он свелся к нескольким дням пара и секретарь заняла не такое уж вольготное место единственная девушка в нашем отделе да еще пара заглядывались на нее все но почему-то меня выбрали в безоговорочные воздыхатели красавица хоть я кроме здравствуйте и до свидания ничего ей не говорил я не сомневался пара м выберет себе достойного пара с коровом путаться не станет невыгодно мы все имеющие не только имена но и фамилии настоящие коренные корвы и гордимся этим то что мы работаем в полиции они на стройке или вывозе мусора закономерная случайность пары толком не размножаются их женщины почти не рожают боясь потерять уровень и цветущий вид клонирование которое в прошлом столетии было панацеей для них те отвергли нарушалась их исключительность даже суррогатное материнство им часто не по силам увлечение витаминами особенно дорогостоящий мальменау у каждого третьего а его употребление не бесследно вот и получается что не только за физической силой но и за умом обращаются корвом они здоровы стойки и выносливы а еще не капризны и неприхотливы дергачев кавров я учились после обязательного минимального образования не потому что очень хотели стать парами а потому что анонимная интеллектуальная система выбрала нас в числе прочих и определила наше место тоже грязь но интеллектуальная охрана законности то есть защита паров потому что корвы предоставлены сами себе и от общества ничего не привыкли просить кормят себя и остальных мы стали непростыми корвами помню как мама обрадовалась узнав о результате выданным анонимной интеллектуальной системой но никогда не станем парами узнать и только именно часто вымышленные так они подчеркивают что являются штучным товаром коротенькое имя секретарша наш отдел узнал наизусть иммануил не поехал потому что занят с усмешкой спросил дерк я не стал отвечать второй дознаватель никогда не опускался до корвов работал один кавров мастер заковыристо выразиться отпустил в адрес чистоплюя замысловатое ругательство иммануил нас в упор не видел мы в ответ демонстративно и громогласно обсуждали его стараясь напомнить что он наш где бы не работать с улыбкой из рук дерк лишь бы ручки не замарать отличительная черта всех паров что ж оставим ему самую законную часть пусть познакомит арестованного с предвариловкой в нашем отделе а может и во всем ведомстве был только один пар который пользовался нашим плебейским уважением штатный медик эрс настоящий псих которому плевать было на наше уважение на все плевать кроме медицины в его присутствии мы забывали что тот пар да и в отсутствие не больно то вспоминали хоть тот был чистокровный не обманешься на всех включая начальство смотрел свысока говорил только тогда когда ему было что сказать в остальных случаях был сам в себе ни на конфликты ни на подначивание не велся никто не знал что рассмешит его а что разозлит псих мы мечтали быть как он психами то есть знать свою сферу как эрс свою слава о нем не шла а мчалась впереди него сколько раз ему делали заманчивые предложения повышения престижной работы тот лишь презрительно молчал в ответ паром моего не величали даже между собой хорошо что во время допроса задержанного пара приперся дерк забежал денег занять а за ним кавров договориться о подмене дежурства иначе бы от меня мокрое место осталось браслет который мог замигать предупреждая об опасности со стороны заключенного был им сломан второй дознаватель как и я занят беседой и внезапной агрессии никто из нас не ждал мы мило разговаривали пока на нейтральном вопросе эмануила что вам известно об интересах вашей жены разъяренный парни вскочил и демонстративно не показал как с его запястья пластиковыми осколками сыплется браслет взрывев эльминау убью пар сергей швырнул в меня протокол и начал стучать кулаком по столу по массивному металлическому столу своим сухим кулачком и оставлял в нем вмятины второй дознаватель наш герой пар эмануил немежко я нажал тревожную кнопку и забился в дальний угол помещения кавров никогда не ходивший пустой пригрозил оружием но задержанный рассверепел еще больше и без боязни пошел на него тому оставалось выстрелить мы ожидали с тоской что агрессивный пар начнет исходить кровью и биться в агонии у каврова иначе не бывает но знатный как ни в чем небывало остался невредим и по-прежнему яростен под его рычание эльминау убью кавров разрядил в него оставшиеся разрывные патроны а тому ничего следов даже нет открылась стеклянная дверь рассыпались люди из охраны стали стрелять звуковым оружием окружив опасный объект нет толку дерк и я с двух сторон пошли в рукопашную но сухой на вид интеллигент в ответ осыпал нас ударами заставляя отступать дерку знатно влетела хоть мы работали в паре соперник признал его главным я отвлекал заключенный не наступал только отражал натиск но был опасен вот тогда ты влетела в щель стеклянной двери эмма и сунула мне в руки топор скорый у каврова появился в руках лом с двух сторон мы приступили к агрессивному первоначально наши удары успеха не имели только когда отвалилась часть плеча у безоружного и вместо крови и костей мы увидели провода и микросхемы мы с кавровым озверели и выместили на паре всю ненависть ковров к роботам только разломав его на несколько частей мы остановились за стеклянными стенами работники ведомства глазели на невиданное зрелище допрос пара вылился в убийство робота мы с кавровым отирали пот и еле дышали у меня в голове все смешалось пар арестованный за насилие робот требующий витамин для забвения что это как это понимать подошла эмма молча забрала из моих рук топор и отнесла через коридор в музей затем осмотрел нас с кавровым эрс отправил к начальству сам остался наедине с останками расчлененного пара хоть что-то ясно эпизод 2 самый странный день на следующий день странности не пропали а увеличились как требует процесс ведения дела я вызвал бывшую жену пара сергея то есть убитого робота для дачи свидетельских показаний у нас к вам несколько вопросов ронни вставая на приход молодой женщины произнес я после сухого приветствия обычная с виду землянка я навел о ней справки еще вчера успешная карьеристка замужем два года и сын ей пасынок преподаватель университета отзывы не просто положительные восторженные мужчины их хватает в ее жизни то что она красиво видно и без светодиодов пока она ждала меня в секретарской вокруг нее велись мужчины а когда пришел я хмурая эмма в мою сторону не смотрела вероника поправила женщина вот мои документы деньги некуда девать поменяла имя документы в этом все пары развелась с мужем переименовалась что бы ни случилось главное подать себя в выгодном свете ни одно пятно не ляжет на репутацию приличной пары вероника держится напряженно но отвечает уверенно без запинки знает что снимают и возможно смотрит дело-то повернулось другой стороной все серьезнее и серьезней прошу прощения вероника вы понимаете что случившееся происшествие заставляет вас беспокоить я все отлично понимаю следователь нетин по коже волной прошло удовольствие не каждая пара так мелодично произносила мое имя готовы понести заслуженное наказание за ненадлежащее исполнение родительской обязанности наш отлаженный деловой диалог на секунду я выжидал сейчас я тебя удивлю вероника проверим знала ли ты о том если бы не эмма я бы до утра ломал голову над этим вопросом а так начал думать только по приходе на работу не додумался склонялся к тому что не знает очень робот выглядел человечно не заподозришь машину мы тогда били с ним не чувствовали народных материалов человек только вместо костей и крови другая начинка с другой стороны сомневался два года жила и не знала а если знала в чем здесь смысл жить с роботом зачем ему карьера деньги положения тот кстати к ним не рвался работенка у него была не пыльная но малооплачиваемая библиотекарь если бы не жена карьеристка наверняка понизили бы статус если тот был шпион то выбрал объект не очень удачно какие связи могут быть у преподавателей кафедры несовременной литературы с власть придержащими это не финансы не космическое управление боюсь вероника все куда сложнее дело о домашнем насилии со стороны вашего бывшего мужа переквалифицирована в дело о космическом терроризме я сегодня передаю его в отдел межгалактических расследований ждите от следователя повестку я поймал недоуменный женский взгляд как же законы знает на зубок и перестал тянуть ваш бывший муж обвиненный в недопустимом отношении к своему пасынку извините вероника но в рамках закона и для ясности я вынужден употребить это слово на допросе вел себя в высшей степени агрессивно и при попытке нападения на сотрудников полиции был убит как нервно вскрикнула женщина убит ожидаемая реакция но неясная знает или нет это было нелегко огнестрельное оружие его не брало на мои слова у женщины округлились глаза я надеялся что она поражена событием а не подробностью что мы все еще пользуемся огнестрелом думаю это делается не потому что экономят на корвах а потому что побаиваются давать нам современное оружие звуковое не помогло счастье наше располагается музей рядом воспользовались экспонатами противозаконных средств прошлого топором и ломом снесли голову вместо крови рекой микросхемы и проводки мы послали первичный запрос на земле нет похожей технологии материалы из которых выпав уже что жена любит цитировать великих красавица приосанилась Эмма Неттин самая сообразительная женщина нашего отдела с гордостью ответила Эмма и самая счастливая тот начал крыть девятиэтажным с вывертом всех от наших предков до настоящего начальства серьезное дело робот не нападал только отбивался а если бы проявил инициативу активировал лазер и изменил звуковую частоту да мало ли что а мы с огнестрельным оружием да с кулаками шеф в своем кабинете спросил нашу встрепанную компанию водки или эльминау все включая дерка а тому досталось нехило на витамин правый мел попросили водки правильно одобрил начальник тоже корф нежные пары здесь не держатся или вверх уходят или вообще подсядете на эльминау и станете неотличимы от этого мастерские сработан человек и все тут не у нас сделан космический шпион шеф пожал плечами пусть разбирается знать съехиться ответил он мы свое дело сделали на совесть установили личность и обезвредили преступника на один процент стало легче начальству виднее а мы хоть поняли что не только себе жизнь спасали но и действовали правильно уже не обвинят в убийстве робота а могли бы имея он хозяина жизнь человека ничего не стоит жизнь робота немалых денег но нынче нам повезло и на мирный значит чужой вражеский если окажется с хозяином не нам будет плохо а тому кто надумал пошутить над парами шеф разлил сам по стаканам и заключил молодцы парни и девушки подала голос эмма вот у кого мозги отлично работают сообразила быстро что к чему тут же все стали расточать комплименты эмми только я молчал а думаем о премии добавил шеф и мужской хор загудел на все лады пользуясь что на нас не обращают внимание девушка ласково сказала мне глядя на меня через грани стакана будешь должен красавчик никогда бы мне не хватило смелости непринужденно заговорить с эммой тем более куда-нибудь пригласить но видимо в жизни бывают минуты когда все происходит само собой стряска на допросе выпитая водка эйфории от случившегося что было важно что нет не знаю но я не смутившись доверительно посмотрел красавице паре в глаза и искренне сказал ради вас эмма я готов в одиночку сопротивляться взбесившемуся роботу конечно если вы мне в нужный момент сунете в руки топор так я сказал совершенно забыв что в этом нет смысла ни в ее случае ни в моем девушка улыбнулась принимая мою признательность за ее участие в нашей общей заварушке мне это понравилось высокомерная пара не упустила бы случая подчеркнуть что без нее не справились а это улыбается откуда вы там взялись задержалась до обеда так я жду вас сегодня нет я слушал ее адрес как признание если не в любви то вовлечении а вокруг все галдели о чем-то споре будто было что-то важнее чем обрести взаимность только эрс со стакана в руке издалека одобрительно поглядывал на меня эйфория от пережитого завершилась как только изволила прибыть группа экспертов те торопились не сильно пары как никак то есть работы у них очень много это мы лентяи наша группа к их приходу успела выпустить пары смотрела почти трезво мы с экспертами никогда не ладили а поскольку сами дали им повод те и отвели душу не стесняясь выражениях какой додумался топором и ломом действовать заорал с порога ведущий эксперт только заметив валявшиеся куски робота испортили образец разгильдяи остолопы человеческие отбросы ошибка цивилизации первые два оскорбления не поняли пары любили вворачивать в речь что-нибудь устаревшее кичась образованностью недоступной нам корвам за последние два можно было и ответить и мы не сговариваясь начали смотреть со значением кто в лицо противнику кто по сторонам в поисках подходящего средства в случае стычки пары помимо прочего редкие трусы трясутся за свою бесценную жизнь а на случай драки прикрыли бы мы как-никак отразили агрессию на мирного робота мой напарник второй дознаватель пары мануил сказался больным сразу после инцидента слабак медик отказался подтвердить и тот взял дни за свой счет с эрсом не договоришься псих вы понимаете что наделали мы уловили быстро что премии не будет потому что этот пар обязательно напишет жалобу в этом они мастаки шеф успокоил крикуна показав запись доказав что наши действия оказались единственно верными эксперт хоть и был ведущим орать на наше начальство поостерегся велел собрать что осталось и убрался изучать бурча что могли бы и магнитное поле включить в следующий раз за вами пошлем смело бросил кавров когда за экспертами закрылась дверь а на нас навалилась усталость кэмми я явился за полночь раньше не получилось она опасливо открыла дверь входите нет я думала вы заблудились есть хотите убегавшись я был голоден как собака но не отвечая протянул ей малюсенький букетик вот только в тот момент мне пришло в голову что я наверное зря искал их пара не оценит живые цветы у нее слишком тонкий вкус искусственные изящные и дороже продаются на каждом углу корвы предпочитают настоящее во всем эмма поднесла белые цветы глазам пахнут они что живые не нравятся чудесные где вы их достали в такое время года сколько они стоят нелепые вопросы для капризной пары те вообще не интересуются ценой комплимента для них это дурной тон я бежал город в поисках неказистых цветочков которые стоили последние мои деньги но о том я бы ни за что не признался главное чтобы вам нравилось эмма приваливших стене заметил я мне нравится нет все что связано с вами очень нравится я целовал ее не веря тому что происходит может это розыгрыш ненормальный какой-то день эмма обняла меня и с той минуты я забыл обо всем потом она все-таки заставила меня поесть составив мне компанию готовила сама не обессудь может невкусно но полезно а я дивился пара сама готовит я точно не сплю еще одно признание подарила мне эмма я думала ты не придешь как бы я пропустил эксперт этот так орал на вас она гладила меня ладошкой по голове думала ты рассердишься на меня я же дала тебе топор не выдержав я засмеялся не хватало мне перед экспертом прогибаться осторожно погладил девушку по лицу ты новенькая у нас эмма еще не привыкла на нас всегда орут это их работа привыкнешь я осекся парана не привыкнет и не задержится у нас утром чуть не проспали во всяком случае поднялись позже обычного но и тогда энергичная хозяйка накормила уверив что успеем проснувшись в постели с эммой я понял что мне мало одного приятного свидания и дело не в просторной кровати и свежем постельном белье но по закону настаивать я не имел права пара сама выбирала ей решать продолжать наши встречи или нет встретимся днем целую ее на прощание сказал я с надеждой и вечером если у тебя будет время шепнула эмма приходи без цветов и прощание наше затянулось это уже совсем другое дело эпизод 3 запутанная пара воды я поставил стакан перед вероникой та отрицательно качнула головой замечательно держится отвечать в состоянии сейчас ты мне все выложишь пока на эмоции сразу я услышал не то что предполагал вы встретились начал я два года назад зимой у него недавно умерла жена проверим как от чего и он предложил вам замужество нет это сделала и я сергей очень удивился робот удивился я отметил несоответствие молодая карьеристка пары вдовец интеллигент с двенадцатилетним сыном подростка не дадут допросить как дик у человека отец робот может отец бил парня потому что тот знал его лучше не забыть проверить первую жену робота чтобы рассказал сынок не дадут узнать как жаль но вернемся избалованная пара в мужья выбрала вдовца с довеском сама зачем осторожно спросил я никакой выгоды в сергей не было если опустить удивительную подробность что тот инопланетный робот значит все таки знала может он ее завербовал мальчик я встретился со строгими материнскими глазами я познакомилась с мальчиком тот тяжело переносил потерю матери между ним и сергеем связи не было вели себя как чужие очень холодно понимаете тот был сыну не опора в свете последних событий я это понимал безоговорочно какое дело паре до чужого ребенка вот что было мне не ясно нельзя было терять время продолжала вероника сын мог закрыться навсегда я поняла что без меня ребенку будет плохо в лучшем случае корф сколько унижений он должен будет снести из-за чего из-за потери единственного родного человека какое вам до этого дела не выдержал я прерывая обычные реплики паров о корвах никакого резко ответила женщина моя мать любившая меня больше жизни заботилась чтобы я смогла со временем любому знатному создать конкуренцию это была прекрасная умная ответственная женщина когда она умерла мой отец проживший не один десяток лет за ее спиной мог о ней сказать что она была вздорная глупая старуха вся его благодарны за спокойные сытые годы корвами не рождаются ими становятся мой отец был корвом до мозга костей прихлебатель тупой невежественный усколобый потребитель у меня нет заблуждений на их счет во что свинью не ряди все равно захрюкает мои родители образцы мать для подражания отец как не надо делать чтобы не свалиться в свинство я доступно ответила на ваш вопрос следователь нет она остановила неприязненный взгляд на мне занимая я высокую должность я бы возразил и долго декларировал наше общество как самое успешное столько возможностей для роста и развития никогда и никому не снилось поскольку же я был следователь дознаватель да еще корв по происхождению я предпочел слушать и не говорить выпад против корвов проглотил а как должны думать пары о нас дармоеды лентяи ничтожество мы слышим от них с детства и платим им своей правдой дегенераты белоручки зависимые от всего от нас корвов я предложила сергею брак а говорила что не настаиваю на половой стороне вопроса вот это да предложил эффективный брак это не очень законно вот как он был вам противен перебил я и увидел что она удивилась никогда не думала о том задумчиво сказала женщина может вы и правы не противен конечно но никогда не возникало желание перейти грань для более близких отношений а он тоже никогда не вероника тяжело вздохнула давая понять что моему среднему уму такое недоступно он горевал по умершей жене зачем бы мне навязываться с мальчиком поладили потихоньку перевела в школу посерьезнее спорт музыка языки как у всех я ему сразу объяснила парень я тебе не мать и никогда ей не стану зови меня он втянулся со временем а все же не получается не справилась я сидел разве что рот не открыв неужели в наш век так бывает пара по своей воле заботилась о чужом ребенке она думает я в это поверю им о своих то тяжело подумать не то что заниматься воспитанием не модно это портит нервы лишает покоя вы вышли замуж за сергея из-за достойного будущего своего пасынка я это должен написать вы настаиваете переспросил я не веря своим ушам я представил как о том докладываю шефу как бы не подняли вопросы мои профпригодности сына на меня сверкнула глазами мать вдруг в них мелькнула насмешливая искра и женщина изменила тонны ироничной нет что вы я вышла замуж так как сам факт брака повысил бы мой статус образованной современной женщины мой муж и сын необходимые черта имиджа культурной гражданки женщины-одиночки не радуют глаз и не вызывают доверия такую правду вам легче принять следователь нет не так ли да это больше похоже на нее вернемся к началу к супружеским обязанностям их не было сколько можно объяснять очевидное я современная взрослая женщина следователь ледяным тоном произнесла вероника зачем я буду принуждать мужчину если он не забыл свою женщину я в состоянии решить эту проблему иначе по закону траур длится 40 дней начал я не все могут так быстро адаптироваться к потере сухо заметила пара кому-то надо гораздо больше времени чушь большинство и траура не соблюдают вступают в связи и женятся чуть ли не на следующий день по-вашему ваш муж не вступал в связь с вами потому что не мог забыть свою жену вы верите в этот бред поразился я прекрасно сознавая что меня дурят это говорит мне женщина у которой как выражалась моя бабушка под ногами земля горит ей в затылок смотрят улыбку ловят о свидании мечтают такие не глядя перешагнут и не обратят внимание она что-то лопочет о нравственных принципах мораль нравственность лучший козырь негодяев говорил шеф что-то здесь не так неужели завербовано а человеки думаю всегда лучше а не хуже выпрямившись ответила вероника мне показалось на секунду будто я попал в какой-нибудь двадцатый или двадцать первый век когда раз другой женится ну и хватит психологически неверно не оптимистично ничуть бессмысленно как ни посмотри не верю мы же все в третьем тысячелетии живем значит обнаженным или полуголым вы своего мужа не видели как и он меня пожалуй плечами пара не повезло роботу я бы не сказал что его тело и ее одно и то же на женщину одетую строго и по деловому облизывался весь отдел пока она дожидалась меня как пара выглядит в неформальной обстановке знают о том лишь партнеры странная выходит семья муж и жена друг перед другом закрыты сын роднее мачехи которая открыта перед малознакомым мужчиной вспомнил каламбур каврова не пара он паре мелькнула шальная догадка но сергей робот признаться вероника звучит неубедительно вы можете предложить свою версию нелюбезно поинтересовалась пунктирно готов обозначить может быть все гораздо проще вы изначально знали что ваш муж не человек поэтому вопрос супружеских обязанностей отпадал сам собой зачем бы мне выходить замуж за робота да еще предлагать ему замужество разные причины могут быть в определенном смысле это удобно в чем вы меня обвиняете поставила ребром вопрос пары и я замолчал пока оснований для обвинений я не имел выдержал паузу хватит с меня убийства робота в конце концов извините вероника эксперты считают что в вашем бывшем роботе сбила синхронизация потому он и стал агрессивным вы не виноваты в том я ссылался на первичный отчет в котором миллион раз подчеркивалось что скорее всего выявить что-то точнее не представляется возможности из-за ненадлежащего вида и состояния сложного механизма пары оказались верными себе свалили все на коров и умыли руки ничего у нас есть терз и отчет от него ошибаетесь следователь с горечью прервала меня женщина виновата я не представляла что в наши дни отец сможет поднять руку на своего сына а тот скрывать побои я не видела дальше своего носа так он не был вашему сыну отцом он робот напомнил я поневоле становясь адвокатом убитого вы мне твердите это в сотый раз я этому не верю следователь нет сдавленно сказала вероника какой-то бред пришлось показать запись без звука с камер наблюдения то чего делать не стоило все-таки на момент допроса робот хоть и был бывшим но мужем пары в случае ее жалобы его камеру займем мы с кавровым зато я снял вопрос доверия между нами женщина по мере просмотра то закрывала руками уши то хваталась за голову когда увидела как ее муж разлетается на куски обнажая нечеловеческую суть ей стало плохо не знала появившийся врач смотрел на меня с укором но я сказал мы еще не закончили она беременна одними губами сказал медик не переусердствуй выражение его глаз властное высокомерное напомнило мне что подвигов у меня хватало чтоб добавлять новый серьезный косяк с парой эрс прав ничего не оставалось как закончить допрос и отпустить пару но тут вероника сама слабенько воспротивилась нету следователь давайте сегодня договорим кивнув мне врач ушел я не торопился начать разговор мы оградим вашу семью от разговоров наконец негромко сказал я вы подписали не разглашение следователи разберутся как роботу удалось обойти систему откуда у него человеческие документы вы оказались жертвой случайности проверят вас и вашего сына будьте к этому готовы и отнеситесь с пониманием обязательно мне само это нужно для ясности я ничего совершенно ничего не понимаю женщина не выдержала и расплакалась это даже и не плохо пустить слезу хоть мама говорила беременным нельзя грустить я сидел рядом и терпеливо ждал когда женщина сможет продолжать наш разговор могу я вас попросить следователь нет успокоившись спросила женщина о чем вы сказали что будут проверять мои контакты это необходимо мне важно знать о последнем турист с планеты 0054 кр7 я заглянул в свои записи да неужели я догадался об ее опасении вы сомневаетесь в том что он человек и я уже ничего не понимаю крикнула женщина в отчаянии у них там роботы и он такой сдержанный когда вы начали встречаться четыре месяца назад почти месяц назад он улетел да с какой периодичностью у вас были половые партнеры по-разному в среднем один два раза в месяц как у всех не чаще с инопланетным вы встречались три месяца пока тот не покинул землю да кроме него партнеров не было что вы нет конечно почему бы вам не найти себе следующего и успокоиться желающих отыщется тьма во-первых мне это не нужно а во-вторых я жду ребенка десять недель да точно врач предупредил это не ее выдумка как чувство мужа к его первой жене намерены рожать разумеется извините вероника уточню хотите рожать сами лично я остановил на ней взгляд невероятно мыслимо ли такое один из нас явно не в себе кому расскажи о подобном спросят что курил пара стремится попасть в корвы запутанная какая-то я развел руками поздравляю вас с чем тревоги в глазах было больше с тем что улетевший инопланетянин он не робот а отец вашего ребенка удалось скрыть ухмылку если повезет сможете добиться от него выплат на воспитание и образование зачем он и так скоро прилетит я развелась не только из-за случившегося я собиралась так поступить ильминау вернется я чувствую при чем тут ильминау не понял я он вернется приведет в порядок свои дела и прилетит нет вы сказали ильминау так его зовут вы не знали нет в сводках пишут инициалы вашего инопланетянина зовут ильминау я вспомнил крики робота вот тебе и десинхронизация смешно правда что да необычно как вы себя чувствуете идти можете я могу вызвать врача справлюсь следователь нет спасибо вам мне я думал что меня нужно ненавидеть я убил робота довел ее до обморока довольно глубоко влез в ее частную жизнь никому такое не понравится высокомерным паром особенно спасибо счастливо улыбнулась женщина и написав несколько строк на бумаге протянула мне это вам что это стихи прошлого о любви прочитайте их женщине не по бумажке наизусть и она навсегда останется со мной иронично подсказал я может она того на почве тонких нервов ильминау кстати в ее вещах не обнаружен но это ни о чем не говорит нет отмела мое предположение женщина разом превращаясь в ученую особу и я вспомнил что она преподает несовременную литературу в университете по сути оккультную науку прочтете выразительные к месту и женщина никогда вас не забудет а на гитаре умейте играть очень советую я криво улыбался парской науке обольщения но он наматывал на ус женщина от разлуки с которой даже робот бился в бессильной ярости должна знать в этом толк а ваш муж читал вам стихи невесомо спросил я будто не ее не мне а вообще сергей отлично разбирался в литературе и поэзии его память поражала так ты восхищалась им а он пополнял файлы литературы и поэзии если он шпион занятную информацию передавал наверное неужели пара перекодировала робота но что мне писать в отчете чтобы надо мной не ржал весь отдел а эльминау читал вам стихи играл насупившись созналась женщина и пел ответила мне сбоку не так как про мужа значит работает игра на инструменте первична песни сильнее стихов видимо что ж традиция есть традиция мы корвы их не любим нарушать безэмоциональный инопланетянин ей пел робот читал стихи пара настроена рожать сама наплевав на карьеру какой перевернутый мир глядя и вслед я усмехнулся весело будет в отделе межгалактических расследований пусть чешут свои парские головы эпизод четвертый между своими я не забыл премудрость пары вероники и подготовившись сделал наверняка через месяц примерно под бренька недопотопного инструмента почти каждый день тайком учился извлекать из него звуки все пальцы в мозолях прочитал нараспев почти без запинки стихотворение эмми надеюсь время я выбрал верно дело было вечером но милая от меня такого сюрприза не ожидала она терпеливо слушала наверняка давя смешок но стоило завершить выступление посмотрела на меня с благодарностью и легко сказала тебе осталось только жениться на мне нет хоть сейчас сэм скричал я пораженный скоростной действенностью старинного способа только даже в замужестве у тебя не будет возможности сидеть дома я и не собираюсь в замужестве сидеть дома перебила меня эмма мне нравится моя работа ты делаешь мне предложение я тебе а ты мне а ты не пожалеешь прищурилась моя пара не пожалела бы ты буркнул я понимая что в ее случае разочарований будет больше в моем только не удовольствие ее родителей а вот она рискует куда сильней в тот же вечер мы уже были мужем и женой робот-регистратор зафиксировал наш официальный брак всех остальных мы поставили перед свершившимся фактом оказалось что для нашего отдела это не было тайной услышав о новости меня каждый кроме эммануила похлопал по плечу эмме поднесли букет цветов и шеф скомандовал разойтись по рабочим местам я думал что знакомство с моей семьей будет испытанием для эммы но она понравилась моим родителям и братьям сестрам легким характером и конечно тем что спасла меня от разъяренного робота только такая девушка была достойна меня по их общему мнению однако ее семья поразила меня в назначенный день мы появились в среднего достатка доме нас встречала мать эммы стройная высокая женщина она извинилась за отсутствие мужа работает но обещал быть моя теща держалась приветливо по-настоящему а не делая вид что ей приятно женщины показали мне дом а я все время слышал это придумал мой муж отец эммы обратите внимание на это проект моего супруга я понял что весь дом снизу доверху дело рука ума моего тестя пока тот не появился меня угощали разговорами как только глава дома вошел старшая пара воскликнула как же ты долго я чуть не уморила мужа твоей дочери виноват виноват устал улыбаясь заговорил корф да весьма респектабельный как пар но точно он выдавало телосложение сбит крепко и основательно без изяществ а также взгляд внимательный и деловой пары только глазеют а мы корвы всегда думаем что можно изменить глава семьи не скрывал своего происхождения подчеркивал его мол мне нечего своих стыдиться ты просто боялся идти домой обняла его эмма тот улыбнулся ей от души скорее за стол я настаиваю все уже сто раз остыло и взяв меня под локоть пары ввела в меня в отдельную комнату где как на торжественном приеме был накрыт стол осталось лишь внести горячее скоро им это и сделала обстрел начался когда с обедом было почти закончено очень рад начал беседу за столом ее отец разглядывая меня чем занимаетесь нэм нэм подсказала жена я первый следователь я не чувствовал неловкости момент мне нечего было стыдиться или скрывать дознаватель добавила эмма тяжелая работа заметил корф у нас легких работ не бывает небрежно заметил я и посмотрел ему в глаза все работы тяжелые но не каждая приносит существенный доход Женившись на Эмме, вы, вероятно, искали выгоду для себя в ее происхождении. Напрямик спросил мужчина, а женщины напряглись. — То же самое спрашивал мой отец тебя, — заметила его жена. — И не так уж он был неправ. — Папа, я люблю его, — воскликнула Эмма, вскакивая. — Любить тоже уметь надо, — не сдавался отец, ослабляя ворот. — Я наполовину корф, — крикнула Эмма. — Он-то этого не знал, — резонно заметил корф. — Надуманная тема, я настаиваю, — подала голос старшая пара. — Пойду-ка я, — сказал, вставая. — Спасибо за гостеприимство. Очень все понравилось. До свидания. Я двинулся из столовой, Эмма последовала за мной, а за ней ее мать показать нам выход, провожая нас, теща утешала. — Не обращайте внимания, дети. Трудно быть отцом любимой дочери, не обижайтесь, Нед. Мой муж — хороший человек, просто устал. — Все нормально. Когда у меня будет дочь, я тоже буду недоволен ее мужем. Обещаю. — Дома Эмма виновата заглядывала мне в глаза, а я отмалчивался. Вечером она заговорила. — Я не думала, что он так отнесется к случившемуся. — Но он прав, — обнимая жену, — сказал я. — Работа у меня тяжелая, непрестижная, не лучшая. Сбережений перспектив нет, только здоровье, настоящий день и ты. — И у меня так же, — улыбнулась Эмма, — и у мамы в свое время. А папа еще хуже тебя был. Это сейчас он учит жить, а мама рассказывала. Она в мастерских пропадала, а папа на стройках. У нас лучше? — Лучше, Эмма. С тобой так вообще волшебно. Молодчи на тот робот все-таки. Всем помог, и нам, и жене с сыном. Робот моего счастья. — Миномерный? — Говорят, отдел межгалактических расследований послал претензию планете 116 ЕТ. Те отписали, что покидать их планету роботу не позволяли. Так и не поняли, что ему было надо. — Пожить как человек, — невесело усмехнулся я. — Идея, конечно, бредовая, но что, если допустить, что ничего у него не разладилось в микросхемах, а полюбил он свою жену? Пока та меняла кавалеров, тот был спокоен, а когда остановилась на одном и загрустила по любовнику, приревновал, отыгрался на сыне. Жена очень серьезно к нему относилась. А позже рассинхронизировался. — Ты сказал ей об этом? В голосе жены появились подозрительные нотки. — Нет. — Зачем? У нее все мысли только о последнем любовнике были. То, что ее муж-робот у нее в одно ухо влетел, а в другое вылетело. Я видел их недавно. Инопланетный и правда вернулся. Повезло им. Работает на настройке роботов, однозначный пар. — И нашим не говорил? — Нет. — Почему? — Роботы не любят, не ревнуют. Иначе они не роботы. Мы видели внутренности сложного механизма. Тут им что-то одно. Или электроника с механикой, или чувства. — Только тебе сказал. Ты поймешь. Ты все понимаешь. Жена посмотрела на меня без тени иронии. — Умнее тебя, Нед, я не встречала никого. А ты, значит, встречал эту свою Веронику? — Не начинай, — предостерег я, еще не забыв, как обиделась девушка на меня за внимание к свидетельнице. Эмма не хотела разговаривать со мной несколько дней и не слушала никаких объяснений. Помириться удалось чудом. Несмотря на неудобства, я был счастлив. Эмма ревновала меня. Меня! Красавица пара. Немыслимое дело. — Погоди, Нед. Признайся, она тебе нравится? — настаивала Эмма. — Угу. — Потому и женился на тебе. Я внутренне улыбался. — Может, когда-нибудь мне наскучит? Или надоест, что жена красавица придумывает мне отношения с другими женщинами, но не теперь. — Чем же ты занимался с ней столько времени? — Этот вопрос я слышал не один раз. — Работал, Эмма. — Работал. Боюсь, удержать смех не выйдет. — Так долго? — Милая, представь себе. Ей стало плохо. Пришлось ждать, пока она сможет отвечать на вопросы. Я тебе сто раз объяснял. Перед тем, как передать дело, я должен был занести ее показания в протокол. — То есть тебе она совсем-совсем не нравится? — Я ласково посмотрел на свою красавицу. — Эмма. Ты когда-нибудь пробовала Эльминау? — Нет. А что? — Я тоже. — Как ты думаешь, его принимают потому, что он приятен на вкус? — Не знаю, вряд ли. Я только знаю, что увлекаться им опасно. — Видишь ли, эта Вероника для меня как Эльминау для паров. Привлекательно, но совершенно непонятно. Она сильно действует на мужчин, это верно. Но результат разный. Как эффект от витамина. Не все под ним расслабляются. Хорошо, что рядом с ней тот, кого она ждала. Мне жизненной чехарды не нужно. — Я выбрал тебя, то есть ты меня. А я уж... — Очень мужественный человек, — подытожила Эмма. — Знаешь, мой папа моей маме и этого промямлить был не в состоянии. Только цветочки дарил. Молчал с видом. Ну, ты и так все понимаешь. И старался заработать на уровень. — Да? А с виду и не скажешь. Такой серьезный, что палец в рот не клади. Оттяпает по самые уши. — Как? — И стихов не читал? Эмма ухмыльнулась. — Ма долго ждала предложения, пока не поняла, что папа надумает жениться на ней только когда организует ей все на высшем уровне. — Правильно он сделал. Потом-то все вышло. — Если бы мама дожидалась, то я бы не родилась, — подмигнула мне Эмма. — Ошибок прошлых мы с тобой не повторим. — Надежный человек, — дипломатично изрек я. — Мне он нравится. — Ты прекрати порочить уважаемого человека. — Если мой тесть перенес упреки и домыслы своего родственника пара, то я подозрения отца Эммы как-нибудь переживу и подавно. — Тебе не надо мне ничего говорить, Нэт. Я знаю, что ты меня очень любишь. — Да. Это правда. Почему-то в голосе у меня появились неуверенные робкие нотки. — Но если ты хочешь, чтобы я это сказал... Пара улыбнулась мне так, словно была она сто лет старше меня. — Говорю же, ты бесстрашный, отважный мужчина, — затаенной улыбкой говорила она. — Очень перспективный. Я, как увидела гитару в твоих руках, поняла, что пропала. Помянем добром и на мирного робота, который помог нам познакомиться, и счастливо оставим в покое эгоистку Веронику, которая действует на мужчин, как Альминао, на праздных нервных паров. Мне поначалу резало ухо, когда Эмма называла людей своего происхождения так же, как мы, корвы. Я слышал в этом фальшь. Теперь я понимал, что в ней наша часть. Та гордилась своим отцом-корвом не меньше, чем мамой-парой. Знаешь, мне его немного жаль. — Кого? — Робота. Подвела его любовь, если, конечно, я прав. А мне нисколько не жаль. Я как вспомню, как он бился и кричал. — Нет, Эмма, тебе тоже жалко его. Любящий человек всегда великодушен. Жена посмотрела на меня ласково. — Ладно, немного жалко, совсем чуть-чуть. Только я не могу себе представить счастливый финал для него. Если бы пара полюбила его, он бы тоже рассинхронизировался. Мне кажется, это безнадежно. К любви нужно быть готовым. — Кто это сказал? — спросил я, привыклся. После ареста. Вызванные Рони полицейские увезли Сергея. Мне даже показалось, что тот с облегчением покинул дом. Настолько мама задавила его презрением и холодностью. Это не я, перед ней он даже не пикнул. Это была не та женщина, которая собственноручно готовила и носила ему как служанка кофе в кабинет, а также следила за порядком и комфортом дома. Слово Божие, возмездие. Это из древней литературы почему-то вспомнилось. Она смотрела на нас мертвыми глазами, и на лице еле держалась маска клокочущей ярости. Ронни не желала ничего слушать. В отличие от Сергея, я пытался что-то сказать в свое оправдание. Добилось от мужчины признания. Он не сопротивлялся ей совершенно, что тот на протяжении двух недель пытался меня убить. От меня, своего сына, подтверждение, что я уворачивался и прятался от ударов отца с переменным успехом. Мама тут же словесно всыпала мне от всей души за двоих. Сергей для нее перестал существовать, она перестала его видеть. Тот сгорбился и втянул голову в плечи. На следующий день мама пришла домой сама не своя, ее вызывали в полицию. Ронни села в углу и затихла, и именно ее незаметность заставила меня обратить внимание, что изменилась не только мама, а вообще все. Всего несколько дней назад каждый из нас предпочитал собственную комнату, ненадолго вылезая оттуда по необходимости. Теперь же я не стремился поскорее запереться у себя, а старался быть поближе к маме, с тревогой ждал ее возвращения. Ронни выглядела напуганной и уставшей. Я по-прежнему чувствуя перед ней вину и сел как можно ближе. Я думала, он твой отец. Услышал я виноватая и тихая. Я коротко мотнул головой, какая разница. Ты была права, не желая вникать в подробности моей жизни. Сколько бы у меня не было мам и пап, все они прохожие, которым никогда не было до меня дела. Все познается в сравнении. Я сравнивать начал сразу, с первых дней нашей общей жизни. Ронни, ты оказалась единственная, кому оказалось не все равно на мое настоящее будущее. Я мог бы, как ты, в дни нашего знакомства сказать, «Ронни, я тебе не кровное дитя, не твой сын. Я прощаю тебе слабости и недостатки, потому что ты моя мать. Только не знаю, захочет ли она иметь такого сына». Я обидел ее, что не рассказал о Сергее. Тот прежний мужчина. Забыла она его? Ронни начала рассказывать тихим монотонным голосом, словно сама себе не верила. Произошедшим в отделении полиции я, застыв, забыл обо всем. Долго ничего не мог сказать, только ртом хватал воздух. Сергей убит, но самое ужасное — он, он. Я искал поддержки в маме, но та сама находилась под впечатлением от новостей. Мы молчали, и в тишине еще тягостнее всплывали в памяти насмешливые слова Сергея. Остроумные замечания, бесконечные высокопарные стихи. Оказывается, мой отец... Мамочки! Обещали помочь. По-прежнему чужим голосом заговорила вновь мама. Но не знаю. Нужно быть готовым ко всему. Мне предъявят обвинение в шпионаже, возможно, арестуют. Тебя... Она повернулась ко мне, и в глазах появилась уверенность. Не тронут. Запомни, никто не имеет права тебя допрашивать, даже задавать вопросы. На домашнее обучение я тебя уже перевела. Двокат у тебя есть. Сам с тобой свяжется в случае чего. Останешься один. Прошу тебя, Эру, молчи! Что бы ни случилось, я сумею защититься. Ничего мне не сделают. Мы с тобой ни в чем не виноваты. Я слушал ее безэмоциональный голос, и холодным осадком в голове оседало. Если арестуют, останешься один, в который раз повторяется. Да я не хочу, чтоб так было! Решение нашлось мгновенно! Я документы поменяла. Теперь я Вероника. Так ее звал тот инопланетный, из-за которого мама ничего и никого не видела. Однажды она оставила коммуникатор на столе, а в ее отсутствие прилетело короткое сообщение. Вероника, жду! Нас учили, что имя меняет, чтобы начать жизнь с чистого листа. А мама изменила его, чтобы возвратиться к прежнему. Думаешь, он вернется? Сумрачно спросил я. Та устала и кивнула. Думаю, да. Появился прежний голос. Мама ожила, стала почти прежней. Не знаю, откуда такая уверенность. Наверное, от шока. Эру, у меня к зиме родится ребенок. Новость ужаснула сильнее прежней. Предыдущая моя мать Анна умерла, не разродившись. Мама! В отчаянии выкрикнул я, обнимая ее, пока та была жива. Тише, мальчик мой. Она обняла меня сильно, не по-женски. Свалилась на тебя разом. Ты, наверное, считаешь это предательством, но обещаю, с рождением брата или сестры между нами ничего не изменится. Я вырвался, вспомнив, что взрослый, а не трехлетний малыш. Ронни подумала, наверное, что я обижен. Откуда ты знаешь, мама, что будет завтра? С чего ты взяла, что все обойдется? В голове роились тысячи возможных сценариев будущего. Один мрачнее другого. Задурил тебе голову этот и улетел. Я подавил порыв крепко высказаться. Сперва у нас в семье прибавление будет или твой любимый прилетит? Спросил я, еле ворочая языком от долгого молчания. Я не верил в последнее. Прилетит, как же? Чем прилетать, лучше не улетать вовсе. Нет, если очень повезет, мы будем жить втроем. Мама, я и брат, сестра. Не знаю, печально улыбнулась мама и стало заметно, что ей не здоровится. Ты будешь возражать, если я выйду за него замуж? Не в силах слушать, как мама строит воздушные замки будущего, я умоляюще посмотрел на нее, думая, хоть бы ты до этого не погибла. А на словах, пусть сперва прилетит тогда и женится. Пускай родится кто угодно, лишь бы... Не выдержав, я отвернулся. Мама тотчас начала меня успокаивать. Я жу-у-у, ласково заговорила она. Не переживай, справимся. Ты у меня вон какой парень. Не бывает так в жизни, что все гладко. Правда, как у нас вышло, я не ожидала. Вот тебе и стихи. В голове не укладывается. К нам пришли на следующий вечер. Многочисленная группа людей была вежливая и предупредительна. Мы оба были дома. Маме вручили постановление об ее аресте. Как только мама поставила свою электронную подпись, я сделал заявление. Прошу оставить маму под домашним арестом. Согласен на доверительное собеседование. В этом состояло мое решение. По закону никто не имеет права меня допрашивать. Мама права. Однако существует доверительное собеседование. Когда подросток сам дает разрешение на допрос. А взамен ему следствие делает значительную уступку. Посторонние лица на секундочку смешались, не ожидая такого поворота. А мама укоризненно посмотрела на меня. Она же просила меня помалкивать. Я протестую, заявила она. Имею право в исключительных обстоятельствах. Напомнил я всем, заодно подтвердив знания современного законодательства. Мамин протест отклонили. Мое заявление рассмотрели почти мгновенно и дали согласие на выдвинутую мною просьбу. На нас надели по пластиковому браслету, оставили в доме людей. Те сразу взялись за обыск кабинета Сергея. Примерно через полчаса явились следователи. Мама с офицерами засели в ее комнате. Я с психологом и следователем доверительно собеседовались в моей. Так длилось несколько вечеров. Чужое присутствие не ослабевало ни ночью, ни утром. Но мы были дома. Вместе. А не поодиночке. В одиночке. Дорогие слушатели. Слушать аудиокниги, скачивать их или смотреть эксклюзивные видео-версии аудиокниг можно совершенно бесплатно. Воспользовавшись любым из ресурсов, которые я для вас сейчас перечислю, эти ресурсы являются официальными ресурсами, где аудиокниги выкладываю я, Костя Суханов. Удобнее всего, наверное, слушать на телефоне. Поэтому начну с Телеграма. Там можно слушать аудиокниги с выключенным экраном телефона и заниматься своими делами. Ну и, конечно, скачать их при желании. Появляются чуть-чуть попозже, чем на Ютубе, но Ютуб не вечен. Никто не знает, что с ним будет завтра. А Телеграм никуда не пропадет. Обязательно подписывайтесь. Чтобы найти канал с бесплатными аудиокнигами в Телеграм, достаточно в поиске Телеграм ввести «Аудиокниги читает Костя Суханов». Это канал. Существует также беседка в Телеграм, где 24 часа 7 дней в неделю я нахожусь на связи со слушателями. Очень теплая ламповая атмосфера присутствует. Называется чат «Беседка с актером Костей Сухановым». Добро пожаловать, хорошие люди. Найти меня и написать сообщение напрямую в Телеграм – никаких проблем. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Ютуб. Канал называется «Актер Костя Суханов». Ресурс «Бусти». Там зачастую аудиокниги появляются даже чуточку раньше. Этот ресурс очень немаловажен для людей, которые хотят поддержать выпуск аудиокниг, находясь за границей. Потому что донаты туда работают по всему миру. Просто в «Бусти» вбиваете «Костя Суханов». Там будет написано «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Черно-белая фотография с микрофоном и пальцем вверх – это мой лайк вам. Яндекс Дзен. Канал называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Рутуб. Канал Костя Суханов. Группа в «Одноклассниках» называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Группа ВКонтакте называется просто «Аудиокниги». Если не найдете, просто напишите мне в WhatsApp или Telegram. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Я пришлю ссылочки. Сайт окнига.орг. Сайт книговухи. Самые популярные специализированные сайты по аудиокнигам. Ищите исполнителя Константин Суханов. По вопросам рекламы, по вопросам эксклюзивных поздравлений для своих близких. Пишите или звоните. Номер телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Также этот номер привязан к Telegram и WhatsApp. Эти мессенджеры работают, и в них я зачастую отвечаю даже чаще. Потому что во время записи голосовой помощник частенько отвечает за меня. Не стесняйтесь, оставляйте ему свои сообщения, я их услышу. Аудиокниги бесплатны только лишь потому, что именно вы поддерживаете мое творчество. Это наше с вами совместное творчество. Самый простой способ поддержать это отправить финансовую поддержку по номеру телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Сбербанк, Тинькофф, Яндекс Банк, Юмани. Или же если вы за границей, то через Бусти. Про Бусти уже говорил. Аудиокниги я записываю только для вас. Каждую темную, а самое главное, тихую ночь. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Актер Костя Суханов. Доверительное собеседование. Первый вечер. Мама Адаваида. «Ваше имя?» Вежливо спросил следователь. Человек не старый, но замотанный. Он представился первым. Мараин. «Эрру». Я назвал дату и место своего рождения, мысленно обещая себе при первом удобном случае имя свое сменить. После моего ответа на экране замелькали картинки. Мои слова тут же подтверждались или опровергались. Мелькание прекратилось, представляя в увеличенном виде разворот документа. Запись о моем рождении. Имя. «Эру». «Место». «Этот город». «Пол». «Мужской». «Рост». «Вес при рождении». «Имена отца и матери». «Статус». «Высокий». «Родители мне его передали». Появились смеющиеся молодые лица мужчины и женщины. Отец в форме космической разведки. Мама в белом халате. Фотографию следователь отпечатал на бумаге и вручил мне. Я, забыв обо всем, держал снимок в руках, вглядываясь в лица своих родителей. А в голове билось. «Надо же, какие красивые люди!» «На кого я больше похож?» «Они меня видели малышом, а я этого не помню». «Ваши родители», — услышал я. «Я оторвался от снимка. Я их не помню. Даже не знаю, кто они». Подтверждая мои слова, отобразился другой документ, свидетельство о смерти обоих. Причина — пожар на космическом корабле. Дата их гибели подсказывала, что мне тогда было чуть больше двух лет. «Кого помните?» «Маму Аделаиду. Мне было шесть, когда она не проснулась от передозы. Ее помню хорошо. Можете рассказать?» «Я старался быть сдержанным, чтобы мои взрослые показания не напоминали детские жалобы. Я хотел справедливости. Когда-то надо было открыть картины своего детства. Красивая, белокурая, молодая, веселая. Любила со мной гулять. Требовала, чтобы я звал ее мама Аделаида. В ответ звала меня сыночка. «Да, это она!» — кивнул я на появившееся фото женщины с маленьким мальчиком на руках. Следователь, прочитав выскочивший следом документ, попросил узнакомиться с ним психолога. Оба задумались, пока не вспомнили обо мне. «Что о себе рассказывала ваша мама Аделаида?» Впервые подал голос психолог, немолодой мужчина с выправкой военного. Она обращала на меня внимание только на людях. Я не смог скрыть горечи, невольно вспомнив, как маленьким пытался добиться материнского тепла. Хоть мама Аделаида была холодна и подчас зла, я любил ее. Должен же я был кого-то любить. Оправдывал, жалел. «Смерть ее для меня была ужасна. Уснуть и не проснуться. Долго я потом боялся ложиться спать. Приходя домой, она словно не видела и не слышала меня. Я был предоставлен сам себе. Минутку!» — прервал психолог, будто ставил ширму между мной и собой. «Вы были совсем маленьким. Кто-то же за вами присматривал, кормил, переодевал, мыл. На фото вы не выглядите замориным или грязным. Одеты очень прилично, если не сказать выше высшего. Замечание задело. Моим словам не очень-то склонны доверять. В два-три года я себя не помню, только чьи-то грубые руки. То, о чем я рассказываю, это мой пятилетний возраст. У меня были игрушки, вкусняшки, своя комната. Мама Аделаида любила наряжать меня в новое, когда мы выходили гулять. На ежедневных прогулках она становилась мамой. Внимательной, ласковой, веселой. Точно скажу, что к пяти моим годам мы жили с мамой Аделаидой одни. Она покупала или заказывала готовую еду, не требовалось ее просить. Если я хотел есть, я знал, где взять и брал сам. Мылся, одевался, причёсывался я тоже сам. Вот что я имею в виду, когда говорю, что был предоставлен сам себе. Я посмотрел в упор на психолога, давая понять, что не считаю подобной нормой, в отличие от него. Мы можем вам кое-что сообщить, Ру, подал голос следователь. Если это не будет для вас потрясением, вас и ваших прав касаются напрямую. Вы обязаны это знать, хоть к вашей теперешней жизни это и не относится. А он посмотрел на психолога, тот помедлив кивнул, и следователь Мараин продолжил. Ваша приемная мать не являлась вам родственницей. Аделаида, он указал на экран, там уже был другой документ, который я не мог прочесть, шрифт был слишком мелкий, лечилась от зависимости от популярного лекарства. Эльминал? Оно. Ей необходим был социально значимый поступок, чтобы показать полное выздоровление от зависимости. Подав заявку на усыновление, она стала вашей матерью. Я только не пойму, почему семью не навещали структуры, начал психолог, но Мараин отмахнулся. Сирота с высоким статусом. По закону невозможно малолетнему понизить статус. Женщина рассчитала верно. Усыновлением вернят себе высокий статус, пониженный из-за наркозависимости, а с ним правовую свободу. Никто не смеет лезть в дела людей с высоким статусом, и доступ к Эльминалу снова открыт. Следователь зло покрутил головой. «Кругом одно и то же, хоть во внутреннюю службу переходи». «Системный сбой?» Недоверчиво спросил психолог. «Разве так бывает?» «Роботы ломаются, а люди, по-вашему, не ошибаются никогда?» Сердито спросил его следователь. «Я немо впитывал каждое слово. Обо мне опять забыли, занимаясь своими делами. На сегодня хватит», — решил Мара Инн, а психолог довольно потянулся. «Необходим запрос, и время уже позднее. Завтра в пять продолжим. За нарушение твоих прав жди компенсацию. От себя лично скажу. Повезло тебе, что мама Аделаида не обращала на тебя внимания. Радости в этом нет, да хоть ты остался здоров. Думай о том почаще, и не зацикливайся на остальном. Я проверю», — пообещал психолог вставая. «Я остался в своей комнате еще больше, чем накануне, беспокоясь за исход нашего дела. Ни Вероника, ни я не были шпионами. Да кто нам поверит, если случилось то, что невозможно представить?» Я слышал в приоткрытую дверь спокойный голос мамы. Я не мог разобрать слов, только мог уловить, как она долго, будто учитель в школе что-то рассказывает поставленным голосом. У них там разговор затянулся. Я так и уснул при включенном свете под мамин голос. Второй вечер. Анна и роботы. На следующий день я чувствовал себя увереннее, и прежде чем меня спросили о моем прошлом, я решил разведать о настоящем. «В чем меня обвиняют?» Следователь Мараин тепло улыбнулся, превратившись в приветливого человека. «Ни в чем. По закону несовершеннолетнего с высоким статусом не могут обвинить. Ты сам пошел на добровольное сотрудничество. Спасибо тебе. Ронни предъявлено обвинение в шпионаже». «В шпионаже? Измена родине? Почему?» «Из-за Сергея, его личности. Возможно, она прикрывала его или давала доступ к закрытой для него информации. Я чуть не засмеялся. Мама никогда не обращала на него внимания. И сама предложила жениться на ней?» Спросил следователь уже без улыбки. Я ознакомился с ее вчерашними показаниями. Мараин покачал головой, а я расхотел смеяться. «Веронику ты зовешь мамой сам или она попросила?» Вспомнив мои вчерашние слова, задал следующий вопрос следователь. «Сам. Вероника к этому ровно относилась. Как думаешь, почему она именно тогда сменила имя?» «Когда тогда?» Не понял я. «Когда открылось, что тебя бил отец. Он не отец мне, вы же знаете. Мне показалось, что Мараин посмотрел на меня с жалостью. Конечно, знаю, что он не твой отец. Она настаивает, что не знала того. Это правда. Мне она тоже так сказала, когда вернулась из полиции. Знаю, что правда. Каждое ее слово проверяют. Все импульсы отслеживают. Сидит, опутанная проводами, и умудряется морочить следователям головы. Почему она сменила имя? Я пожал плечами. Разве на это нужна причина? Потому что все изменилось?» Предположил я. «Почему именно это имя?» Настаивал следователь. «Я невольно посмотрел на психолога. Что это за вопросы?» Но тот молча следил за нашим разговором и не считал нашу беседу глупой. «Не знаю, что означает слово Вероника. Впервые за вечер замелькал спасительный экран. Потом появилось растение. Исчезнувшая трава прошлого. Не только...» Хмыкнул Мараин. «Есть еще толкование. Тоже из забытого прошлого. Ты знаешь, кто такой Тореро?» Спросили не меня, а психолога. Тот замялся. «Что-то с быком?» «Верно». Уважительно смягчился Мараин, видимо, не ожидая правильного ответа. «Тореро!» Эдакий отчаянный храбрец, почти безоружный, который выходит на бой с быком, дразнит его и раззадаривает. «Вероника!» Это поза Тореро, когда тот разворачивает платок перед быком. Названа по аналогии с древней святой Вероникой. Ее изображали с платком в руке. «Вот я бы хотел знать. Твоя мама — ученая женщина, влюбленная в свою науку? Или Тореро, вставшая в позу, дающая понять, что ей никто не страшен?» Я улыбнулся справедливости слов следователя. Незнакомый человек, а как здорово писал маму. «Верно, она и ученая, и влюбленная не только в науку, и бесстрашная, попавшая в беду. Ну ты и накрутил», — с сомнением покачал головой психолог. «Слишком много символов, сложновато будет». «Я и в самый раз», — не согласился Мараин. «Она преподаватель несовременной литературы. Зашифровать в состоянии что угодно. Логическая ошибка», — возразил психолог. «Она занята тем, что расшифровать символы прошлого. Но я понял ход твоей мысли». «Подумай, Ру, крепко подумай». Попросил меня следователь, и я, несмотря на угрозу маме, почувствовал к нему симпатию. «Ладно, словно одергивая сам себя, сказал Мараин. Давай по порядку. Между мамой Аделаидой и теперешней была еще одна. «Анна», — ответил я. На экране появилось фото черноволосой нежной красавицы, выражение глаз которой было будто подернуто дымкой печали. «Высокий статус», — читал с экрана следователь. «Несколько замужеств, все краткосрочные, несколько разводов, динамичный карьерный рост, специализация роботехника». «За мужество с Сергеем», — Мараин вгляделся в экран. «Самое длительное». «Установление по долгосрочной заявке». «Да, в ее доме было полно роботов», — вспомнил я живо. «Для меня это было удивительно и ново, сразу столько друзей». «Это не пугало», — уточнил осторожно психолог. «Нет, они все были хорошие и добрые, как Анна. Новые родители оказались лучше. Шесть лет ты с ними прожил, мнение составил. Я задумался, с чего начать. Анна не заставляла звать ее мамой, была ровнее и приветливее Аделаиды, но всегда ходила печальная. Чинила и тестировала роботов, они были ее страстью и отвлекали от вечной грусти. Только с ними она улыбалась. Анна всем помогала, но ей никто не мог помочь. Такое складывалось ощущение. Я сказал и удивился, до чего мне удалось точно передать словами то, что хотел выразить. «Предал Аиде ты в детский корпус не ходил», — заметил психолог. «Понятно почему, но и Анна не определила тебя туда». «С моим воспитанием и образованием прекрасно справлялись роботы», — возразил я. «С ними было не скучно. Анна считала, что я организован не хуже их. Она пропадала допоздна на работе, во всяком случае так говорила. Дома ее было трудно застать. А Сергей?» — спросил следователь. «Он всегда был дома. Сидел в своем кабинете, там работал, выходил редко. При Веронике он стал ходить по квартире. Она приучила нас вместе завтракать и ужинать. При Анне я видел его на редких общих прогулках. Они любили вдвоем ходить под руку, а я с роботом шли сзади. Сергей читал стихи, Анна молчала, улыбалась. Я долгое время думал, что мужчины говорят стихами. В семь лет Анна определила меня в школу, где я вплотную общался только с людьми. Тяжело было?» «Очень с непривычки», — признался я, вспоминая себя тогда. «Психолог с экрана читал документы о моем состоянии здоровья в те годы. Отставание в развитии». «И что, Анна? Сергей?» «Ничего. Анна была занята, Сергей меня не касался. Роботы, обучавшие меня, не понимали, чего от меня хотят в школе. Сам себе помочь я тоже не мог. Очень быстро я стал последним и возненавидел школу, сверстников, учителей. Четыре года промаялся. Потом Анна ни с того ни с сего легла в больницу и через три дня умерла. Следователи-психолог молча читали медицинское заключение и каждый по очереди покачали головами. Тебе не объясняли причину ее смерти? Я был напуган сильнее, чем тогда с Аделаидой. В те дни перед больницей Анну было не узнать. Она ходила сияющая, счастливая. И вдруг умерла. Когда Сергей сказал о том, я его не понял. Да и он сам был не такой, как всегда. Что он сказал? Он сказал, умерла в родах. Я не знал, что это значит. Запомнил слова, думая, что это страшное заболевание. Сергей не объяснил? Нет, ушел в свой кабинет. Взрослые молчали, не глядя ни на экран, ни на меня. Вы можете мне что-то сообщить о ней? Спросил я. Заговорил психолог мягким, извиняющимся тоном. Твоей второй приемной маме не стоило заводить ребенка. У нее хватало заболеваний. Лечением она пренебрегала. Поэтому ей не смогли помочь и врачи. Но это ведь не все. Я уловил недосказанность в тоне и молчании людей. На мои слова следователь Мараин сердито выдохнул, как вчера. Ты прав, Эру, это не все. По заключению врачей следует, что Анна была психически нездорова. Считала себя роботом, а не человеком. То, что ей без проверки позволили усыновление, очередная ошибка. Он оттянул ворот рубашки. На сегодня достаточно. До завтра, Эру. Взрослые покинули мою комнату. Я же, оставшись один, невольно вспоминал, как ждал появления Анны. Изо дня в день, несмотря на слова Сергея о ее смерти. А добрые, послушные роботы, единственные мои друзья, без ее рук один за другим выходили из строя. Умирали. Вечер третий. Ронни и Сергей. Подошел вплотную разговор о том, как мы с мамой познакомились, стали семьей. Как я ждал этого вечера. Сейчас-то я все расскажу, и все недоразумения уладятся. Вышло не так. В ответственный момент меня словно подменили. Следователи-психолог привыкли, что я говорю без понуканий, потому не стали задавать вопросы, ожидая, что я расскажу. Мой монолог под их настойчивыми взглядами длился несколько секунд. Когда мне было двенадцать с небольшим, в магазине мы познакомились с Ронни. Она помогла мне выбрать одежду по размеру. Через два дня она пришла к нам в гости, через три предложила Сергею зарегистрировать брак и переехать к ней. Ронни как раз присмотрела дом. Этот дом. Мы согласились. Три года здесь живем. На экране появилось фото Ронни и Сергея, свидетельство о браке, мое фото в новой школе, характеристики, оценки. Психолог с интересом изучал документы и на нас не обращал внимания. «Больше ты ничего не скажешь, Ронни?» Почему-то в голосе Мараина я услышал уважение. «Почему?» «Я же не смог защитить свою маму, не захотел». «Задавайте вопросы, я не знаю, что вас интересует». «Старайся отвечать точно. Сперва подумай. Если твердо не помнишь, лучше промолчи». Мне показалось, что мы со следователем друг друга понимали. Он будто чувствовал мое состояние. Мараин, подумав, спросил. «Что это был за магазин? Когда вы там были?» Я вздохнул. Ответить было нетрудно. «Элитный, на площади, знаете? Там люди обслуживают, не роботы». «Да-да, это там, где персонал не уступает роботам. Когда вы туда ходили?» «Перед школой мы пришли за одеждой для меня. В этом магазине мы бывали часто с Анной, которая любила роботов, но посещала магазин, в котором обслуживали люди людей». Кивнул следователь. «Уточним то, что знаем. Анна умерла весной. Вы пришли покупать одежду к школе. Между двумя событиями несколько месяцев. Так? Да. Вы по-прежнему жили в доме Анны? Нет, переехали. Понизили статус». Кивнул Мараин. «А в магазин для людей с высоким статусом пришли и вас обслужили?» «Я терялся. Я никогда не думал об этом. Да, действительно, нас не завернули с порога, как должны были. Допустим, Иру, люди допустили ошибку и вас обслужили, но при оплате покупки всегда проверяют статус клиента». «Рон не расплачивалась за покупку», — возразил я. «Сергей принял ее за продавщицу и попросил подобрать для меня костюм. Она нашла то, что нужно, заставила меня примерить, а затем, смеясь, оплатила нашу покупку вместе со своей. Сергей извинился, а мы с Роней хихикали. Правда, Роня была одета в похожий костюм, что носил персонал магазина. «Значит, все-таки Сергей первым к ней подошел с просьбой». «Да, он спутал ее с продавщицей. Но вы же часто ходили в этот магазин». «Да, но мы никогда не запоминали продавщиц в лицо. Он обратился к свободной женщине, которая стояла без дела. Что же было дальше, когда Ронни выручил вас?» «Мы попрощались. Сергей извинился. Ронни попросил указать наше место пребывания, пообещав навестить. Когда навестил, вы были рады?» «Я очень. Она была живая, добрая, как мама Аделаида. Я с первых минут почувствовал, что Ронни мой друг. Признался я в том, в чем не собирался признаваться следователю. Какого у меня не было. А Сергей, как он вел себя, ты помнишь? Он был такой же, всегда спокойный, вежливый. Они разговаривали стихами. Нет, он больше помалкивал. Говорил о Ронни, а когда она ушла, мне стало грустно. В следующий раз, когда она появилась, то сделала предложение Сергею? Между этими событиями ничего не было, Ру? Это важно. Я опустил глаза под взглядом следователя. Сперва Ронни поговорила со мной. Медленно сказал я. Спросила, не хочется ли мне переехать в дом попросторнее, школу посерьезнее. Предупредила, что мамой мне стать не сможет только няней. То есть, тебя она спросила, а Сергея не стало. Теперь понятно. Потом поговорила с Сергеем, уверенная, что тот согласится. Он молчал, а потом кивнул. Не ожидал, расстроился, удивился. Не знаю, обычно он не молчал, когда спрашивали. Значит, не обрадовался. Я радости или грусти никогда не видел на его лице. Он улыбался только при Веронике. То есть, он всегда был хмур и суров. Нет, не хмур, Сергей мой, я сказал ей. Роя, я очень благодарен тебе. Парни окружающие ее посмотрели на меня недоуменно, а девочка, сделав нетерпеливый жест, обратилась к Киту. Послушай, ты можешь сегодня позаниматься со мной математикой? Тот, конечно, с огромным воодушевлением заверил, что позанимается с Роя обязательно. Все было хорошо. Выдержав паузу, следователь спросил. Ты молчишь, Иру, чтобы не навредить своей матери? Спасибо, что напомнили. Да только сейчас до меня дошло. Распиши я, какая у меня замечательная мать, мне тут же возразят. Как же, такая прекрасная женщина не разглядела Сергея. Любое мое слово в пользу Вероники будет звучать фальшиво. Мне не нужна следующая мать, признался я. Наша семья меня вполне устраивает. Ваше профессиональное мнение, Эрм Ар, обратился Моравин к психологу. Тот заговорил. За этот период есть положительная динамика в физических и умственных показателях. Смена среды, учебного заведения, социума, все возможности, данные высоким статусом налицо. Если бы не факт побоев. Если бы, согласился вставая следователь. Ну а там завтра. Отдыхай, Ром. До свидания. Я думал, что мама взялась за меня, когда заставила бегать по кружкам и секциям. Следователь дал мне понять. Нет, раньше, с первой нашей встречи. Вечер четвертый. Семья. Разговор о маме был только началом главного, основного разговора. Я понимал, что теперь мне не отвертеться, и был не рад, что согласился поговорить. Четвертый визит начался минорно. Психолог Эрмар завел долгую тему о том, что мне будет непросто об этом говорить, но это необходимо. Я же вспомнил предупреждение мамы. Что бы ни случилось, Ру, молчи. Я чувствовал себя предателем. То, что Вероника считала нужным скрыть, выложу я. Меня, может, похвалят за смелость. Свалял я дурака. Что же мне делать? Вчера ты говорил, что Сергей всегда был спокоен до равнодушия. Я правильно тебя понял, Ру? Все верно, следователь Мараин. Почетче изложи, чем занимался Сергей. Что-то с книгами. Мама говорила, что он связал свою жизнь с мировой литературой. Для нее это было удивительно. Мама говорила. А ты сам не знал? Не интересовался. Но ты же Сергея знаешь больше. Смерть Анны вас должна была сблизить. Я покачал головой. Это не так. После смерти Анны мы сидели каждый в своем углу. Старались не попадаться друг другу на глаза. Ты его боялся? Нет. Просто знал, как и он, что мы чужие. Я привык к Анне, к ее роботам. Как Сергей относился к роботам? Я удивился вопросу, задумался. Не знаю. Но они его не напрягали, может, интересовали? Нет, подумав, ответил я. Я не помню, чтобы он подходил к ним. Он общался только с Анной. Что-нибудь тебе он говорил после ее смерти? Что пришло извещение, мы должны переехать. Ничего из вещей брать нельзя. Ладно, а ты? Неужели ты ни разу не поговорил с ним? Я не умел с Сергеем. Только вне дома, на прогулке, в магазине. Анна приучила нас так себя вести на людях. Сейчас мне кажется, что Сергей чувствовал то же самое, что и я. А именно, я ждал, что вернется Анна. Все изменится, но будет лучше. Что, тебе было плохо? В чем ты испытывал нужду? Насторожился психолог. Я не голодал. Мы жили в квартире, небольшой, но не тесной. Вещей было достаточно. Мне не хватало людей. Не с кем поговорить, поиграть. Не мог включить детскую программу? Это не то. То есть, тебя пугало одиночество, уточнил следователь. Может, и оно. Была какая-то обреченность, которая сгустилась с гибелью Анны. Кто знает, может, то же самое чувствовал и Сергей. Ты теперь прекрасно знаешь, кто он, поморщился психолог. Зачем ты путаешь нас и приписываешь то, чего не могло быть? Я стараюсь передать внутренние ощущения тех дней. Мы не разговаривали не потому, что боялись или тяготились друг другом, а потому, что мы не могли этого сделать. Проводник исчез. Почему Вероника думала, что он твой отец? Ей Сергей так сказал, перевел на другой следователь. Я не удержался от улыбки. А что она должна была подумать? Она впервые увидела нас вместе. Сообщили, что у меня умерла мать, а у него жена. Сказали ей несколько слов и почти сразу оказались на ее попечении. Мама нормальный человек, которому и в голову не придет ничего плохого. Почему ты ей ничего не сказал, Эру? По твоим словам, она твой лучший друг, а друзьям открывает душу. Это была долгожданная новая жизнь, сказал я, не задумываясь. Живая, энергичная, интересная. Той, безнадежной жизни мама плотно закрыла дверь, потому мне так легко говорить о прошлом. Мама говорила, это было, прошло и не задело. Она старалась и не лезть мне в душу. Давала понять, что нельзя зевать в настоящем, иначе проиграешь. Значит, подобное отношение Ронни распространялось и на Сергея. Между ними не было тайн от меня. Мама открыто говорила с ним. Сергей ей нравился. Но такой простой вопрос коротко не ответишь. В доме Ронни у него был отдельный кабинет. Мама носила ему туда завтрак. Следователь с психологом переглянулись. Покупала ему одежду в престижных магазинах, готовила обед и ужин. Вечером мы ели все вместе. Она искренне восхищалась его умом и начитанностью. Задавал ли ей Сергея какие-нибудь вопросы по ее работе? Сергей никогда ничего не спрашивал. Мама у него часто. Они могли часами говорить о содержании какой-то старой книги. О поэзии молчу. Само собой. Ваше профессиональное мнение, психолог Эрмар. Обратился Мараин к коллеге. Тот покрутил головой. Сказанное противоречит портрету подозреваемой. Если принять слова Эру за верное утверждение, то Ронни однозначно не представляла, кто Сергей. Я задохнулся от возмущения. Почему этот человек смеет не доверять моим словам? Права подвергать несовершеннолетнего процедуре глубокого дознания у нас нет. Мягко включился Мараин. Его мать знает, что с нами сделает. И будет права. Да, она не устает твердить следователям о своих возражениях по поводу собеседования своего сына. Психолог повел плечом в сторону комнаты, где шел допрос мамы. Те еле успевают слушать. Словы не могут ставить. Почему-то следователь Мараин усмехнулся. Логических неувязок в истории Эру не обнаружил на слух, сказал он. Слишком невероятно, покачал головой психолог. Что вижу я? Пара, занятая повышением статуса, карьеристка, неотразимая женщина, эгоистка, фактически заключает фиктивный, да еще и договорной брак с малознакомым паром, имеющим ребенка, не боясь возможного понижения собственного статуса, даже не поинтересовавшись, какой у них уровень. Я не могу найти мотивы такому поведению. Именно поступок Ронни говорит не в ее пользу. Или знала, или была завербована. Я проверил ее. Действительно, она до замужества ютилась в одной комнате, невзирая на высокий статус. А затем спешно, как раз перед замужеством, начала искать большой дом. Это очень подозрительно. Но старается сама принимать решение, пояснил сдержанно следователь. Да, но почему именно такие? Внешний и психологический портрет Ронни совпадают. То, как свою мать описывает мальчик, идет вразрез, словно это две разные женщины. Верно, спокойно заметил следователь. Женщина на работе и домашняя женщина-мама должны отличаться. Не вижу здесь противоречия. Мама Аделаида не работала. Анна работала, но имела психологическую травму или заболевание, поэтому дома занималась тем же, чем на работе. Чинила роботов и не менялась. Анна хотела измениться, а это ее и подвело. Проверьте, как обстоят у Ронни дела в прошлом, в отношении детей. Она серьезная женщина. Все чисто, следователь Мараин. Наша карьеристка не допускала неудобных последствий коротковременных связей. Других у нее не было. Ронни было не до детей. Материнский инстинкт, значит, ни при чем. Жалость? Понизили бы статус, пришлось бы жалеть себя. Пары таких ошибок не допускают. Блаш? Выветрилась бы на следующий день. Следователь согласно кивнул. Злого умысла я не наблюдаю, помолчав, добавил психолог. Могу предположить, что она затеяла статусный брак, но ни мальчик, ни Сергей не отвечали запросам такого брака. Ронни оказала помощь ребенку, поддержала Сергея, добавила себе хозяйственных хлопот, то есть создала семью. Но я никак не могу понять, зачем она ей понадобилась. Проверьте, что случилось с ее статусом сразу после брака, попросил следователь и обернулся ко мне. Ты, Ронни, ответил на мой вопрос. Слишком много сказал, но не ответил. Мне нужен верный, краткий ответ. Подумай до завтра. Пятый вечер. Мой удивительный отец. Сергей нравился Ронни, которая не позволила ни ему, ни тебе жить хуже прежнего. Готовила, если я правильно понял, тебя сама и следила за твоими успехами. Нет, он ей не нравился. Мне пришлось это признать. На экране появился брачный договор. Договор стандартный, заметил следователь. Ничего особенного. Оговаривается, что суп... Избранные прошли. Я, подавляя в себе неприятный осадок, с насмешкой сказал сам себе. Это было, прошло и не задело. Это тоже был итог. Себя кухаркой-уборщицей? Не понимаю. Ру, в доме были роботы-уборщики? Никогда. Я это сразу отметил при переезде. Только мы, люди. Парский дом без роботов? Люди один другого удивительнее. Хмыкнул Марраин. Ладно. Не получается с мамой, давай о папе. У тебя было время подумать. Что ты знаешь о нём точно? Я, подумав, заговорил. Всегда аккуратен и опрятен. Интересен в общении, культурен. В отсутствии иронии сидел у себя в кабинете. Когда она возвращалась с работы, выходил. Я заметил это потому, что раньше такого не было. Выходил и что? Ничего особенного. Они разговаривали друг с другом. Со мной. Сергей цитировал стихи. До ужина мы разбредались по дому. Родители целовались при встрече. Прощание. Нет, зачем? Ну так делают. Не только супруги. Этого не было между ними. Если вам интересно, меня мама тоже не целовала. Мы вообще друг к другу ровно относились. Никаких глупых обнимашек, ссоры, криков. Драк, разумеется, тоже не было. Образцовая семья, подытожил следователь. Именно так. Из-под лобья подтвердил я, прекрасно понимая, куда тот ведет. Помедлив, Мараин сказал. Представляю, Ру, как ты был напуган, когда Сергей поднял на тебя руку. Всегда спокойный, сдержанный. Вдруг у меня вырвался негромкий смешок. Нет, следователь Мараин, никакого шока я не испытал. Думаю, мы с Сергеем отлично понимали друг друга в одном вопросе. Я замолчал, а взрослые ждали, что скажу. Ронни не приходило в голову прятать свои чувства и отношения. Она прямой человек. Ступая в близкие отношения с мужчинами, она считала, что пользуется своим законным правом. Так и есть, подтвердил следователь. Сергей на ее личную жизнь смотрел спокойно, как и на все остальное. Я, дурак, был уверен, что это все в порядке вещей. — Совершенно верно, — подхватил психолог. — Вы должны... — Не перебивайте меня, — попросил я. — Или не узнаете, что было дальше. Не уверен, что завтра мне захочется откровенничать. Так было до начала осени. А потом мама обратила внимание на инопланетного землянина. Между ними вышло недоразумение. На дроне потешались и громче всех Сергей. Он шутил, острил, отпускал ироничные замечания, подбирал к случаю стихи по поводу нового маминого мужчины и совершенно задергал маму. Я видел, что ей неприятно его оживление, но она сносила и терпела обидные для нее слова. В них не было ничего грубого и оскорбительного, только насмешки. Вместо того, чтобы угомонить Сергея парой слов, мама умела так. Она виновата смотрела и молчала. Недоразумение, вызвавшее такой общественный резонанс, Ронни уладила законным способом. И вроде бы можно было жить, как прежде, но мама изменилась. Это заметил я, думаю, обратил внимание и Сергей. Она перестала быть внимательна к Сергею. Да, она по-прежнему готовила, ходила в магазин и разговаривала с ним, но все это было не то. Ронни держалась прежнего распорядка, а мыслями была далеко. «Закрылась от мужа», — подсказал психолог. Я кивнул и продолжал. «У меня появилась подружка». Я сделал усилие, чтобы не выглядеть жалко. Оказалось неудачно, мы порвались с ней, зато у мамы, казалось, все наладилось с тем инопланетным. Мама совершенно выпала из нашей семьи. Однажды не ночевала дома, позже приходила домой, не любила разговоров и запиралась на кухне. Чтобы она меня услышала, нужно было подойти вплотную и не раз окликнуть. Глядя на нее, мне казалось, что она вечно мечтает или спит с открытыми глазами. Такой я ее никогда не видел. Сергей замолчал. Когда она полюбила этого, своего, мама окоротила Сергея и со стихами и шутками было покончено. Мы ужинали в гробовой тишине, которую Ронни не замечала. Я тогда считал себя несчастным из-за нелепой своей любви и был раздражен. Заметив во взгляде Сергея неизвестно откуда взявшуюся униженность, с которой тот пытался обратить на себя внимание, Ронни, я имел глупость посмотреть на него со злорадным превосходством. Мол, да, верно, с девочкой у меня прокол, но у тебя и так нет. Мама спит не с тобой, любит не тебя, я и сын, а ты никто. Это было по-детски зло, да я тогда по-другому не мог. Сергей понял меня и позже отплатил. Позже? Не сразу? То было осенью. Зима не закончилась, маме ночью стало плохо. Сергей выскочил, одетый, внимательный, мама велела ему уйти. Не его это дело, а инопланетный. Тот улетел еще до Нового года, махнул я рукой. Мама стала рассеяние обычного. После той ночи, когда она дала понять мужу, что не считает его ни супругом, ни другом неприятным посторонним, мы скрестились с Сергеем, понимающие взгляды, и перешли к силовым испытаниям. Сергей бил тебя из-за матери? Поэтому ты ей пожаловался. Не только. Я думал, это будет раз. Однако мой отец, методичный, пунктуально нападал на меня с полшестого до семи часов вечера. Только в это время. Да, в пять я приходил со всех занятий, а в полвосьмого появлялась мама. Сколько времени ты терпел побои? Восемь дней. На уроке физкультуры мы в парах отрабатывали приемы самообороны. После урока учитель разослал родителям предупреждение, что на теле детей могут быть ссадины и синяки. Мама решила проверить, увидела следы побоев и устроила скандал. Так и открылась правда. Послушай, почему ты молчал, что твой Сергей сошел с ума? Спросил психолог. Он же убить мог. Мог. Спокойно согласился я, вспоминая холодную решимость в глазах Сергея. Рука у него была тяжелая, но я не стремился поддаваться. Я знал, нам не договориться. Он совершил глупость. Я заметил, что тот боится, что я проговорюсь маме. Я мог уничтожить его словом. Она не обращала на него внимания. Что будет, если выяснится, что Сергей не такой культурный и спокойный? Да еще не твой отец, добавил следователь. Может, потому он и продолжал, предположил я. Не знал, что делать. Несмотря на его кулаки, порой его было жаль. Ты для него был опасен и рву. Догадался, что с ним что-то не так. Он-то тебе знал точно, сказал следователь. Хочешь знать о Сергее больше? Я знаю, что он робот. Вероника сказала. И как тебе такой поворот? Я усмехнулся. Ха, я жил с роботами. Если серьезно, не знаю. Мне это открытие ничего не объясняет в нем. Морройин повернулся к психологу, который находился под впечатлением рассказанного мной. Автономный робот может принимать пищу. На работе больших успехов нет, перечислял следователь. Может, шифровался? Подал голос психолог. Знает мировую литературу. Других интересов нет. Запросов на иную информацию не делал. В его кабинете навалом черновиков с неоконченными стихами. То есть, тот писал стихи, а в промежутках отыгрывался на парню, уточнил психолог. Пытался писать. Поправил следователь. Нет ни одного законченного. Одни отрывки. Зато на каждом листе посвящение некой эр. Еще не написал, а уже посвятил. Ну и псих. Но он же робот. Застонул психолог. Мне это тоже ничего не объясняют, грустно ответил следователь. Кроме того, на наших женщин кто только не падок. Скоро на вес золота будут. Повисло недолгое молчание. Взрослые раздумывали, что им делать с моей информацией. Ру, подумай до завтра. Предложил мне следователь. Сегодня мы не вели запись, только личную. Если передумаешь до завтра, мы сотрем показания. Я сказал, как было. Не отопрусь. До завтра. Напомнил Мараин. Рисковый ты парень, Ру. Робот мог и убить, и покалечить. Не убил же. Я вообще живуч. Следователь улыбнулся и промолчал. Вечер шестой. Предварительные итоги. Как только я подтвердил свои вчерашние показания, завелся психолог. Агрессия в один и тот же промежуток времени. Это не тянет на десинхронизацию. Я спросил специалиста, тот поднял меня на смех. Нельзя полтора часа быть в сбое, а потом вести себя по-прежнему. Излучение? Не знаю. Я человеческий психолог, и то уже сомневаюсь. Боюсь, как бы у самого от этого дела масло не потекло. О, прекрати. Шутка к месту, следователь. Итак, трое в семье. Каждый действует нестандартно, думает иначе. В этом сложность. О главном, заметил следователь. Не шпионаж. Точно не он. Чем же мы можем обвинить Веронику? На такой вопрос я напрягся. Не досмотр за сыном. За мужем она не имела права следить по договору. Штраф или предупреждение? У меня гора с плеч свалилась. Это предварительно, улыбнулся моему движению следователь. Мы говорим только о тебе. Робота определить ни она, ни он не смогли бы, заметил психолог. Здесь нет вины. Брак признают действительным, как и развод. То есть Ру останется с Вероникой, уточнил Мараин для меня. А с кем ему оставаться? Хмыкнул психолог Эрмар. Мама его обязанности свои выполняла, а Сергей до последних дней его не касался. Не соображу, как было бы лучше. Чтобы вышло как есть или как было. Что гадать? Пожал плечами психолог. Ничего не вернешь, все уже случилось. В голове такое не укладывается. Вы можете показать запись, которую в полиции видела мама? Открыл я рот. Засекречено. Да и нельзя тебе. Покачал головой Мараин. Зрелище то еще. Корвы на куски разломали Сергея. Ставь свою подпись, герой. Будь здоров. Больше не увидимся. Позже, когда и у мамы закончились допросы, а потом ей принесли извинения и закрыли дело, я принес ей фотографию своих родителей. Мама посмотрела на меня и обняла одной рукой. Надо было мне это сделать. Извини, Ру. Я боялась расстроить тебя. Мама у тебя красивая. Ты похож. Она смотрела то на фотографии, то на меня. И на нее, и на отца. Космическая разведка. Опять не повезло тебе. Я боюсь космоса. Скажу тебе честно. С такими родителями ты должен быть умным и сильным, Ру. Тебе не обидно, что я ими интересуюсь? Нет. В детстве лет в десять мне было обидно, когда я видела, что мама думает не только обо мне. Тогда мне хотелось, чтобы она любила меня одну. С возрастом прошло. Скосила на меня насмешливые глаза Вероника. Подросла, поумнела. Теперь было бы обидно, если б ты никого кроме себя не помнил. Ни родителей, ни Анну. Подрастешь, глядишь, и меня вспомнишь. У меня защекотало в носу. Такое, правда, долго не забудешь, заметила Вероника. Но мы выдержали, Ру. Вместе. С тобой было легче, мальчик мой. Пообещай мне одно. Что? Никогда не меняй свое имя. Оставайся, Ру. Для меня это лучшее имя на свете. Самое надежное. Мое появление в школе ни на кого не произвело впечатления. Может, из-за предстоящих тестов. Дрэда не обращала на меня внимания. Руя, в зависимости от настроения, привлекала к себе то одноклассников, то старшеклассников. Я выжидал случая сказать ей пару слов с глазу на глаз, но та по-прежнему была окружена толпой поклонников. Когда она однажды шла после урока в кризис? Как положено по инструкции, после доверительного собеседования я возвращался в отдел, чтобы ознакомиться с текущими результатами по делу Рони Вероники. Уже который день подозреваемой было что сказать. Занятый ее сыном я не вникал, как ведется дело пары, но ежевечерне, читая ее показания, я обратил внимание, что на каждом свежем протоколе разные имена следователей и психологов нашего отдела. Сперва я удивился, но позже решил, что хотят составить о женщине полное представление, вот и тасуют следаков. Дело нетривиальное, как вся семейка, впрочем. Сегодня мы с Эрмаром, психологом, последний раз беседовали с мальчиком, с ним трудностей не возникало. Эру сам заявил о своем праве и честно отработал уступку следствия. Его заботило, чтобы мать оставалась дома. «Она ждет ребенка», — ответил он на наш вопрос. «Бывает же такое». Именно эти слова заставили память отыскать прежнее, дорогое, которое не вернешь. Наш капитан зачитал список лиц, которых он берет в краткосрочный космический поход. Услышав имя своей жены, офицер Инд возразил и объяснил невозможность естествоиспытателя Арос отправиться в космос словами, сказанными через столько лет Теру. Капитан выслушал, поздравил, кивнул и внес в список другого — меня. На этой мелочи память не прекратила обратный отсчет. «Эру! Назовем его Эру!» — без конца твердила счастливая мать, встретившая нас из похода. Так капитан назвал свой космический корабль. «Ох, как я боялась! Страшнее, чем первый полет в космос!» «Завершился успешно. Поднимая бокал в ее честь, поднял бровь наш капитан. А мы все горячо поддержали. Не разрешая ей так шутить, полусерьезно, как бывает в кругу настоящих друзей, говорил капитан Инту. «Имя, тем более для мальчика, дело серьезное. Подбирать тщательнее надо». «Чем не имя?» — поддержал жену тот. «Ваш корабль никогда нас не подводил. Настоящий надежный друг. Арос тут же состроил рожицу нашему командиру. «И не подведет», — подтвердил капитан. «Вещи называют человеческими именами, но делать наоборот зачем?» «Оно принесет ему удачу. Решено. Ты будешь Эру!» — обратилась к малышу мать. Капитан лишь покачал головой. Через полтора года он получил приказ отправиться с миссии к восточным берегам. Планете не самой далекой от Земли, но малоисследованной. И приступил к тщательной подготовке, обязательно предваряющей космический поход. В этот раз Арос настояла на своем участии в космической командировке. Ученые были необходимы. А ей, к тому же, непривычно столько времени находиться на приколе. Маленький Эру оставался под присмотром многочисленной прислуги высшего класса, которую супруги могли себе позволить, благодаря высокому статусу. Поход планировался длительностью 15 месяцев. Договор он заключил с нянями-врачами на два года. Эру. Корабль капитана загорелся через несколько минут после взлета, и команду единомышленников моих друзей не пришлось хоронить. Деятельный, бесстрашный капитан ушел в вечность, а верные друзья составили ему компанию. Все, кроме меня. Это было 12 лет назад, в прошлой жизни, иной эпохи. Морею, мою жену, случившееся подкосило. Начались серьезные проблемы со здоровьем. Вдова капитана почти приказала мне покинуть службу, сославшись на подвернувшийся предлог. Перейти куда угодно. Я не спрашивал, понимал. Все кончено. Одно к одному. Друзья погибли, Мария заболела, служба не та. Подвернулся сыск. Понизили статус. Деньги уходили на лекарства и врачей. До сих пор так и непонятно, хороша ли подобная стабильность. Жизнь заставляет обращать внимание на изменения. Жена капитана, умнейшая женщина, уже ушла из жизни. Дети их стали взрослыми. Я постарел, а Мария не становилась ни лучше, ни хуже. На беседах с мальчиком я смотрел на него и не вполне верил, что это тот Ру, над которым счастливо разливалась Арос, его мать. Принимал поздравления от друзей Инд, его отец. Офицер редкого хладнокровия. Тот ребенок, кому желали здоровья и за чей успех пили лучше из людей. Подумать только. Сын Инд и Арос сидит передо мной и рассказывает, что выпало ему пережить после гибели родителей. У него другая мать, уже четвертая, и тот за нее держался. Послушать его, так она вся из золота. Подозрительно. Мараин! Оторвался отдел мой прямой начальник, увидев меня. Я появился в кабинете сдать дело. Закончил с мальчишкой? Отлично, завтра с Эрмаром к его матери. Чертого баба! Как? Это не по инструкции, опешил я. Мой шеф не имел середины ни в чем, тем более в выражении эмоций. То молчит часами, то взрывается от малейшего повода. За столько лет я привык к нему, а первое время горько вздыхал в душе. Да, это не капитан. Тот был не просто центр нашего кружка. Мы между собой были крепко спаяны доверием и общими интересами. А капитан для нас всех был живым образцом мужчины, военного, ученого, человека. Наша компания — отдельная вселенная. Наши семьи — обязательная часть мира. С Марией меня познакомила жена капитана. Теперь же не один год из-под тяжка финансово помогают их дети. Не по инструкции, вскипел шеф тут же. Девять дней. Девять дней допрос идет. После каждого свидания с подозреваемой никого в чувство не привести. Первые собираются жениться на ней, вторые развести с женами. Это из-за какого-то одного вечера. Из всех следователей остались вы да я. Пойдете вы, Мараин. За вас я спокоен. Да встряска вам не повредит. Я холодно встретился с нагловатым взглядом. Мой начальник не первый, кто намекает без намека, что разведенный я — более выигрышный вариант. Развести с больной женой означает повысить статус, выйти на престиж, скинуть бремя забот. На вашем месте, Мараин, я бы, бывало, вздыхал шеф от моих возможностей, а я думал, ни за что не пожелал бы оказаться на моем месте. Сменить лица на морды, как я презираю ваше невежество и мелочность. Недалекость и отсутствие всего отсутствия завидуют мне. Разведись, женись или живи в свое удовольствие. А если моя несчастная жена, которая одолела нездоровье, единственный оставшийся человек, тогда как? Домой я приходил поздно. Не только из-за обилия работы. Добираться далеко. А на такси я забыл, когда в последний раз катался. Служебного транспорта мне не полагалось. Много наследователей. И я не лучше в отделе. Жена привыкла, что чаще видит сиделку и врачей, чем меня. Но когда входил домой, всегда слышал из приоткрытой двери голос Мореи. «Дорогой разогрей ужин, не забудь!» «Не спится!» «Ты уже одна!» Я входил в комнату, полную разнообразных медицинских запахов. Часто мне казалось, что именно из-за этих специфических ароматов Морея не может оправиться. Я бы не мог долго жить в такой атмосфере. Ее комната проветривалась, но запахи стойко держались с Мореей. «Лекарства скоро подействуют. Через час усну. Спокойной ночи, Марин!» «И тебе, Мореюшка!» Обмен одними и теми же фразами мы проводили еженощно, обманывая друг друга. Все хорошо. Ничего не случилось. Раньше я ломал голову. Не спит из-за боли или ждет. Скучает, затворившись в четырех стенах. Мария всегда, сколько я ее знал, была прекрасна. Если бы не добрая воля жены капитана, представившей нас друг другу, то есть заставившей обратить на меня внимание энергичной летучей журналистки, то никогда бы мы не смогли быть вместе. Слишком разные. Мы поженились довольно скоро, и странное дело, общего оказалось больше. Друзья шутили, что путают нас. В голосах, внешности мы с годами приобрели сходство. «Подобрали по именам, да?» – спрашивали ребята жену капитана. Но та лишь улыбалась шутки. Сейчас мы тоже были похожи. Одинаково раздавленные, но еще живые. В те дни, когда капитан отправлялся в свой последний поход, Мария ждала ребенка. Ходила последние недели, готовилась к родам. Как ее красило выражение затаенной надежды и тайного знания. Может, поэтому капитан не взял меня в экспедицию, а уступил доводам Арос, который до чертиков надоело торчать на земле. Как и я, Мария не знала мира лучше, чем общество одних и тех же военных и ученых. А она крутилась везде. Кроме амбиций, талантливая журналистка нашла здесь взгляды и убеждения, схожие со своими. Услышав о гибели друзей, Мария сначала потеряла ребенка, потом я чуть с нею не простился. Умолил прийти в себя, пожалев меня, Мария очнулась, но впала в депрессию, затем замолчала, а потом уже болезни выстроились в очередь и навещали ее одна за другой. Безжизненные глаза, бездвижное тело, бесконечные вариации на тему «они не вернутся». Для нас обоих катастрофа, унесшая друзей, и гибель ребенка при родах слились в одной и легли камнем на душу. Просто я оказался выносливее. Нервные заболевания надо лечить. Средств хватало на обезболивающие да на присмотр. Я боялся оставлять жену одну, и то самые дешевые. Сегодня очередная сиделка приходила в последний раз. Они требуют, чтобы платили вперед. Надо искать, нанимать следующую. О разводе жена заговорила после смерти ребенка. Рассудительная и отстраненная. «Разведись со мной, Марин, ты справишься. А я не могу, прости». Я отнесся к ее словам, как к следствию болезни. Мало ли что скажешь, будучи нездоровым. И так справляюсь, не переживай. Придется нанять... Марин, тебе понизят статус, если останешься с больной женой на руках. Когда меня волновал статус? Последний раз в военном училище. Военных много учили нас, и мы должны... При капитане статус не поминали. Он ценил людей. Поэтому каждый из нас в своей области был единственный. А высокий статус шел в нагрузку, а не наоборот. Какие люди? Герои? Мареюшка. Я впервые назвал ее тогда ласковой не от нежности, а от безысходности. Не оставляй меня с ничтожествами, гонящимися за статусом, и не равняй меня с ними. Все же в команде капитана я был кое-кем получше выгребного бачка. Довольно того, что я никогда не забуду, что должен был быть с нашими... Жена вцепилась мне в руку и больше о том разговоров не заводила. Когда появилась возможность отправить ее в пансион для лечения, как выяснилось позже, больше такой удачи не подвернулась, Мария отказалась. Нет, Марин, не поеду. Не хочу к чужим, буду рядом с тобой, если можно. Мне бы настоять, глядишь, и поправилась бы, но я ее понимал. Как я боится задохнуться в чужом ей мире. Так мы и жили, бедно, убого, жалкое, вместе. Виделись рано утром и поздней ночью. Вот так перекликнемся словами, и уже хорошо. Молчание Марии я не вынесу. Я уже справился с нехитрым ужином, когда услышал негромкий стук. Я бы не обратил внимания, слишком звук был невнятен, но он насторожил меня. Все ночные шорохи нашей квартирки, в которые мы перебрались из обломков прошлой жизни, я отлично знал, этот был новый. Неслышно подкравшись к входной двери, я открыл ее настиж. На пороге стояла темная фигура, скорее мужская, чем женская. Это можно было угадать, не увидеть. Она удачно сливалась с уличной ночной темнотой. Непрошенный гость, не растерявшись, легко втянул меня обратно в дом и затворил дверь. «Здравствуй, Марин!» – шепотом сказал он. «Можно у тебя переночевать?» Я узнал его по голосу, хоть тот старался говорить чужим. Мы виделись редко, все время случайно. Он помогал мне деньгами, один раз лекарствами для жены, прикрывая желанием сестры передать нам свою благодарность за верность прошлому. С натяжкой можно было назвать Морею и Эрнестину подругами. Слишком крупной величины в нашем малюсеньком обществе были они. Нор и Энна – дети капитана. Я знал, что инициатива исходит от сына капитана, но почему-то я не испытывал неловкости, принимая его помощь. Хоть другим не позволял жалеть нас с Мореей. «Что у тебя случилось?» – так же шепотом спросил я. Нор усмехнулся, и я невольно отметил в нем все ярче проступавшие черты отца. «Да, это сын капитана». Как отец, Нор пошел по военной, но, насколько мне известно, является высоким чиновником внутренней службы. В моем понимании, больше чиновник, чем военный. Из многочисленных карманов куртки гость начал выкладывать на стол припасы, всего понемножку. В том числе и небольшую походную склянку. Правильно. Настоящий вояка никогда без провианта не ходит. Первая заповедь – мало ли, когда полевая кухня прибудет. «Ничего не случилось. Из гостей шел, смотрю, у тебя в окне горит свет, дай, думаю, напугаю. Очень помешал. Давай выпьем по чуть-чуть, а?» Он потряс небольшим пузырьком. «Ты же из гостей!» – улыбнулся я, доставая чашки и стараясь не шуметь. Давно пережитое, но незабытое кольнуло, больно царапнув внутри, как легочный спазм. «Там не то!» – махнул рукой Норт, чуть не опрокинув налитое. Пригубив для виду, он откинулся устало на спинку стула. Я подумал, что гостю не мешало бы лечь. Хотел встать и предложить разместиться на ночлег, но вместо исполнения обязанностей гостеприимного хозяина выпил до дна скудное содержимое пластиковой чашки. Да, это он, напиток моей безоблачной, безоглядной молодости, который я делил, как и все остальное, с родными друзьями. Узнав его вкус, я вообразил на мгновение, что встречаюсь с ними. Мар, хитрэм, друзья техники. Варк, квины, шош, военные космонавты. Не путать с космическими военными. Художница Коро, Кор, живой навигатор космоса, как шутил капитан. Психологи Чаян и Эри, семейная пара ученых Инт и Арос и капитан. Мне он почему-то представлялся вместе со своей женой. Хоть та никогда с ним не бороздила, космос ждала на земле. Эх, ребята, как же тяжко нам с Мэй без вас. Она простилась с вами, оттого и заболела. А я вас ждал и буду ждать, пока жив. Норм мне не мешал. То ли отдыхал, то ли думал о своем. Может, и наших видел, как я. С такого вина все возможно. Как отблагодарить внезапного гостя, завернувшего ко мне и принесшего нечаянный праздник? Могу только рассказать, то есть пожаловаться на свои неприятности и трудности. Другого в моей жизни нет. Нарушив все правила и запреты от этикета до профессиональной этики, я заговорил об ИРУ. Рассказал о подробностях, что знал. Поделился сомнениями в невиновности его последней матери. Выложил, что знал о ней. И под конец посетовал, что к завтрашнему утру должен представить свежего следователя или взять на себя дознание пары. «Могу помочь?» — впервые подал из темноты голос Нор. Этих слов было достаточно, чтобы я почувствовал горячую благодарность. Всего лишь слов. Я замолчал, чтобы заговорить снова. После монолога мне стало легче, и я безумолку болтал о пустяках, которые казались мне ужасно важными. Когда замолчал, увидел на месте Нора Морею. Она сидела, поджав ноги на стуле. Оттого ее сорочка колоколом стояла от плеч до ножек стула. Жена с видимым удовольствием смаковала вино из чашки пропавшего гостя. Она подошла ко мне, обняла за голову. «Все наладится, Марин. Вот увидишь», — шепнула она. «Я поправлюсь, а ты дождешься своего капитана. Веришь мне?» «Да, Мэя», — обнимая ее, ответил я. «Ты меня никогда не подводила. С ней мы давно неделимы. Не понять, где еще я, где уже она. Ее болезнь — моя вина. Ее горе, моя печаль, мои неприятности — ее болезни». Долги прошлого «Помнишь, ребенка Инта и Арос Эру?» — спросил меня, замученный жизнью Марин, единственный оставшийся в живых друг отца. Я вначале думал, что ослышался. Затем решил, что следователь фантазирует. Люди, занятые рутиной, придумывают небывальщины. Но Марин с увлечением пересказывал подробности, которые сходу не сочинишь. Было ясно. По удивительному совпадению, с течением обстоятельств единственному уцелевшему из круга моего отца пришлось вести дело того самого двухлетнего малыша, которого ненадолго, по меркам космического похода, оставили родители на попечение квалифицированной прислуги. Я обратился вслух и думал, «Эру!» Даже имя не сменили. Удачно я зашел. Поздно ночью домой я побоялся идти. Мало ли что. Может, у Эны гость или личная жизнь наконец появилась. А мне не нужно, чтобы меня кто-то видел. Марину я не солгал. Увидел свет и пришел. Эру, сын Интеярос, попал в переплет. Его матерью оказалась Роня Вероника, чей чудесный муженек чуть не угробил на предварительном допросе красавчика и труса Эммануила. Еще одно совпадение. Что бы я потерял, не зайди на огонек Марину. Подробная ее история, которую я услышал от Марина, а они проверяли каждое ее слово, доказательство невиновности самовлюбленной женщины. Бедное начальство Марина. Скоро начнут локти кусать из-за своей поспешности. А Эру, если он настаивает на такой матери, его тоже проверили. И все поняли, чего он хочет. Это самое малое, что я могу сделать для него. В памяти о его родителях. По долгу службы, у которого нет срока давности. Ради справедливости, которую, я надеюсь, мне удается время от времени восстанавливать. Звонила ему его одноклассница, Руэ, услышал я Марина. Я чуть не полез обнимать Марина. Спасибо, друг. Я окончательно проснулся, мозг заработал и требовал деятельности. Знаю я, как повернуть дело. Руэ, значит? Дрянная девка. Толку с нее не будет, но какие люди ее окружают. Благодаря мелкой паре я знаком с лучшей женщин, которая, впрочем, меня терпеть не может. Но она воспитана, и потому вынуждена периодически мучиться со мной. Руэ из всех своих мальчиков выбрала Эру. Это не мое дело. Парень или его мать справится. Марина я отблагодарю. Давно это следовало сделать. Да горд он! Эне неудобно приставать, а мне некогда. Марина Мэя. Если б не вы, дорогие, если б не вы, вы и представить не можете горе нашей сеной матери после гибели космического корабля Эру. То, что вы остались живы, было для нее утешением. Услышав движение в соседней комнате, аккуратно ушел, надеясь, незаметно. Марин, во всяком случае, не прервал поток слов. На темной улице огляделся. Трудно было найти райончик темнее, а Марин с Мэей еще и жили на Ачибе. Далековато от остального жилья. Я так и не сомкнул глаз. Но темнота не заставляла думать о сне и покое. Теперь с каждым днем все раньше светлеет, а я знаю, где все-таки высплюсь. Утренний сон самый благотворный, учила меня мама. А мамуля зря не скажет. Настало время совместить приятное с полезным. Видеть мою красавицу мне всегда доставляло удовольствие. Посмотрим, обрадуется ли она мне. Негодяй моей души Ночные часы я посвящаю себе, любимой. С каждым прожитым годом выглядеть хорошо стоит дороже и занимает все больше времени. Поэтому вместо того, чтобы упасть как есть и мгновенно уснуть, как поступала в юности, я вызываю специалистов по красоте и отдаю себя в их безжалостные руки. Только я привела себя в надлежащий безукоризненный вид и расслабилась, надеясь поспать 3-4 часа, как встроенный робот оповестил о приходе Нордия Мурагара. И тот, сияя ухмылкой, поспешил запечатлеть на очищенной коже моего лица хозяйский поцелуй. «Благоухаешь, как всегда!» Повел носом он, и я смутилась. Подумает еще, что для него старалась. Двусмысленный комплимент, но кожа моя покрылась рябью от удовольствия. «Нордия Мурагар — единственный мужчина, который заставляет меня расстраиваться и теряться, которому я до сих пор не подобрала ключ. От остальных я знаю, чего можно ожидать. Этот всегда ломает рамки и вечно меняется, как настроение у подростка. «Я тебя не ждала, недавно легла и устала. Извини». «Как можно прозрачнее», — сказала я. «Проходимец, прохожий моей жизни. Никак, нигде мы с ним не совпадали. Это не мужчина, а горсть песка, ветром занесенный в мою жизнь. И с тех пор я безрезультатно пытаюсь вымести его из своей жизни начисто. Да не выходит. Он никогда не стеснялся меня. Грубоватость, напор — это в нем откорва. С первой встречи мужчина предупредил, что недостойного происхождения. Как все корвы о своих родных, заявил он это с гордостью и вызовом. За что я его терплю? Я смотрела, как тот скинул одежду, направился в душ. Поймав мой взгляд своим насмешливым, кинул через плечо лениво. Я тоже устал, милая. Только сполоснусь и спать, обещаю. Не буди, не отвлекайся. То есть я сейчас на что-то намекала? Чего-то хотела от него? Что за тип? Вечно со своей самоуверенной ухмылочкой. Не знаю, что больше мне по душе, видеть ее или не лицезреть вовсе. И так, и эдак плохо. С ним, как выпотрошенная, вечно на чеку. Без него, без нудря Мурагара, я впервые почувствовала безысходность. Задел он какие-то невидимые ниточки моей души. Потому я радовалась и бесилась, когда этот грубиян заворачивал ко мне. Непростая это была радость, как все наши отношения в целом. Не чувствую я себя самостоятельной с ним, только растерянной глупой женщиной. На его внезапное, хотя я всегда его ждала, появление, ворохнулась моя дурацкая душа, отызвалось глупое тело. В очередной раз я готова была задвинуть запреты и здравые доводы. Я прекрасно понимала, что нудря Мурагар пользуется мной. Но это не помешало мне почти сразу дать ему доступ в мой дом, ревниво терпеть его отсутствие, он мне ничего не обещал, и с трудом выносить случайные, как сейчас, встречи. Все потому, что мы с Полукорвом не ограничились единственным случайным свиданием. Может, кому-то и помогает разглядеть партнера за одну встречу, что охладеваешь к нему позже. Но у меня так не выходит. Обычно я составляю себе мнение о мужчине, и только тогда он становится мне неинтересен. С этим не получается развязаться до сих пор. Да я и не хочу этого. С каждой нашей встречи я увязала в своих чувствах, противоречиях, подпадала под его обаяние. Все теории рушились, стоило ему подойти ко мне с пустым замечанием. Проклятие. Не выдержала как-то я. Не преувеличивай, милая. Снисходительно заметил он. Ему нравилось портить мне жизнь, и я часто называла его своим проклятием. Это прозвище лучше, чем Полукорв, как себя нарочно называл мой красавчик. Я с первых дней проводила психологическую терапию насчет его происхождения, пока до меня не дошло, что мое проклятие куражится. Ничуть его не угнетала мысль, кто его отец, мать. Могу поспорить, но Дриамурагар заявился ко мне между делом, если не между девками. «Ночи с тобой лучше дней», отвесил мне Полукорв, появляясь очередной ночью. «Негодяй!» Не сдержавшись, зашипела я от одной мысли о соперницах моложе меня. Но Дриамурагар уже был рядом, изволил вытираться после душа, не доверяя такое ответственное дело никому. Услышав древние ругательства, захохотал. «Ого! Ты с кем спала без меня? С профессором древнего языка?» Я не боялась, что Нудриамурагар донесет на меня за несдержанность. Между нами бывало и почище. Однажды я в порыве ревности, я, психолог высшего класса, пригрозила, что убью его, если у него будут другие женщины. Конец пришел бы моей карьере и статусу. Да проклятие захохотало, как сейчас, тем и кончилось. Завещание написал, заметил он, смеясь, в следующую нашу встречу отмахиваясь от моих извинений. Ничего не забывал он, любил напоминать мои промахи. «Трогать тебя можно?» Впитался крем. Насмешливо осведомился молодой любовник и, не дожидаясь ответа, смыл с меня раздражение и усталость, женскую неудовлетворенность, наполняя эмоциями и ощущениями наслаждения, счастья, покоя. Женщина я, а не психолог с высоким статусом. Проклястье. Ну и что, что мой горячий любовник обнял меня потом, буркнул, «Утром не буди!» и тут же захрапел. У меня тоже сразу закрылись глаза, пока не услышала бота. «Доброе утро, Ларра! Шесть утра! Вам пора вставать!» Я ходила по своему дому на цыпочках, хоть знала, что нудря Мурагар спит, как убитый, шуми, сколько влезет. Сама приготовила завтрак, не просто это было. Но пробудившись, проклятие в минуты привело себя в порядок, а я часы потратила, и против обыкновения заговорила о деле, а не безделице. «Ты позавтракала, милая! У нас с тобой важное дело, безотлагательное!» И улыбнулся такой чарующей улыбкой, что я еле на ногах удержалась. Мною хотят попользоваться на новом уровне. «Какое дело?» У меня не укладывалось в голове, какое совместное дело нас может связывать, кроме постели. Но дря Мурагар ответил напрямик. «Твоя соплячка когда-нибудь тебя подведет, как следует, моя милая?» «Что с Руэ?» «Что с ней может быть? У нее все в золоте. Это ты расхлебывать будешь, в случае чего?» Услышав предоставленную информацию, я верила ему и не спрашивала об источниках. Довольно того, что племянница мне ничего не сказала, я разом превратилась в знаменитого психолога. Переоделась в строгое, слушала, что предлагал партнер. Он намеревался выступить следователем в паре со мной. Неожиданно. Я знала, что у нудрия Мурагара высокий статус. Военную выправку видно было издалека, но подробной информации о нем мне не удалось собрать даже на уровне сплетен. О себе он не рассказывал, ограничиваясь происхождением. На секунду я обрадовалась деловому тандему. «Погоди, я знакома с Ронни», предупредила я его. «Встречалась с ней. Я не имею права присутствовать на допросе. Я заинтересованное лицо». «Со мной имеешь», возразил Полукорф. «Считай, мое ведомство наняло тебя». «Постой, нудрия Мурагар, все не так просто». «Тише, Лара». Он провел по моей щеке ладонью, и я замерла от двойного удовольствия. «Никогда он меня не называл по имени. Все милая да дорогая. Отчего я часто сомневалась, помнит ли он мое имя. Ты психолог. Остальное дело не твое. Держись нейтрально. И дуру свою приструни, а я ее отмажу». «Почему ему важно, чтобы у Роя, моей племянницы, не было проблем? Почему он готов пойти на нарушение инструкций? Это из-за меня?» «Никогда нудрия Мурагар не посвящал меня в свои планы. Наши отношения были иного свойства. Откуда он взялся? Из-за Роя. Я проявила инициативу, ошиблась раз и навсегда». На одном из вечеров подошла к статному незнакомцу в форме и предложила ему познакомиться с Роя. Она тоже была на вечере. Познакомиться с определенной целью. Помочь девушке избежать возможных недоразумений с противоположным полом, свойственных неопытности и штампом ее возраста. Тогда-то внешне сдержанный военный ухмыльнулся и насмешливо посмотрел на меня. «Вы зовете, чтобы я обучил вашу девочку постельной поэзии?» Его губы скривились презрительно. «Не жалко?» «Моя мать Корф. Надеюсь, вас остановит хотя бы это». Я не смогла скрыть смятение от собственного промаха. Субъект заметил это и ухмыльнулся, разглядывая меня. «Прошу извинить». «Я не прощаю ошибок и промахов». Неприятно улыбнулся он. «Что же до вашей племянницы?» «Уверяю, она справится без вас. Это видно с далекого расстояния». Корфу видит цену любой женщине. Он понаблюдал, как обхаживают трое поклонники и перевел на меня насмешливые глаза. «В поводыри не гожусь. А вот с вами, раз вы не брезгливы и трудностей не боитесь?» Моложе себя партнеров я отвергала, отказала и ему. Не хватало мне комплекса мамочки. Мы отошли друг от друга, чтобы через несколько минут он мне шепнул, чтобы я возвращалась к себе. Он навестит меня через полчаса. Так я, не говоря ни слова, капитулировала перед ним. Это вышло не совсем законно. Не я назначила свидание, а он мне. Адрес? Разберусь. Насмешливо сверкнул глазами человек, чьего заковыристого имени я не знала. «Надеюсь, вы откроете мне дверь, иначе я буду стучать до тех пор, пока вы не сжалитесь». Я не стала заявлять о нарушении. Наши отношения – это одно сплошное нарушение закона, покоя, здравого смысла. Подчас, когда я маюсь от безысходности и гадаю, где может быть эта скотина. Так трудно позвонить. Мне приходит на ум мысль, что добром это не кончится, потому что в наших отношениях никакой прямоты, простоты. Всё экспромтом и нахрапом. Ничего подобного я в своей жизни не испытывала, и кровь коровов тут ни при чём. Я не жалела, что нудрия Мурагар – вот такими. Я выговорила его правильно с первого раза. Не достался Руэ. Я мечтала, чтобы он никому не достался, кроме меня. Что может быть ужаснее подобных мыслей для современной свободной женщины? А Руэ, как я ни старалась, нудрия Мурагар упрямо мнение не менял. В его глазах она была соплячка и дрянь. Сколько раз он предостерегал меня. Его предубеждения против племянницы я не могла понять. «Не говори, милая, что ты была такая в её годы». Недобро предостерёг он. Когда он был серьёзен, то становился другим человеком и заставлял меня, взрослую женщину, робеть перед ним. Лицо становилось каменным, взгляд суровым. Да, это не мальчик. Это мужчина. Военный. Чаще, впрочем, это было кошмарное проклятие. На его слова я грустно покачала головой. «Нет, она лучше меня». «Тебе так кажется, милая». Выйдя из дому, мы не сказали друг другу ни слова до тех пор, пока не попали в нужное учреждение. Я смотрела в серьёзное лицо нудрия Мурагара, не узнавая своего хама и корва, и прикидывала, вот зачем он так? Что всё это значит? Любит он меня или использует? «Проклятие!» Сорвалось у меня. На мгновение полукорф стал прежним. Хитрая улыбка изменила его. «Негодяй лучше», заметил любовник, усмехаясь глазами. «Ты начинаешь отвлекаться от меня. Намекни, когда я стану тряпкой или ничтожеством». И подмигнул. Окончание дела Лара предложила в качестве следователя мою кандидатуру, сославшись на результативность моих действий. Как я и рассчитывал, никто не вникал в тонкости, текучка. И назначение было получено очень быстро. Не успели толком перекусить с госпожой-психологом высшего класса. Мы переступили порог квартиры, в которой жила Ру со своей матерью. Увидел я и подростка. Он вышел из своей комнаты, провожая нас настороженным взглядом. Похож, пожалуй, на Арос. Как бы мне не хотелось подойти и сказать, я знал твоих родителей, Ру. Замечательные были люди. Я видел его тревогу. Парень беспокоился за свою нынешнюю мать. На жену Сергея, который всех нас удивил, а труса Эммануила заставил трястись, как осиновый лист, посмотреть было любопытно. Женщина находилась в интересном положении. Это не бросалось в глаза. Да корвы видят такие вещи. Хороша. Но до Лары ей далеко. Я ждал чего-то особенного. Увидев Лару, Роня Вероника забеспокоилась. Но высокого ранга специалист взяла дело в свои руки. «Если вы чувствуете себя неловко, можно пригласить другого психолога», – приветливо предложила Лара. «Еще чего!» «Я и подвел Лару к этому делу, потому что знал, у нее выйдет разобраться. Ее отчет непростая аудиозапись. Прислушаются?» «Нет, это лишнее». Роня Вероника тут же взяла себя в руки, и я удивился, как это Лара быстро с ней справилась. «Признаться, я рада вам, Лара. Вокруг меня слишком много лиц». «Следователь Нур-Дям-Рагар», – представился я, разбивая беседу, которая норовила стать приятной и легкой. «Надеюсь, стать последним в череде дознавателей по вашему делу». Подследственная кивнула, и мы начали допрос. Не прошло и двух часов, как мы оставили хозяйку дома навсегда, выполнив заветное желание Ру. Впрочем, я заверил, что мы придем завтра. «Как она тебе?» – заглядывая мне в глаза, спросила Лара. «Влюбленная дура», – с досадой ответил я. «Шпионажем не пахнет. Дутая сенсация». «Пообедаем вместе?» «Обязательно, Лара. Потом я сяду, почитаю ее предыдущие показания, нет ли несоответствий. Что скажете о ней вы, психолог?» Вместо конструктивного ответа Лара начала нести какую-то дичь. Восхищаться подследственной, доказывать мне, какая-то необыкновенная женщина и прочее. «Рад, что ты влюблена», – вставая ухмыльнулся я. «А ты ничего не понимаешь в женщинах», – запальчиво парировала Лара. «До завтра, партнер», – целую ее сказал я. «Отдохни, но не забывай меня». Утром мы встретились в учреждении. Лара благоухала. А вот я накануне спал, в приглядку читая и перечитывая собранный материал, и составляя подробный отчет. «Ты едешь?» – спросила меня Лара. «Сдай отчет и поедем». «Уже?» «Конечно. Допрашивать дальше не имеет смысла. Для невиновной мы слишком долго ее продержали. Причины мотивов для возбуждения дела нет. Можешь остаться?» «Извинения я принесу сам». «А компенсацию морального вреда?» «Обойдется. Нарушение родительских обязанностей налицо». Она это признала. «Пусть радуется, что все закончилось. Статус не понижен, родит – понизит». «Что в вашем отчете?» Лара вновь пустилась в пространные, отвлеченные умозаключения, из которых я ее еле выдернул. «Вы больны, психолог». «Я думаю на перспективу. Эта женщина психологически выправила ребенка. А это не каждый может». «Не поспоришь. Меня больше интересует умерший робототехник Анна», – признался я. «Получается, Сергея она почувствовала? Или знала, кто он?» Лара не ответила. Но ей понравилось, что предметом моих мыслей является не ее протеже, которым психолог так восхищается. Наши отчеты проверили. Противоречий в выводах не обнаружилось. Говорил же, Лара знает свое дело. Съездил, принес извинения, увидел радость в лицах, и был таков. «Ничего, Эру. Время есть. Позже свидимся». Поздним вечером я появился у Лары. Навел переполох. Разогнал жриц красоты, что вились вокруг нее, уверяя, что нынче их услуги ни к чему. Когда остались наедине, Лара была крайне недовольна. «Я тебя не ждала». Я ухмыльнулся. Лара всегда начинала с этих слов. «И устала», — подхватил я, сунув ей под нас букет цветов. Затрудняюсь, как их именно. «Кажется, ни разу не дарил тебе веников. Когда-то нужно стать примитивным». «Да, никогда не дарил ты прав», — удивленно протянула женщина, невольно вдыхая аромат цветов. А я замер в восхищении. Лара была сама как цветок. «Я не ждала тебя, потому что мы вместе работали. Профессиональная этика». «Не усложняй, милая», — отверг я. «Мы поработали. Закон не запрещает отметить удачное завершение совместного дела. Только благодаря тебе это стало возможно». «Мы были знакомы до того, почему мы должны шарахться друг от друга теперь. Мало ли, когда мы встретимся в следующий раз». «Что?» — грозно спросила Лара. И букет в ее руках стал веником, которым она собиралась воспользоваться. «Ты вновь намерен исчезнуть?» «Мой дорогой психолог!» — хобнял я ее с целью защиты от возможной агрессии, изо всех сил демонстрируя, что напуган до полусмерти угрозой в ее голосе. «Ваш релакс, что вы расточаете, бесценен для меня». В подтверждение своих слов я с удовольствием вдохнул запах волос женщины. «Поэтому пора браться за работу, пока силы не покинули окончательно». Глаза Лары засверкали. «Вот темперамент». «Тогда проваливай и не приходи больше», — зашипела Лара, освобождаясь. «Все-таки любовь», — хмыкнул я, отходя на безопасное расстояние. «Ничего, милая, всего несколько сеансов, и мы это выветрим». В ответ в меня полетела ваза. Успел отскочить, спрятался за дверью от осколков. «Я еще приду», — пообещал оттуда. Лара выругалась, используя несовременные выражения. «Неужели между нами был какой-то профессоришка древнего языка?» «Не драматизируй, милая!» «До встречи!» «Или ты меня не ждешь?» Горизонт Утром опоздал на три минуты шесть секунд и ничего хорошего не ждал. Выговора за опоздание не последовало. Назначение следователем по делу Рони Вероники не поступало. Я тоже не торопился нарываться на грубости и сидел над отчетностью. Эрмар потоптался и ушел с другим следователем разбирать дело о хулиганстве. В отделе тихо никогда не было, но вчерашнего начальственного фейерверка не наблюдалось. Я поднял голову от бумаг, почувствовав, как все вокруг притихли. «Проверка идет, что ли?» В тревоге я удвоил усилия, занимаясь волокитой, пока не вспомнила начальство обо мне. «Шеф оглядел меня по-новому, словно не узнавал. Сейчас выскажется о моем неподобающем внешнем виде. Опозданием тыкнет. Я лихорадочно перебирал. В чем еще виноват?» «Вы уже закрыли свои дела, Мараин?» «Я подтвердил. За полдня успел». «Отлично. Шеф лицом помягчел. Подпишите. С завтрашнего дня вы в отпуске». «Как?» «Вот так!» — взвился он мгновенно, не в силах сдерживаться. «Проверочка в пути. Выискивает, к чему прицепиться. В соседнем отделе оштрафовали начальника. За что? Трое у него, видишь ли, без отпуска год работали. Про текучку, раскрываемость не стали слушать». «Я стоял столбом. Не выражать же сочувствия в самом деле. Сколько вы не были в отпуске? Кто же его знает? Лет шесть, может, семь. Первые годы предоставляли в порядке очереди, потом стали дробить. И как-то само вышло, что я сперва не догуливал дни, потом их путали с отгулами, которые все равно некогда было брать. И в конце концов я не только об отпуске, а выходном не смел просить. «Много работы». «Год до три», — предположил я наугад, чтобы начальство не доводить до бешенства. «Год, год, один год, запомните, Мараин. Появитесь на работе не ранее указанной в заявлении даты. Дела сдадите Форгу». Тот уже раздумал разводиться из-за подследственной «это кстати». «Да, а как же она?» — спохватился я. «Я осекся, опасаясь взрыва праведного гнева». Но шеф хитренько улыбнулся и мигнул глазками. «Обошлось без нас. Взяли и кто выше. Нам хоть позора не иметь. Не тянет проклятая баба на шпионку, пусть компенсацию ей они и платят». Мой начальник крякнул от удовольствия. «Знаете, кто ее психолог теперь?» «Лара». Думаю, парни без связей нанял ее для своей милашки. «А следователь?» Шеф наморщился, вспоминая. «Нур, мур, что-то заковыристое язык сломаешь, но ей в самый раз будет». «Нур, Дямарагар, нор». Мэй рассказывала, что капитан, услышав, как сына назвала жена, был под большим впечатлением и не удержался от реплики. «Если сумела родить, ты сумеешь выговорить имя». Будто бы в ответ изрекла его половина. Домой я не шел, а ехал. Мэй без сиделки, как она одна. Дома меня ждала не нервная, тревожная женщина, а спокойная жена. Слушая мои удивительные новости, она накормила меня ужином, а сама подсела к столу. «Можем нанять новую сиделку», — предложил я. «Хотя, если я свободен...» «Не хочешь ли, Марин, отправиться в гости?» — спросила жена в ответ. «В гости?» — переспросил я, не верю ушам. «Ее во двор-то не выманешь, не то что к чужим людям». «Ну да. Нас пригласили погостить, составить компанию. Эрнестина сегодня звонила». «Звонила? На что?» Признаться, я подумал, что болезнь спрогрессировала. Очевидно было, что Мария заговаривается. Резкие звуки заставляли ее нервничать, поэтому изъял из нашего быта все шумное, в том числе и средство связи. В ответ Мэя легко встала и принесла черную коробочку. Коммуникатор. «Я думала, это твой?» «Мой был при мне. Значит, обронил нор. Или специально оставил? Испугалась?» «Очень. Долго не подходила, потом подумала, вдруг что с тобой стряслось. Дотронулась и слышу Эну. Голос, как у ее матери. Поговорили немного, и она предложила». «Нас ждали», — открыла хозяйка, Эрнестина, Эна, дочь капитана. Мне навстречу вышел нор, забирая свой коммуникатор, сказал, «Нужны здоровыми и живыми. Поедете с Эной отдохнуть, набирайтесь сил». Мэю капитан ценил не только за журналистскую хватку и умение просто написать о сложном. Она славилась интуицией. Недавно сказанные ею слова начали сбываться наяву. Нет, нор не капитан. Его сын, который нуждается в верных людях и собирает свою команду. Что ж, ему не намного меньше, чем мне было, когда я служил с его отцом. Мне сейчас столько же, сколько было капитану, сколько навсегда ему осталось. Все мы — одна банда. Включение Из-за всех неприятностей я забыла о работе над реконструкциями. И когда мне напомнили, что ждут, поспешила на зов. В этот раз подготовка прошла быстрее обычного. Мы все соскучились после вынужденного простоя. Оказалось, отсутствовала не я одна. Часть группы была в отъезде, кто-то болел. Наконец-то мы все в сборе. На этот раз реконструкция происходила в небольшом помещении с высокими колоннами. Мы предвкушали старую историю. Затихли. Уже помощник поднял руку, собираясь сказать «Внимание, начали!» Как площадка для действия подернулась мутноватой рябью, и сквозь нее мы разглядели человека в военной форме, который сидел за пультом. Говорит капитан. Услышали мы негромкое, но четкое. «У нас ЧП, детонация боеприпаса. Один из двигателей вышел из строя. Находимся в медицинском отсеке. Просим выслать спасательный корабль». «Вызов принят!» Без суеты заговорил диспетчер в форме. «Вышлю помощь, капитан». Он переключился. «Спасательный борт 030403!» Вызвал он. «Вызываю борт 030403!» Неслышно сзади к диспетчеру подкрался военный и схватил его за горло. Сидевший не имел возможности сопротивляться внезапной хватке сильного мужчины. Кто-то из нас вскрикнул в ужасе, и картина вновь подернулась рябью. Мы по-прежнему стояли вокруг свободного пространства с колоннами, с ужасом глядя друг на друга. Помощник опустил руку. Актеры, готовившиеся к экспромту, начисто забыли о цели своего присутствия. Оправившись, мы сбивчиво заговорили, не слушая друг друга. «Космические войска!» «Это наше время!» «По-настоящему!» «Мы долго не уходили, забыв о реконструкции. Не знаю, ждал ли кто повторение чуда или продолжение. Мы молчали, подавленные открытием. Это было, но такого не должно было быть. Мы, люди третьего тысячелетия, живем по справедливым законам. Предательство, коварство – это все в прошлом и неприемлемо в нашем настоящем. Но диспетчера задушили, а космонавты, просившие помощи, погибли, потому что кто-то подстроил так, чтобы они не смогли вернуться. Мы не сможем доказать. Кто нам поверит? Когда мы все-таки разошлись, каждый из нас уносил тяжесть на сердце. Свидетель – это соучастник убийства». Возвращение домой Эпизод первый. Отчет. «Очень хорошо, Аильм!» Закончив смотреть видеоотчеты командировки на Землю, сказал мой начальник. «Это дело было для вас вновь, вы привыкли к другому, и я не забыл ваше возражение». Инопланетянин улыбнулся своим воспоминаниям, а я терпеливо ждал, когда собеседник вернется к разговору. Я успел отвыкнуть, что время здесь текучее, неспешное, вялое, на Земле не так. «Вы сомневались в себе, Аильм, но отлично справились, цели достигли». «Именно поэтому я спешно и убрался, с Земли». Не ожидал. «Мне жаль ее», – сознался я. «Мне тоже», – рассыпчато рассмеялся высокий чин, и я подавил волну раздражения. «Наша высокая миссия – напоминать, что люди должны быть людьми. Земляне о том забыли. Они совершенно не умеют чувствовать, опираясь на здравый смысл, который давно перестал быть таковым. Любовь для них – мертвое слово прошлых веков. Засылая ненадолго наших людей, мы стараемся разбудить в землянах то, что в них есть человеческого. «И у вас, Ильм, получилось. Пока они в состоянии чувствовать, они достойны нашей жалости. Если мы жалеем их, то они в безопасности. Их не сотрут с лица Земли. В ином случае их уничтожат. Нам не нужны нелюди. Вы-то знаете сами, Ильм». Я согласно кивнул. До командировки на Землю подписался бы под каждым словом, теперь же мечтал поскорее побыть в одиночестве. Не успел я пристыковаться к родной планете, как меня начала давить мысль, что я негодяй, отнявший привычные установки у человека, которым не доверился. Я не услышал от нее ни слова любви, но верю, Вероника меня полюбила. А я? Забудь меня поскорее, Вероника. И прости. «Как вышло, что землянка знает ваше имя?» Я его не называл. «Помню инструкцию», — ответил я. Вероника угадала. «Досадная плошность», — поморщился начальник. «А мне стало не по себе. Надеюсь, никто не отправится ликвидировать землянку». «Не было бы осложнений. Отдыхайте, Ильм. Вы очень стосковались по семье». Раньше я не замечал, что мне то и дело указывали, куда идти, чем заняться. Прежде чем оказаться дома, я скинул с себя земной прикид, коротко о стригсе. Переоделся в добротное, а невизгливо кричащее. «Я дома!» Ильм вернулся. «Ильминау больше нет. Меня ждет семья, жена и дети. В очередной раз я прибыл из космической командировки. Отдыхай, бродяга». Эпизод второй. До командировки. Начальство шутливо вспомнило, что я возражал против своей командировки на землю. Если быть точным, о том, чтобы послали меня с подобной миссией. Я разведчик, следопыт. Если требуется техник, но никак не профессиональный дамский угодник для землянок. С чего надумали выбрать меня на такую ответственную задачу? Ума не приложу. Тогда не понимал, а теперь и подавно. На земле я был далеко не первый раз. Приходилось по нескольку лет жить там. И я тосковал по дому, мечтая вернуться к привычному и родному. Поначалу, конечно, я внимательно прислушивался к себе. Я же на свою родину прибыл, землю предков. Не скрою, ждал какого-то внутреннего зова. Не-а. Не было ничего такого. Чужая бестолковая планета. Не простая климатизация, непривычное множество людей, никакого порядка ни в чем. Я тяготился жизнью на земле и считал дни до окончания командировок. Меня устраивало, когда Вероника звала меня коротко Ильм. Это имя было настоящее, живое. Характеризовало только меня. Полное же имя. В устах землянки оно звучало искусственно. И мне постепенно становилось больно, словно Вероника жгла меня кислотой. Я сразу вспоминал, что зачат не от родных людей. Я явился на свет не потому, что меня ждала мама или мой отец мечтал продолжить свой род, а потому, что чья-то сперма подошла чьим-то яйцеклеткам. А роботы, эти неутомимые, внимательные помощники, друзья человечества, сделали все остальное. Заботились обо мне, когда я был малышом. Воспитали и образовали меня. Научили, если не всему, то многому, что знали сами. Они даже постарались, чтобы у меня были какие-то человеческие корни. Вместо цифрового имени выбрали словесное, как у землян. И в комнате у меня с момента моего рождения стояла пианино. Древняя. Страшно близко подходить, иначе рассыплется. «Это моя фамильная вещь». Жена напоминала, без устали, что это, возможно, предмет, который привезли с собой люди на нашу планету. Трудно сказать, были ли они мне родственниками. Слишком давно это произошло. Почему земляне решили бросить свою планету и перебраться на 0054 КР-7, зафиксировано документально. В году на Земле была высока угроза применения тотального оружия, которое, если не уничтожало сразу, то обрекало выживших на неизлечимые мучительные заболевания. Видимо, земляне и так намучились, разблуждания в космосе и перегрузки им показались меньшим злом. Они знали, куда летели. Обосноваться на маленькой планетке с целью выжить, а потом жить тихо. Им повезло. Людей приняли на планете, где хозяйничали роботы. Открыв планету в свое время, земляне оставили их вести наблюдения, и те отнеслись к прилетевшим землянам, как к своим. Так сложился союз людей и роботов. Долгое время люди не покидали планету, занимаясь ее внутренними делами. А роботы помогали воплотить их идеи в жизнь. Вспоминая Землю, люди с тоской вздыхали, что от нее, наверное, уже ничего не осталось, и тем сильнее держали своих земных традиций, культивируя их в каждом поколении. Через несколько сотен лет, когда людям стало уже дома скучно, они начали посещать другие планеты, заключать смешанные браки, разрешенные межгалактическим советом. И кто-то робко заговорил о том, что Земля-то ничего и не было, вертится. Кто-то почувствовал себя обманутым, кто-то оскорбленным, кто-то вообще не понял, из-за чего ажиотаж, в общем, начался интерес наших к землянам. Земле. И многие возвращались из поездок, скривившись и рассказывая всякий вздор. Другие отмалчивались, третьи не возвращались вообще. Умные роботы быстро нашли проблему и решили ее. Отправили группу ученых, и те, вернувшись, представили развернутый отчет, который ярко иллюстрировал как плюсы, так и минусы жизни на Земле. А также подводил к тому, что между нами и землянами вполне возможен культурный барьер по ряду факторов. Расстояние между нами, государственных приоритетов, даже численности населения на наших планетах. Значит, необходима подготовка тех, кто намеревается по какой-либо оказии лететь на Землю. Нет, наши власти не препятствовали покидать нашу планету, наоборот, они приветствовали, чтобы наши люди имели связи с землянками. Население нашей планеты, человеческое, катастрофически убывало, и роботы били тревогу, и их скоро будет больше. Справедливые роботы хотели паритета. Они создали условия, чтобы наш человек мог привезти с собой землянку или наша девушка вернуться из космического вояжа в положении и ни в чем не нуждаться, когда станет матерью. Такие меры принесли свои плоды, но все-таки приходилось прибегать и к другой. Покупать на Земле необходимый материал, чтобы в искусственных условиях вырастить людей. Я, в частности, из этой серии. Правдивые роботы рассказали мне, когда я добивался фактов о своем рождении. Вот почему мое полное имя не означало ничего, кроме народного звука, но почему-то его знала Вероника до нашего знакомства. При первом же нашем разговоре я помню, как она раздельно и не в попад произнесла мое имя по слогам, словно умоляя меня о чем-то. Я честно исполнял свою миссию, стараясь незнакомую мне женщину обратить на себя, свое поведение, внимание, но когда услышал ее, почувствовал, что Вероника подсекла меня. Именно тогда я понял, что Пойман, раз она назвала меня по имени верно, значит, я ей уже не чужой, остальное дело времени. Эпизод третий любовь. Не надо меня жалеть. Я мысленно делюсь тем, что пережил совершенно не для этого. Может, я и был глуп и доверчив, прожив на планете и особенно не тревожась, но именно то, что я приобрел на ней и помогло мне на земле. В детстве я попросил научить меня играть на пианино, раз уж мои предки настолько ценили его, что привезли с собой земли. Нет ничего, чего бы не смогли роботы. Я без труда покорил свою женщину, сыграв при случае на пианино старинную песню, которой меня научили роботы же, хранители всего, в том числе и человеческого наследия. Я до сих пор помню глаза Вероники, в которых после удивления и восхищения отразилась значительность, взгляд принадлежности, которым меня не одаривала ни одна из женщин. Когда запела она, доверительно, словно говорила слова той песни, внутренне замер я. Казалось бы, ничего удивительного в том, что оба мы знаем одну и ту же забытую века к песню, половину слов, которые мы не понимаем, но это было еще одно совпадение, что мы не чужие друг другу, и скоро к ее нервному голосу я подал свой. Не знал, не предполагал, что буду когда-нибудь петь женщине. тогда-то и произошло наше настоящее сближение. А до этого мы несуразно болтались, дергая друг друга, то она мне проходу не давала, то мне приходилось за ней таскаться, а Вероника избегала меня. Ни одной из женщин мне не приходилось так долго обхаживать, несколько недель, настолько мы не совпадали. После пения дуэтом, не сговариваясь, мы встречались ежедневно, а чтобы не нарушать закон, достаточно было одной встречи. Не знаю, сколько встреч должно было быть, чтобы пробудить в женщине любовь, в инструкции о том ни слова. Я хотел ее видеть, быть с ней рядом. Не скрываю, я полюбил ее, но это мое личное дело, миссию выполнил. Сумел влюбить в себя землянку, но и я перенес муки любви. Моя женщина всегда торопилась уйти, и я же хотел, чтобы она оставалась со мной как можно дольше. Бывало, я выражал недовольство, ее мое поведение откровенно смешило. «Меня ждет семья», напоминала она, не сводя с меня на смешливых прекрасных глаз. «Муж? Дети?» язвительно спрашивал я. «Если ты со мной, значит, это все ложь». «Да что ты говоришь», качала головой Вероника, усмехаясь. «Ты в тюрьму хочешь, Ильм?» «Никто не имеет права удерживать замужнюю женщину». «Я не о законе не сдавался я, она с тобой». «Хорошо», кривила красивые губы землянка, и голос ее окрашивался в глубокие тона. «Давай она с тобой, ты Ильм не женат? Детей у тебя нет?» Я промычал что-то, а Вероника засмеялась. «Чего ж ты хочешь от меня?» «Ты же вернешься к ним, я же тебя не прошу, бросай все. До завтра, Ильм». Мы долго прощались, и женщина уходила одна. Она не любила, чтобы я провожал. «Дело не в людях», как-то сказала она, объясняя. «Когда кого-то провожаешь, одному легко, другому тяжело. Пусть между нами будет все одинаково, Ильм, хоть в мелочи». Мне бы тогда порадоваться, высокомерной землянке утер нос, да вспомнилась только сейчас. Хотел бы я, улетая с земли от Вероники, чувствовать себя легко и мечтать только о доме, как в прежней командировке. Как бы я себя не осаживал, мне мучительно хочется, чтобы женщина меня помнила, ждала. Что-то неспокойно на душе. Подозрительно как-то начальник спросил о ней, точно ли Вероника в безопасности. Сегодня же отправлю запрос на землю». Эпизод четвертый Семья Мои домашние давно привыкли к моей молчаливости, поэтому ни жена, ни дети ничего особенного не видели в том, что мне хочется покоя и тишины. А я впервые огляделся вокруг и увидел, что вокруг меня никого, кроме роботов. Оказывается, я за эту не самую свою длинную поездку на землю дольше добирался, привык к людской суете и шуму, быть на глазах множества людей, общаться с ними хотя бы шапочно. Что уж говорить о другом. Больше всех мне не хватало женщин и ее присутствия, и скоро в голову мне пришла ненормальная мысль, зачем я уехал. Я вспомнил, как встретил случайно разведчика с нашей планеты. Узнав его, я не поверил глазам. Тот числился в базе данных пропавших без вести. Тот признался мне, привел к себе, с гордостью показал, как живет. Жена, дети, работа, как у всех, не хуже, то и дело приговаривал он. Когда же я спросил, что он здесь делает, землянин ответил, что, как и меня, отправили на землю с миссией, да только по истечении срока командировки он решил остаться, отправив отчет. Отрапортовал, что дело выполнил и сообщил, что в ближайшем будущем не вернется. На мои слова, что его ищут, лишь пожал плечами. Хотели бы, нашли. Тогда мне его поступок показался предательством, трусостью, зато теперь верхом сообразительности. Тот человек понимал, где его место. Это мне нужно было вернуться на планету 0054 КР7, чтобы понять, где я должен быть. Да Вероника уже и забыла меня. Это мне скучно. Муж этот тоже вечно вставлял нам с Вероникой палки в колеса. Помню, когда я дотронулся до плеча женщины, она как-то спросила, «Надеюсь, ты не кнопку ищешь, милый?» «Какую кнопку?» не понял я. «Муж рассказывал, что у ваших роботов кнопка на плече. Думаю, может, ты забылся и ищешь, как меня выключить?» Я сердито ответил, что похабнее ничего в жизни своей не слышал. А Вероника долго не верила в чудовищную ложь своего мужа, потом давила смешок, когда вспоминала. «Я мать», строго напоминала женщина, требуя, чтобы я уважала ее обязанности перед семьей. «Ты был ребенком, должен понимать». Я понимал одно. Мне кидают подачки. Никогда ничего Вероника мне не обещала ни помнить, ни ждать. Мы даже не попрощались, хоть она знала, когда заканчивается моя командировка. Я не видел в этом смысла, но до последнего ждал, что придет, скажет, может заплачет. Жена и мать вернулась на прежнее место. «Нет, Вероника, не будет. Не может быть все по-прежнему. Ты, необыкновенно тонко чувствующая невысказанную мысль, прекрасно понимаешь это». Моя жена, как только увидела меня, сразу захлопотала. Накормила, дала отдохнуть, позже сделала массаж и, кроме коротких вопросов, не разговаривала. Я не обращал никогда внимания, что она такая безгласная, как каменная. «Дети?» «Какие же они дети?» «Это выдумка моя, симуляция. Парочка роботов, с которыми мне нравится возиться. На самом же деле это обычные роботы, привыкшие к обилию операций. Я всю жизнь жил на планете 0054 КР7, любил ее, привык к ее укладу, создал семью, ну, я инфантил. Я верил в то, что у меня все нормально. Три месяца на земле с Вероникой заставили на все смотреть критически. Да, я по-прежнему следопыт, разведчик, если требуется техник, только семьи у меня никогда не было, и если я усяду здесь, то и не будет. Я ждал ответа на запрос. Больше недели прошло, извелся весь, получил оглушительное «Местонахождение землянки Ронни не обнаружено». Как это? Куда она делась? Что с ней? Опять, наверное, или муж, или сын? Надо лететь, самому искать». «Я написал заявление на отпуск», сказал я жене, то есть домашнему роботу. «Куда-то хочешь съездить?» вежливо осведомился он. «На землю. К женщине. Я люблю ее. Возможно, не вернусь обратно». «Тогда я буду приходить сюда раз в месяц проверять, все ли в порядке». Вот и все, что мне сказала жена. «Я боялся расстроить робота. Ради него вернулся. Не рождайтесь никогда из пробирки. Это сказывается на умственных способностях». Добирался я на туристическом космическом корабле, поэтому вышло дольше, чем на рабочем. На землю пристыковались в будний день, четверг, кажется. Зато точно помню земное время, 5.04. К полудню добрался до нужного города, еще через час до университетского кафе. Если Веронике не будет в положенный час здесь, то ее и правда нет ни в городе, ни на земле. Одна мысль о том заставила меня спешить. Стоило мне там появиться, как окружающие остолбенели. Вот это прием, я понимаю. Поздоровавшись, я услышал, «Вы к преподавателю Веронике? Ронни». Я помнил имя, которым Вероника назвалась при второй нашей встрече. «Она теперь Вероника», ввела меня в курс буфетчица. «Так вот, почему запрос не дал результата. Зато я уловил, что женщина на месте никуда не делась». «А у нас ваше отсутствие такие дела случились?» понижая голос, сказала женщина и в пол голоса начала выплескивать на меня новости. Я слушал и не верил ушам. «Муж Вероники? Как у меня жена?» «Полоскали их с сыном хорошо», слышал я, «Чуть не обвинили в шпионаже, да обошлось». «Сколько же здесь всего произошло? За год столько не бывает. Я ждал прихода Вероники, но когда увидел, все равно замешкался. Растерялся. Опознав меня среди других, женщина остановилась в смятении, и я, пользуясь этим, подошел и подвел к своему столику. Мы заговорили не сразу. Мне очень хотелось услышать ее, но понимал, что первым должен начать. «Я за тобой, Вероника. Я все знаю». И увидел, как женщина улыбается. «Ну всего ты Эльм не знаешь», заметила она тем же голосом, что и раньше. «Я тебя ждала». «Неужели я так предсказуем?» «Я ждала, и ты прилетел? Я так думаю». «Тут уж я расплылся ее заблуждению. Все-таки она самовлюбленная гордячка». «Ничего нового предложить тебе не могу», затаенной усмешкой говорила Вероника, а я обратил внимание, еще красивее. «Жену и двое детей? Второй будет месяцев через пять с половиной, впрочем, можешь посчитать сам». «Опять?» шутливо подал голос. Вероника беспечно захихикала. «Опять, Эльм? А ты думал, что проскочишь?» «Нет, милый, коварные расчетливые землянки охотятся на инопланетных, чтобы те содержали жен и детей». «Ну, если ты предлагаешь, в кои-то веки ты реагируешь на мои посылы», засмеялась Вероника. «Помнится, впервые ты смотрел на меня, как на пустое место». «Ты меня мало и шокировала своим вниманием», признался я. «Если бы не я тогда, ты бы не вернулся ко мне сейчас», похвалила себя женщина. «Если бы не ты тогда, мне бы никогда не досталась настоящая женщина». «Ну, она тебе еще не досталась, документы нет», развела руками Вероника. «Знаешь, тебе же нельзя волноваться». Я состроил озабоченную гримасу. «Может, отложим судьбоносный поход? Это же формальность». Землянка живо отозвалась. «Ты точно землянин по происхождению», смехнулась Вероника. «Я не буду волноваться, Эльм обещаю. Там только мужчины волнуются. Я даже провожу тебя до ближайшего робота-регистратора». «Что вы думаете? Проводила? Прямо после кафе?» Когда, получив электронный документ, мы слились в горячем поцелуе, услышали от робота флегматичное «Это для регистрации совершенно необязательно. Соблюдайте общественный порядок и не забывайте, как нужно вести себя на глазах множества людей, а также какой пример вы подаете подрастающему поколению». «Мы убрались оттуда, пока нас не оштрафовали и шли неизвестно куда, смеялись, сами не зная чему, наверное, навстречу настоящему человеческому счастью». «Частный случай» «Улетел, наконец», спросила моя хозяйка, когда я появился в комнате. «Я задержался, пришел позже обычного, она же нетерпеливо меня ждала». Я хмуро кивнул, признав, что в очередной раз проиграл. «Это нормально», улыбаясь, сказала женщина и встала мне за плечо. «Люди тянутся к людям, инстинкт продолжения рода, хоть и притушен, но не угас». «Значит, люди больше животные, чем разумные существа», уточнил я, сухо оборачиваясь. На мой тон подруга не сдержала улыбки. «Прекрати обижаться. Я не могу смотреть, как ты дуешься. Я не виновата в том, что ты неверно поставил». Наше знакомство состоялось давно, когда планета была необитаема и пустынна. Если верить электронным записям, люди высадились, заявили об открытии планеты, присвоили номер 0054 КР7 и несколько ученых, включая отца Софьи и саму десятилетнюю девочку, остались для изучения новой планеты. Отец и дочь были робототехниками, но в последнее время от скуки они смастерили меня. «Впервые я увидел Соню», так называл девочку отец, ее и мой, ниже меня ростом, в скафандре, с испуганным выражением глаз. Отец подарил меня дочери, и с тех пор Соня работала со мной, то есть я ее развлекал. Когда ей исполнилось одиннадцать, «Друг, у меня сегодня день рождения, поздравляю, Софья», ученые засобирались в Освояси, оставив вместо себя роботов вести наблюдение и принимать сообщения. «Я приеду, друг, не скучай, и папа приедет», на прощание сказала девочка. «Прилетите, а не приедете», педантично исправил я, считая, что Софья выражается совершенно неграмотно, «Что значит скучай?» Соня с отцом появлялась раз в два земных года. Разговаривала со мной, как со старым другом, а я с удивлением отмечал в ней изменения. Она становилась выше, тоньше, совсем не такой, какой я помнил ее в прошлый раз. Скафандр не мог сгладить изменения, даже голос отличался. Я услышал ее удивительный смех. «Что с тобой случилось?» робко спросил я, не в силах разгадать загадку. «Заболела?» Софья растерялась, и в ее глазах опять отразился испуг, а робототехник, мой создатель, рассмеялся. «Подросла, да? На уме одни мальчики». Так я далеко не сразу понял, что люди, не мы роботы. Почему-то они день от дня год от года меняются. Это называлось развитие. Если Соню развитие делало выше, симпатичнее и взрослее, то есть превращало в незнакомую, чужую Софью, то ее отца одолевали зависшие микросхемы и бесконечные вирусы, которые научилась моя подруга устранять, закачав в меня медицинскую программу и обучив меня лечить простейшие человеческие заболевания. За помощь ее отцу Софья благодарила меня без конца. Уверяю, что искуснее меня врача не найти во всей галактике. Я, пропуская слова благодарности, опять видел страдальческие глаза девушки и не мог понять причины ее несчастья. Эти двое были единственными, которые посещали меня всегда, и я ждал их, кого больше уж не скажу. Однажды, когда девушки не было рядом, наш отец сказал мне, «Друг, я умру скоро, не оставляю ее». «Умрешь», соображал я. «Как мать Софьи?» Тот кивнул. «Только ее мать в катастрофе, а я от старости». Я понимал по-своему, о чем говорит наш Соня отец. Несмотря на то, что я чистил его микросхемы и удачно лечил от вирусов, общий износ был слишком велик. Состав жидкости не отвечал норме. Может, тогда мне и пришло в голову, в случае Софьи я не буду ждать столько, сколько мог, и пропускал, фильтровал, отсеивал устаревшее, откладывал в память, сортировал. Софья привезла отца, еле живого, к нам на планету, умирать. Его последняя воля. Впервые я увидел, как выражают безудержные горе люди. Я так не умею. Впервые я понял глубину безнадежности, которая захватила Софью. Улыбки или смеха я больше не видел и не слышал. Ни через месяц, ни через год. Софья словно зависла. Тебе пора на землю, напомнил я. Больше года люди не жили на нашей планете из-за недостатка кислорода. Опасно для их жизни. Не поеду, бросила подруга, и я понял, что ищет смерти. Я не стал с ней спорить. Когда забилась эту душ, я, открыв скафандр, вставил в нос собственное изобретение. позже вживил, чтобы не надумала вырвать. Зачем? Только и спросила Софья, когда поняла, что гибель не состоялась. Затем, что я друг. Я уже знал разницу между собой и остальными роботами. Самые совершенные из них занимались только работой, не давая себе труд задуматься. Я умел думать. Изобретал, бесился, если работа оканчивалась с неудачей. Также я знал, что назвали меня верно. Не знаю, что добавил в микросхемы мой отец, но я всегда настроен помогать Софье, даже против ее желания. Она предприняла еще несколько попыток умереть, но они заканчивались хирургическими операциями на столе. Женщина открывала глаза, глубоко вдыхала разреженный кислород и молчала. «Возвращайся на землю, к своим», посоветовал я. «Здесь я не дам тебе погибнуть», я решил. «Если хочет, пусть умирает на земле, на своей планете. В моей памяти останется живой. Я буду думать о ней, вспоминать, ждать». Софья лишь горестно улыбнулась. На мой цифровой взгляд лучше бы плакала, читал, что людям после этого легче. Землянка подумала, подумала, да и послушалась меня. Мы даже прощаться не стали, я знал, что она не вернется. Та лишь погладила меня по плечу и ушла, не оборачиваясь. После этого я не считал времени. Зачем? Работал как робот, то над одним проектом, то над другим. Когда красные индикаторы загорались, я запускал систему очистки или охлаждения. Антивирусную систему изобрел, установил, только запускать не стал. В свободное время интересовался людьми. Как глупо оказывается они живут. Больше всего меня интересовали причины человеческой смерти. Искал я одно, а вылезло другое. Человеческое размножение, рождение, продолжение жизни. Я вспомнил, какими были мои друзья в первую встречу, позже и позже. огромный пласт информации на все лады иллюстрировал еще одно отличие между людьми и роботами, то, ради которого люди живут, как писали проверенные источники. Это были мои худшие часы и минуты, растянувшиеся в вечность. Понимать, насколько мы с Софьей разные. Никакой я не друг. Я робот. Программы, микросхемы и автономная подзарядка. Мой человек никогда ко мне не вернется. Ей нужен такой же, как она, только с другим набором хромосом, чтобы позже появился третий, похожий на обоих. Я бился со своим новым знанием, стараясь забыться в работе, чрезмерно заботясь о себе, но ловил себя на мысли. Я жду ее. Скучаю. Всегда приезжала и в этот раз появится. Пусть с другими людьми. Мне-то что? Со страхом я стал считать, сколько прошло времени после последней нашей встречи. Больше десяти земных лет. Забыла. Нашла себе. Не прилетит, не приедет. Может, мне навестить ее? Нет. Я не буду ей мешать. Я робот. Я должен работать. В этом мое назначение. привычка вести виртуальный журнал никуда не делась. И однажды я сделал запись, чувствуя, что умираю. Я дождался износа своей главной детали. Была запасная, да я не стал менять. Закрыл глаза, все равно уже не видел. Замер. Сперва я чувствовал боль, а затем знакомые руки, возвращавшие меня к жизни. Услышал, как родной голос ласково пеняет на мою нерадивость. Уловив себе прежние силы, открыл глаза и встретился с серьезными и знакомыми, в которых давний испуг. Соня опять изменилась, но никогда бы я не спутал ее с другой. Вставай, друг, напугал ты меня, проверяй работу. Я встал, прошелся, проверил синхронизацию. Ты пролежал несколько месяцев с последней своей записи, услышал я. Мне пришлось перебрать тебя с головы до пят. Если что-то не так, скажи, поправлю. Все отлично, Софья. Рад тебя видеть. Ты надолго? Насовсем. Что-то случилось? Ничего. Что с головой? Увидев белое в волосах, спросил я. Седина. Старею усмехнулась женщина. Как папа. Тебе красиво. В тебе нет программы, которая бы заставляла врать. Как получилось, вдруг, что ты отключился? Не помню. Вот как. Еще раз соврешь мне, и я передумаю оставаться с тобой. Довольно мне и человеческого вранья. Лучше скажи, не знаю. Я и не знаю. Несовместимые, но промолчал. Когда мы бродили по планете, я не нашел ее корабля. На мой вопрос Софья ответила. Я на туристическом, а с него на капсуле. Денег только на это хватило. Отработала ресурс, стала не нужна. Можно к тебе? Опять она приехала умирать. Когда к нашей планете пристыковались несколько кораблей, и роботы сообщили о высадке людей, Софья выглядела не хуже меня. Я не только подлечил ее, но и подновил. Не обошлось без вживлений. Можно сказать без преувеличения женщина мой экспериментальный образец. Она уже тогда могла обходиться без скафандра. Дышала разреженным воздухом планеты. Я теперь робот, как ты, пошутила она. Ну тогда я человек, отшутился я в ответ. Они и забыли. Софья прожила не один человеческий век. Ее присутствие на планете мы не афишировали. Она жила со мной, на той станции, что построили первые ученые. Ни в одной запись ее имени фигурирует, кроме первых, которые я сумел спрятать. Я стал называть ее моя хозяйка. Роботы доброжелательно приняли людей. И скоро на планете завелись человеческие порядки. Мы помогли людям решить множество проблем. Вопросы к жизни в разреженной атмосфере, например. Новое было к лучшему. Так сказать, развитие. Я не боялся, что моя подруга сойдется с людьми. Я понимал, что она не сумела найти среди них на земле свое место, и по непонятной причине она настроена на роботов, а не на людей. Зато изменения очень развлекли ее. Люди считали ее роботом, а роботы человеком. Софья часто выходила в общество, пользовалась благами цивилизации, растолковывала мне о новинках. Если бы этим моя хозяйка ограничилась, те же свое самолюбие или тщеславие, я бы удивился. Шли земные века, и беглецы с земли постепенно узнали, что перестраховались. Та планета по-прежнему жива и обитаема. Произошел отток людского населения с нашей планеты. Оказалось, на земле не произошло регресса. Наоборот, человеческая порода культивировалась веками. У нас же, если верить немногочисленным приезжающим, все уныло, лениво, не по-людски тихо. Вот тут-то женщина и выдвинула мне сверхзадачу или смысл ее жизни, как выразилась она. Людям здесь нечего делать, друг. Заставь их покинуть по своей воле планету. Конечно, я стал спорить. Зачем? Они привыкли к этой жизни. Предложи им выбор, и любой выберет землю. Спорим? Если проспоришь, буду слушаться тебя. Сколько времени? Десять секунд? Обещаю. Только я выиграю. А если ты проиграешь, расскажешь, как ты смел меня бросить. Имело смысл выиграть? Только надо, чтобы был зловещий налет, подсказала Софья. Неотвратимость судьбы, понимаешь? Без проблем. Если ты в этом видишь смысл, что ж, может, перестанешь задавать один и тот же вопрос, зачем, когда я продлеваю тебе жизнь? Я же не спрашиваю, для чего ты возишься со мной и трясешься от страха, если какой-нибудь пустяк сбивает во мне настройки. Я, робот-медик, ко мне даже с других планет приезжают лечиться люди, был вхож в совет людей-роботов и потихоньку начал внедрять концепцию нравственных ценностей нашей планеты. Разумеется, рупорами моей идеи были люди. Сперва декларировалось, что земляне, оказавшиеся здесь, сохранили способность дружить, любить, быть ответственными друг за друга. Потом перешли к практическим действиям, отправляли на землю в краткосрочные поездки с целью знакомства, общения, научного обмена, а позже воплотили идею забрасывать наших на землю, чтобы учить любить коренных землян. Мол, им грозит уничтожение, и только те, кто в состоянии иметь высшие чувства, долг, стыд, совесть, способные жертвовать собой ради других, имеют право на жизнь. За всю нашу Софьи программу ни один из людей нашей планеты не вернулся насовсем обратно. Но я умело возражал, не принимая поражения. Это ни о чем не говорит. Я уверен, есть люди, которые не променяют свою планету на землю. Но подруга только посмеивалась, а я скрывал радость, замечая оживление на ее лице. Чаще она была задумчива или грустна. Пусть смеется. Ильм, с моей точки зрения, был идеальный кандидат, который бы помог мне выиграть спор. Очень хотелось посмотреть, как Софья будет меня слушаться. Когда он вернулся, я торжествовал. Но моя хозяйка смотрела на меня с лукавым укором. И вот не прошло двух недель, как меня известили, что на одного человека на нашей планете стало меньше. Роботы, выполнявшие роли его жены и детей, перешли на другие работы. «Предлагаю наш спор аннулировать», благородно предложила Софья. «Нет». «Я согласен, я проиграл». «Я только не могу понять, почему». «Вместо разговоров о законах природы, которые почему-то на нее не действовали», женщина ответила кратко. «Ильм нашел свою любовь». «Я смотрел на нее в смущении, будто Софья рассказывает что-то неприличное, а я не знаю, как себя вести, сделать вид, что не слышу, или коротко кивнуть». «Здесь ему предлагали имитацию, но он нашел настоящее, понял?» «Как определить это состояние? Ты же знаешь?» «Конечно». «Люди без любви не могут. У всех индивидуально, как у меня было». «Она мечтательно подняла глаза». «С первого взгляда, очень симпатичный, доверчивый и милый, добрый и сильный, не ругается, не обижает, не дергает, сколько раз он мне жизнь спасал. Терпит тебя любой, даже когда от самой себя тошно, всегда рядом, а когда его нет, чувствуешь пустоту, а порой отчаяние, и всегда боишься, что вдруг что-то случится, и ты его потеряешь». Женщина отвернулась, так и случилось. «Я ждал тебя», робко признался я. «Знаю, деньги я зарабатывала, чтобы вернуться к тебе, приехала, а ты в хлам, что это было? Алмазная пыль? Не успел деталь поменять». «Я проверила тебя всего». «Ты робот, друг, почему ты умудряешься вести себя, как идеальный человек, не понимаю». «Должно быть объяснение, я сперва думала, папа запустил какую-то программу». «Типа мой питомец? Нет? Нет». «Ты тоже». «Самая лучшая из людей, каких я встречал». «Самая необычная». «Думаю, я не совсем теперь человек, если учесть мой огромный возраст». «Благодаря тебе». «А как ты думаешь, где у тебя располагается то, что отличает тебя ото всех людей». «Не знаю, ты когда копался во мне не видел?» «Не представляю, что искать», сознался я. «К тому же мне давно все равно, Софи». «Хотела бы я знать причину этого все равно», усмехнулась подруга. «Любовь», подсказала мне система, вспомнив ее объяснение всему. «Какие-то невидимые частицы». «Бесполезный спор», между тем проговорила Софи. «Ты всех судишь по мне. Я-то не норма, а частный случай». «От частном случае», спохватился я. «Помнишь, робот прилетал к нам». «Пластику ему-то делал», оживилась Софи. «Ты так хотела», поджал губы я, вспоминая, как строил глаза чужой робот Софи. «Ну да, у него была мечта полететь на землю и познакомиться с земной женщиной». «Думаю, если бы он не встретился с тобой, то сто раз подумал бы о рисках». «У меня другое мнение, друг. Прилетел на 054 КР7, он к тебе. Я лишь уговорила тебя помочь ему, сделать неотличимым от человека». «Убит людьми». «Раскрыли». Я показал сообщение с другой планеты. «Надеюсь, до меня не доберутся». Софья прочитала и задумалась. «Не доберутся, друг. Пластику ты делал единственный раз, а клеймо на деталях, подозревая у робота с планетой 1116 ЕТ?» «Жалко». «Очень». Мы помолчали. «На землю не пущу», предупредил я. «Логическая ошибка. Тебе нельзя на землю в свете последних событий. Убили робота, вот скоты». «Люди, роботы. Ну и что, главное, чтобы ты была рядом в безопасности». «Я и не собирался туда. Здесь мой дом, моя хозяйка. Тебе там тоже нечего делать». «Ты вроде проиграл, а не выиграл», спохватилась Софья, стараясь перебить мой командный тон. «Ты же сказала, аннулирован спор», напомнил я. Мы встретились взглядами, и я понял, что я везде выиграл, а не проиграл, потому что, ну, э, так подсказывает мне «Системный мой блог». Дорогие друзья, уважаемые слушатели, любимые подписчики, к сожалению, закончилась очередная прекрасная книга. Это не повод печалиться, а вместе мы сделаем еще не одну прекрасную аудиокнигу и оставим свой добрый след в истории, ведь я не устану повторять. Книги вечны. Сейчас перечислю все свои контакты, чтобы мы всегда оставались на связи, и вы могли найти все мои аудиокниги в интернете. Я говорю «Мы», потому что только мы вместе делаем так, чтобы новые аудиокниги появлялись на свет. Каждый ваш комментарий, я лично отвечаю на каждый, чтобы вы знали. подписка на канал, лайки, конечно, особенно репосты. Это если вы нажимаете поделиться и делитесь аудиокнигами с близкими, друзьями. Это вклад в продвижение творчества. Конечно, понятно и вполне естественно, что любая аудиокнига выходит только благодаря материальной поддержке меценатов. Любого, кто жертвует хотя бы 10 рублей на новые книги, я считаю меценатом. И сердечно благодарю. Эти деньги я расходую на оплату кредитов за оборудование. Оно сейчас хоть и куплено в долг, но является оборудованием очень хорошего уровня. Сравнимого с оборудованием, на котором работают лучшие федеральные радиостанции и телеканалы. Также деньги всегда нужны на оплату прав авторам, текстов, музыки, звуковых эффектов. Некоторая часть идет на поддержание жизнеспособности моей мамы лежачего инвалида и на собственное здоровье. Я лично даю слово, что ни копейки не идет на праздности развлечения. Ни копейки. Все в дело и на производство новинок. Отдельная благодарность меценатам, которые целиком оплачивают выход той или иной книги, а порой и серии книг. Пусть вас пока немного, но огромное спасибо, что вы есть. Поддержать финансовый выход аудиокниг можно очень просто. Буквально в течение минуты, сделав перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Юмани или Яндекс Банк по номеру телефона или по номеру карты Сбербанк 2202 20 61 93 35 59 92 Тинькофф 22 00 70 01 78 28 29 81 04 Электронный кошелек Юмани 40 48 41 50 47 04 18 98 Яндекс карта Можно через Сбп выбрать Яндекс Банк тогда без комиссии 2204 3101 03 89 29 91 Личная просьба очень прошу не забывайте черкануть хотя бы пару слов к переводу это тоже всегда очень приятно если вы живете не в России то можно поддержать через бусти это очень просто работает из любой точки мира перейдите по ссылке в описании на канал Костя Суханов в бусти и поддержите там кроме того там можно скачивать аудиокниги смотреть их в видео версии или слушать в аудио версии даже с выключенным экраном смартфона обязательно подписывайтесь на youtube канал актер Костя Суханов именно там все выходит в первую очередь рутуб дзен телеграм вконтакте одноклассники на портал клуба любителей аудиокниг сайт окнига.org или сайт книговухи там бывают эксклюзивные материалы а в телеграм есть даже беседка где мы мило болтаем со слушателями 24 часа в сутки и 7 дней в неделю все ссылки есть в описании если вы хотите заказать озвучание аудиокниги незабываемое поздравление для близких рекламу да и вообще любую профессиональную озвучку тем самым также поддержав мое творчество вот номер телефона он же номер телеграм он же номер ватсап он же привязан для переводов на банковскую карту плюс 7 901 715 2788 плюс 7 901 715 2788 я всегда отвечаю на сообщения и комментарии лично работаю каждую ночь скоро услышимся огромное спасибо вам успехов и настоящего счастья всем хорошим людям и вашим близким обнял с любовью и уважением к слушателю Костя Суханов субтитры 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 субтитры